Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале английский язык по плейлистам. И специально для вас я записываю и выкладываю данный курс английский язык за 50 уроков. Вы можете поддержать данную идею лайком. Да, это уже уровень А2. Опять же, действительно, видны ваши титанические усилия. Кому нужно больше практики, то пишите слово титановый именно к первому видео. Мы разберем курс, который был составлен мной для приложения «Здесь море практики». Еще подробнее по всем уровням. Много новой лексики, грамматические тонкости и так далее. Пишите слово титановый к этому видео. Мы про это говорили как раз в уровнях А0.1. Не будем тратить на это время, друзья мои. Просто хочу сказать, что для вашего удобства все уровни в одном плейлисте. И также, если нужно кому-то уровень А0.1, тоже отдельный плейлист для каждого уровня. То есть запланировано, еще раз, что 50 уроков для каждого уровня, отдельные плейлисты для каждого уровня. Ну, а, конечно, рекомендация смотреть все по порядку с А0, А1, А2 и далее. Тоже плейлист, который вмещает все уроки. Ссылочки в описании, друзья мои. Если вам нужен титановый, больше практики тоже пишите. Друзья мои, я рад, что мы растем. И здорово, что есть возможность реально учиться грамотному английскому языку, понимать носителя языка и говорить, как они. Но начнем с теста. Это действительно тест на знания. Был также тест А0 и А1. Вы можете посмотреть. И здесь давайте перейдем к тесту. Как сказать, ты когда-либо был в англоговорящей стране? Вот, пока подумайте, как это сделать, хочу сразу проверить произношение. Насколько правильно мы произносим эти слова? Слово «ресторан». Как правильно произнести слово «ресторан»? Многие просят как «рестаурант» или «рестау». Как только не произносят. Правильное произношение. Смотрите. «Транскрипция в помощь». Это будет «ресторант». То есть, смотрите. Многие думают, что это «ресторант», а на самом деле, видите, не «ау», а это звук «э». «Ресторант». Это звук «о». Краткое «о». «Ресторант». И на самом деле, многие без транскрипции находятся в неведении. В слепоте, я бы сказал бы. Поэтому самое правильное, самое важное, это вначале задать вам именно правильный вектор, дать вам правильное направление. Что когда вы изучаете английский язык, помимо того, что вы слушаете, там, к примеру, дополнительно слушаете носитель языка, важно знать транскрипцию. Потому что если вы прослушаете много раз слово «ресторант», все равно вы можете приблизительно понимать, как это произносится. Но если вот транскрипция, вы видите «ресторант», «ресторант», да, вот этот значок как раз перед ударным слогом «ресторант», это слог ударный «ресторант», вы уже понимаете, как правильно говорить. Это очень важно. Вот про это обычно не принято говорить, но я изменил также подачу плейлистов. Вы знаете, я много видео записал плейлистов. И я пришел к выводу, что это необходимо делать. Именно огромнейший акцент делать именно на произношении. Это очень легко. Это очень легко. Просто нужно знать транскрипцию. Поэтому в этих курсах и новых курсах все подается именно с транскрипцией. И также в титановом плейлисте тоже все с транскрипцией, так же, как мы сделали в А0.1. Если нужен титановый, пишите. Мы можем с вашей поддержкой разобрать. Все подробно, если вам нужен бесплатный репетитор в видеоформате. Пожалуйста. Одно дело, понимаете, просто курс, а другое дело, вот, именно видеообъяснение. Я считаю, что видеоформат все равно незаменим. Это мое мнение. Далее. Вот такая фраза. Вот недавно я тоже слышал, и произношение было где-то так. Си сун, си сун, си сун, си сун. Да? Как это правильно произнести? Смотрите. В помощь транскрипция. В английском языке есть такое понятие, как долгота. Это, видите, долго. Си, й, сун. То есть не сун, а сун. Си сун, си сун. То есть не си сун, а си сун. Си сун. Долгота. Си, й, сун. Си сун, си сун, си сун. А не си сун, да? Си сун, си сун, си сун, си сун. Это очень важно. Двыточь и долгота. Обращать внимание в транскрипции. Далее, вот казалось бы, простое выражение, иностранный язык, но как это правильно произнести? Foreign, и многие как-то вот считают, там, лангвага, или как-то, лангвага это мы сейчас отдельно поговорим, а вот это как правильно произнести? Да, многие, кстати, какие-то, может быть, говорят, надо так произнести, так, моя задача вам дать систему, чтобы вы сами могли также повысить именно вот произношение, дать вам вот именно верное направление. Репетитор может брать бесконечное количество денег за то, что будет вас подправлять и, как бы, учить, но нужно здесь просто разобраться с транскрипцией, просто больше слушать. Ничего за это платить не надо. Видите, правильное произношение, давайте посмотрим. Видите, foreign, foreign, то есть это просто произноется как, может быть, сенсационно, да, это просто как и, кратко и, видите, foreign, то есть не foreign, не foreign, не foreign, нет, а foreign, foreign, и здесь, видите, language, language. Здесь, видите, не language, не language, а each, на конце each, language, language. И вот интересно, кто знал все эти тонкости? А, как говорится, ларчик просто открывается, да, то есть здесь просто нужно это знать. И это как вот своеобразное оружие, вот транскрипция считает оружие, это вот, я не знаю, это мега, вот, какой-то вот навык, то есть это мега полезно, то есть вот этим нельзя пренебрегать. И когда я записывал другие языки, ну, соответственно, там немецкий, соответственно, испанский, итальянский, вот, и здесь очень важна именно транскрипция, и я это понял, делая курсы по другим языкам, не только по английскому языку, потому что там вообще очень сложно разобраться. Но в английском, опять же, в чем проблема, что многие знают, как это правильно произносить, якобы, но это якобы, это неверно, все по-другому, и цель, раскрыть вам на это глаза, и чтобы вы знали английский нереально круто, и так, как это нужно, это моя цель. Далее, видите, foreign language. Далее, закон или право будет как? Ло. Опять же, не лау, не ло, а ло. Долгота ло. Ло. В английском долгота очень важна. Далее, часто тоже многие не знают, как произнести, и спрашивают, а как это будет, там, евро, или юро, или эуру, как это правильно произнести. А, в принципе, ничего сложного нет. Вы открываете транскрипцию, смотрите, что вот этот значок означает е, и получается е, е, это как у, еры, то есть, получается не э, а е, е, е и ро, как э, е, 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 все, кажется, непривычно. Вы вот много раз посмотрели, что это э, и уже поняли, что это э, это как у, это как е, все, это просто непривычно сначала. Далее, все должно идти как по маслу. Е, 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 и моя цель реально вас научить. Это моя цель, моя миссия, мое служение. И также еще хочу сказать, что многие, у кого уровень B2, C1, также делают ошибки в произношении, и вот такие вещи тоже не до конца понимают, а что не знают. И это очень жалко видеть. Поэтому я считаю, что нужно учить английский язык правильно сразу, и сразу правильно произносить. Тем более, это несложно. И, на самом деле, уровень A2 – это более сложная грамматика. Вот как это сказать? Ты когда-либо был в англоговорящей стране. Видите, когда-либо – это ever. А ever – это временной указатель времени present perfect. Мы как раз поговорим в этом уроке про это. И правильный ответ. Получается, Вот тоже многие, может быть, хотят сказать, но не знают, как это сделать. Англоговорящая страна – это будет English speaking country. Но, разумеется, здесь нужно еще поставить артикль. To an English speaking country. Вот это уровень pre-intermediate. То есть, когда еще более сложная грамматика. И, на самом деле, видите, been to – быть в каком-то месте – это been to. И, видите, та же лексика тоже. An English speaking country. Have you ever been to an English speaking country? В этом уроке мы поговорим про это. Проверим мы present perfect, past simple, отличия. И также, как отвечать на эти вопросы. Итак, друзья мои, поехали! Действительно, как спросить? Ты когда-нибудь был в Англии? Ты когда-нибудь или ты когда-либо был в Англии? Смотрите. В английском языке есть такое время, которое называется present perfect. И есть обрывные ситуации, когда мы обязаны использовать данное время. И, в частности, если мы реально хотим прокачать разговор на английский язык, что мы делаем в том числе, то мы спрашиваем часто, ты когда-либо был или когда-нибудь был? Здесь правило. Если ever когда-либо, то необходимо использовать данное время. Вот конструкция, формула. Получается have you ever плюс третья форма глагола. В данном случае это been, been. Have you ever been? Если в какой-то стране месте, то здесь нужно запомнить, что been to, что именно в этом времени, то been to. Вот конструкция. Смотрите. Have you ever been to? Есть третья форма. Have you ever been to? То есть, если мы хотим спросить, ты когда-нибудь был в Англии, получается have you ever been to? И далее Англия будет England. England. Да, не оглушаем. Видите? England. Have you ever been to England? По-другому present perfect начинается, да, называется именно настоящее совершенно время. И начинается все, мне кажется, именно с того, что необходимо понять, в каких ситуациях железно используется данное время. И применять это в речи. А далее есть и другие ситуации, но необходимо начать с того, когда именно необходимо. То есть, если мы спрашиваем, видите, ты когда-либо, ты когда-нибудь... Have you ever been to England? Have you been to England? Или, к примеру, ты когда-нибудь был в Соединенных Штатах? Так, вот конструкция. Получается, have you ever been to? Have you ever been to? Да, been – это просто третья форма от be. То есть, получается, смотрите, be – это первая форма. Далее, вторая форма у нас или was, или were, мы знаем. А вот третья форма – это been. Been. И здесь нам как раз нужна вот эта третья форма – been. Получается, have you ever been to? В Соединенных Штатах, как это будет? Помнишь, нужно поставить артикль. И получается, the United States. Have you ever been to the United States? Have you ever been to the United States? И мы специально начинаем именно с этого, потому что моя цель, чтобы вы применяли эти грамматические структуры в реальных ситуациях. Очень часто мы про это спрашиваем. Так, present perfect – be, was, were, been. Have you ever been to? Have you ever been to England? Have you ever been to the United States? Видите? The United States. The United States. Have you ever been to the United States? Итак, попробуем сказать. Ты когда-либо был в Америке? Ты когда-либо был. Вот конструкция. Получается, have you ever been to? В Америке – America. Have you ever been to America? Have you ever been to America? Ты когда-нибудь был в этой стране? Ты когда-нибудь был в? Have you ever been to? В этой стране – this country. Have you ever been to this country? Have you ever been to this country? Have you ever been to this country? Да, важное дополнение. Видите, been to мы используем, но есть и исключения. А именно, быть там – это будет been there. И быть за границей – это будет been abroad. Это нужно запомнить. Здесь to не ставится. А тогда been to. Been there, been abroad. Ну, также, видите, есть и здесь то же самое. Here, there, abroad. Это то, что нужно знать. А так, если указываем страну, именно been to. Получается, have you ever been to? Been here, been there, been abroad. Have you ever been to America? Have you ever been to this country? Но, конечно, есть и другие ситуации. К примеру, ты был в Америке в прошлом году. Запомните, если есть указание времени, именно слова с last, ago – это все временный указатель времени. Past simple. Past simple. Потому что здесь указывается конкретное время. Указатель past simple. То есть, видите, есть last, ago – то здесь уже необходимо использовать именно past simple. То есть, ты был в Америке. Да, в помощь также как раз вот эти предыдущие урни. Это материал как раз в предыдущей урне. Past simple – это урнь A01. Ты был в Америке. То есть, ты был were you в Америке, in America, в прошлом году. Last year. Were you in America last year? Were you in America last year? Видите, здесь уже просто обычный in. Это именно в present perfect. Вот когда мы сами избирали present perfect, здесь именно been to. Да, обычно в это in так и есть. Were you in America last year? Опять же, видите, не Америка, а Америка. Америка. Were you in America last year? Ты был в Китае два года назад? Опять же, видите, вот два года назад – это ago, two years ago, поэтому именно past simple. Ты был Were you в Китае, in China, два года назад? Two years ago. Were you in China two years ago? Were you in China two years ago? Да, мы говорим пока про вопросы. Также поговорим про утвердительное предложение скоро. Were you in China two years ago? Lost ago. Past simple. Were you in America last year? Were you in China two years ago? Далее возникает очень интересный вопрос, очень интересная ситуация. Значит, мы поняли, да, что есть временные указатели. К примеру, если слово ever, то мы используем, соответственно, время present perfect. Have you ever been to? Если есть указание времени, в частности, ago, last, мы используем время past simple. А как быть, если нет этих указателей? Ведь такое же может быть. Конечно. И в частности, нас интересует ситуация, ты был в Индии, ты был в какой-то стране. Значит, здесь, смотрите, суть времени present perfect, что это настоящее совершенное время. Связь с настоящим. И здесь принято именно использовать, даже если нет ever, там ты был где-то, если нет, опять же, указания, там, ago, last, нет этих временных указателей, время past simple, то принято использовать именно время present perfect. То есть, грамматически так именно верно. То есть, ты был в Индии, я спрошу именно так. Have you been to? И Индия будет Индия. Have you been to Индия? Have you been to Индия? То есть, именно так. Если кто-то хочет использовать past simple, конечно, вас поймут. Если уровень А0, А1, это грамматически возможно. Но суть А2 уровня выше, что вы используете именно правильные грамматические конструкции, которые реально обычно используют носители языка для конкретной ситуации. И здесь, да, принято, я спрошу именно так. Have you been to Индия? Have you been to Индия? А вот past simple я буду использовать здесь, если будут указания времени. Это очень важная тонкость. Have you been to Индия? Ты был в Китае? Получается, have you been to Китай, China? Have you been to China? Почему так? Потому что past simple – это отдаленное прошедшее время. Когда-то давно, в прошлом. А present perfect – это по настоящее время. То есть, ты был в Китае, и вместо того, по настоящее время, вот когда-то по настоящее время, ты был в Китае, поэтому present perfect. Ever – present perfect. Ago – last possible. Have you been to India? Have you been to China? Да, и, кстати, в помощь транскрипция. Вот здесь, если вы обратите внимание, видите, долгота не last, а last, 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 last year, last year, last year. Хорошо. Как мы скажем? Спросим. Ты был за границей? Значит, ты был в – это обычно have you ever been to? Но мы с вами также говорили про исключение. Видите, если abroad, то ты не нужно, просто been abroad. Получается, ты был. Have you been – за границей abroad? И получается, видите, have you been abroad? Видите, долгота. You been abroad. Abroad. Have – have you been abroad? Have you been abroad? Have you been abroad? То есть, именно так. Именно так я спрошу в этой ситуации. Однозначно. Здесь сто процентов. Ты был за границей. Have you been abroad? Have you been abroad? Если, конечно, я хочу уточнить, опять же, там, год назад, два. Это очень важный момент. Вот многие про это не говорят, но моя цель – вам дать именно самое нужное в этом экспресс-курсе. Опять же, с моей точки зрения. Have you been abroad? Далее. Ты когда-нибудь был за границей? Конечно, можно сплыть и когда-нибудь. Это ever. Have you ever been – за границей? Abroad. Have you ever been abroad? 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 То есть, или просто have you been abroad? Have you been abroad? Или have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Далее давайте посмотрим так же, как на это отвечать. И пройдем к утвердительным предложениям. Итак, ты когда-нибудь был в Испании? Ещё нет. Ещё нет. Ты когда-нибудь был в... Have you ever been to... Испании? Spain. Have you ever been to Spain? И вот краткий ответ «Ещё нет» – это not yet. Вот есть такая произведенная фраза «not yet», «ещё нет», «not yet», «not yet», «ещё нет», «not yet». Have you ever been to Spain? Not yet. Ну, конечно, можно просто ведь там «yes», «no» – это понятно. Или просто «not yet», «ещё нет». Have you ever been to Spain? Not yet. Have you ever been to Spain? Not yet. А вот далее, смотрите, такая ситуация интересная. Ты когда-нибудь был в Италии, я был там в прошлом году. Вот первое предложение. Когда-нибудь указывает на... Это ever указывает на present perfect. Получается «ты когда-либо был в...» Have you ever been to... Италии, Italy? Have you ever been to Italy? А вот далее, внимание, «я был там в прошлом году». Если просто я хочу сказать «я был там», я говорю там «I...» Смотрите, напишу здесь. Если полная форма «I have been there». «there», «I have been there». Или просто «I've been there». Это краткая форма «I've been there». «I've been there». Потому что время present perfect. Что такое время present perfect? Это «have» или «has» плюс третья форма глагола. В нашем случае это «been». Обычно просто сокращает. Видите, «I have» у нас с вами превращается как раз в... «I have» превращается в «I've». И еще хочу сказать. Если у вас есть какие-то неточности, ошибки, опечатки, главное не останавливаться, а идти дальше. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Главное, чтобы вы понимали, как правильно, и делали именно так. Получается, «I've been there», то есть «я был там». Но если видите, у вас идет указание, там именно с «last» и «go» это указание «пасимпл», поэтому здесь однозначно именно «пасимпл». правильный ответ, «я был там», «I was there» в прошлом году. «Last year», «I was there last year». Получается, «have you ever been to Italy?» «I was there last year». Это очень важно. Видите, то есть здесь «ever» – это время указатель present perfect, а «last» указывает на «пасимпл», поэтому да, совершенно нормально, здесь ответить именно «пасимпл» именно так, грамматически верно, только так. «Have you ever been to Italy?» «I was there last year». «Have you ever been to Spain?» «Not yet». «I've been there», как возможный ответ, если мы указываем, то получается «have you ever been to Italy?» «I was there last year». Далее. «Ты когда-нибудь был в Среда Штатах?» «Я был там два года назад». Да, похожая ситуация. «Когда-нибудь ever» – это указатель present perfect. «Ты когда-нибудь был в…» «Have you ever been to…» «В Среда Штатах?» «В the United States?» «Have you ever been to the United States?» «Я был там два года назад». Видите, если просто «я был там», «I've been there», как мы говорили. Вот здесь мы говорили «I've been there». «I've been there». Если идет указание времени, там «ago», «last» – это однозначно «pass simple». Потом здесь «pass simple». получается «I was there» два года назад. «Two years ago». «I was there two years ago». «Have you ever been to the United States?» «I was there two years ago». «Have you ever been to the United States?» «I was there two years ago». «Ты когда-нибудь был в…» «Ты когда-нибудь был в…» «Ты когда-нибудь был в…» «Have you ever been to…» «И в Латинской Америке…» «Будет Latin America…» «To Latin America…» «И вот далее…» «Я еще не был там». «Вот еще не» – это тоже указатель времени именно present perfect. То есть какая конструкция? «Я еще не» То есть «haven't» или «hasn't» плюс третья форма глагола. Получается «haven't been» «далее где» и «на конце yet». То есть это «еще» или «еще не» это именно в английском идет «в конец». То есть в конце мы это видим. То есть получается вот по форме «I haven't been» «I haven't been» «Далее…» «There yet». Мы говорили, видите, раз «there» тоже не нужно. И «yet» именно на конце. «I haven't been there yet». «I haven't been there yet». «Yet» – это указатель даже как и «ever». «Еще раз». Значит, мы с вами про это говорили. Такая вот пометочка, галочка. То есть «ever» в вопросах и «yet» в отрицаниях. Будут еще другие указатели. «Ever yet». Видите, здесь произношение «latin» «a Latin America» «a Latin America» «a Latin America» Здесь не «America», а «America». «America». Получается… «Have you ever been to Latin America?» «I haven't been there yet». Конечно, можно кратко сказать «not yet». Мы с вами разбирали «not yet» или полное. «I haven't been there yet» Или «I haven't been to Latin America yet». «Have you ever been to Latin America?» «I haven't been there yet». «Have you ever been to the United States?» «I was there two years ago». «Have you ever been to Latin America?» «I haven't been there yet». «yet» в конце, то есть «haven't» плюс третья форма глагола. «I haven't been» или «где yet». Указатели, которые мы с вами разобрали «ever» и «yet». Далее. «Ты когда-нибудь был в англоязычной стране?» Как раз то, что мы с вами вначале разбирали. «Ты когда-нибудь был в…» «Have you ever been to…» «В англоязычной стране?» Здесь идет именно с артиклем. Почему? Потому что это идет как прилагательное, а мы, помните, как раз в уровнях 1, разбирали в первых уроках как раз, что если есть существительное, и перед ним прилагательное, то артикль не исчезает, он остается. «Have you ever been to an English-speaking country?» «Have you ever been to an English-speaking country?» И вот ответ, к примеру, «пока нет» или «Еще нет», «но это в моих планах». То есть «пока нет», «not yet», «но», «but» «это в моих планах». «But it's in my plans». Видите, форма… Есть глагол «to be», потому что нет глагола. То есть «но это в моих планах». Потом форма «to be», «not yet», «but» «it's in my plans». Получается. Видите, «plans», не вглушаем. «The plans». «Have you ever been to an English-speaking country?» «Not yet», «but it's in my plans». То есть, видите, по факту, если мы хотим демонстрировать более высокий уровень, это не просто краткий ответ там «no» или «yes», но, видите, такие конструкции, как «not yet», и, во-первых, «but it's in my plans». «Not yet», «but it's in my plans». «Have you ever been to an English-speaking country?» «Not yet», «but it's in my plans». Видите, здесь можно ответить по-другому. К примеру, «ты когда-нибудь был в англоязычной стране?» Значит, «ты когда-нибудь был в…» «Have you ever been to…» «англоязычной стране…» «an English-speaking country?» «Have you ever been to an English-speaking country?» И вот, видите, более полный такой ответ. «Я еще не был там…» «Вот «еще не» – это «yet», идет в конце. То есть, «я не был там…» «I haven't been there…» «Еще yet…» «Но это в моих планах…» «But it's in my plans…» «I haven't been there yet…» «But it's in my plans…» Опять же, можно было просто сказать «I haven't been there yet…» Но на самом деле, чтобы был диалог именно с собеседником, чтобы действительно показывать интерес, полезно давать именно такой более распространенный ответ. К примеру, видите… «But it's in my plans…» А там, к примеру, человек спрашивает «What are your plans?» «Какие твои планы?» И далее уже, видите, дискуссия завязалась. Итак, получается… «Have you ever been to an English-speaking country?» «I haven't been there yet…» «But it's in my plans…» «Have you ever been to an English-speaking country?» «I haven't been there yet…» «But it's in my plans…» «Отлично!» «Но, конечно, время present perfect…» «В данное время present perfect…» «Пригождается нам часто и в утверждении…» «И нужно знать временные указатели…» «Которые указывают на данное время…» «Это just…» «Только что…» «Already…» «Уже…» «Вот это нужно знать…» «То есть еще раз…» «Если…» «Утверждение…» «То…» «Just…» «Already…» «Также еще…» «Когда много раз…» «Это…» «Many times…» «Many times…» «Или…» «Так много раз…» «So many times…» «Еще полезная фраза…» «Несколько раз…» «Это…» «Several times…» «Северал times…» «Ведь я не глушаю…» «Таймс…» 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 «Just…» «Already…» «Many times…» «Северал times…» «Таймс…» «Зе…» «Таймс…» 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 это его его вот это нужно знать если вы это знаете вы уже не ошибетесь в принципе особо не ошибетесь единственный момент такой подводный камень есть вот just у just есть еще другое значение just это только что и джать значение из просто примеру есть вот например и такое предложение пришло в голову я просто хотел сказать это конец я просто хотел сказать это я скажу i just wanted to say it i just wanted to say it i just wanted to say it или я просто хотел спросить у тебя одну вещь я просто это будет i just хотел wanted спросить у тебя to ask you одну вещь one thing i just wanted to ask you one thing то есть значение только что то и значение only значение only это здесь просто вот как обычная конструкция там видите по simple но если в значении только что и значение только что конечно present perfect примеру и я только что прибыл в англию и только что но ведь обычно когда используют present perfect используют сокращение то есть я только что прибыл это будет i have just arrived ведь не а я обычно мы тоже к этому привыкаем и в джаз райды в англию in england есть и опять же прибыть какую-то страну город то in arrive in получается а и в джаз райвд in england и в джаз райвд и райвд д джаз райвд и райвд но если какое-то небольшое место там аэропорт там конференция встречи вечеринка то arrive at то есть смотреть и райвд аэропорт а райвд и и и и поорт если на глаз на звук кто как бы и райвд аэропорт там мераев и до митин там вечеринку и тапоте есть опять же гора страна туин вот такая тонкость то есть если мы хотим сказать я только что прибыл в аэропорт, будет I've just arrived в аэропорт, именно at the airport. Если нагласный звук, то считается как the. I've just arrived at the airport. I've just arrived at the airport. I've just arrived at the airport. Present perfect. Видите, как мы с вами выстроили урок, то есть вначале разобрали то, что реально, вот нужно, когда мы спрашиваем какие-то страны, там в реальной жизни, и далее вот мы вот так вот выстроили урок, я очень рад, что это вот такой супер экспресс-курс. Present perfect. Just. Already. Many times. So many times. Several times. Yet. Never. Ever. I just wanted to say it. I just wanted to ask you one thing. I've just arrived in England. I've just arrived at the airport. Arrive at the airport. Arrive at the meeting. Arrive at the party. Он только что прибыл на вечеринку. Видите, да, есть указатель just. Это как раз указатель времени present perfect. Но, опять же, мы с вами используем, значит, умолчание сокращенной формы, краткой формы. Так принято. Опять же, поэтому, если краткая форма, это будет I've. I've. Если, к примеру, мы, это будет We've. We've. Если ты, это будет You've. You've. Если они, they've. They've. Ну и плюс, соответственно, третья форма. Обычно используется какой-то временной указатель. Получается, там, I've just. Там, I've just. Плюс третья форма. Ну, давайте без этого для просты напишем плюс Done. То есть, третья форма имеет следу, видите, то есть, примерно глагол D. Там он. Это будет His. Да, видишь, кстати, интересный момент. Можно His понять как He is или He has. Но грамматически уже будет понятно, что есть что. His. Далее. She's. It's. И также плюс третья форма. Там, плюс Done. Но, опять же, здесь, видите, лучше все-таки дать более такую жизненную формулу, не частную формулу. А именно, то есть, когда оно Just или же Already. Мы говорили, что это временной указатель и часто используется именно так. То же самое здесь Just и Already. Just и Already. Это мы с вами написали. Это очень важный момент. Выражились этими формулами. И получается, он только что прибыл на вечеринку. Значит, он только что. Раз Он, значит, His. Вы говорите, He's just. He's just. Прибыл. Arrived на вечеринку. А мы с вами говорили, видите, вот конструкция. Если просто какое-то место небольшое, то Arrive at. Arrive at the airport. Arrive at the meeting. Arrive at the party. Кстати, да, вот еще часто ошибки. Обращаю внимание. В английском очень важна долгота. Мы не придаем этому значение. То есть, это не Meeting. Это Meeting. 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 Это не Party, а Party. 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 Meeting. То есть, ставите Airport. 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 Meeting. Party. То есть, то же самое здесь. He just arrived. То есть, не at the party. А будет, ну да, at, arrive at. Не at the party, а at the party. At the party. Долгота Party. И в транскрипции, да, мы это видим наглядно. He's just arrived at the party. И хочу сказать, что когда я еще повышал свой уровень английского языка, а когда у меня уровень был еще B2, это было очень давно, вот, когда я закончил школу, я вот понял, насколько важна транскрипция. И я поставил цель как раз улучшить свое произношение и понимать именно по транскрипции каждое слово. И меня потом ученики еще просили, вот, писать им транскрипцию. Я мог писать транскрипцию сам, то есть, просили написать транскрипцию, я писал транскрипцию сам. И я понял, насколько это важно. И моя цель – придать вот эти знания именно вам, что у вас тоже было все хорошо по жизни и в английском в том числе. He's just arrived at the party. Отлично. Далее продолжаем наш золотой экспресс-курс. Да, есть и другие уровни, тоже смотрите, повторяйте, это очень как раз важно. Он уже упоминал об этом во время своего разговора. Значит, он уже, уже это указатель, это already present perfect. Значит, он уже, he's already, на помощь не используем краткую форму, he's already, упоминал, это будет mentioned, mentioned упоминать, а mentioned – это третья форма у правильных глаголов. Третья форма, видите, она совпадает. То есть, был глагол, например, mentioned, у него вторая форма mentioned, потому что, видите, правильный глагол, окончание – иди, но третья форма, она такая же у правильных глаголов. Mentioned, 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 mentioned. А, конечно, у неправильных глаголов ее нужно знать. Далее важный момент. Об этом. Грамматически принято говорить mention something, то есть, что-то. Something. То есть, по-русски мы говорим об этом, но в английском обычно говорят просто mention something, то есть, mention it. Mention it. Во время. Как будто во время, кстати. Кажется, что слово там during, как-то during, да, но это не during. Помните, мы говорили как слово, как звук т, там time, не time, а time. То же самое, это звучит как during, during, как дж, дж, дж. During, 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 то есть, это не during никакой, это не during, да. Это тоже не during, 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 своего, то есть, его, his, и разговора, это будет conversation, conversation, conversation. В принципе, можно было даже сказать talk, talk. Да, это ни в коем случае не talk, это долгое о, как walk, гулять, walk, talk. Но обычно именно conversation, conversation, по-русски тоже по-русски не используем и слово conversation. Получается, he's already mentioned it during his conversation. He's already mentioned it during his conversation. Опять же, краткая форма, already, указатель, mentioned, правильный глагол. У них, видите, вторая и третья форма совпадает. During, понимание на произношение during, his, не оглушаем, и conversation. Произношение слово conversation. Conversation. He's already mentioned it during his conversation. Just, present, perfect. I've, with, you've, they've, just, already, done. He's, she's, it's, just, already, done. He's just arrived at the party. Mention, mentioned, mentioned something. Mentioned something. Упомянуть что-то, о чем-то. Mentioned something. He's already mentioned it during his conversation. He's already mentioned it during his conversation. Далее скажем по аналогии. Она уже упоминала это во время разговора. Она уже, she's already, упоминала, mentioned, это, it, во время, during, разговора. Мы знаем, что разговор будет conversation. Как сказать? Но, видите, здесь не совсем помогает дословный перевод. Здесь нужно знать, что правильно сказать during the conversation. Это устойчивая фраза during the conversation. По conversation, это исчисляемое, можно прочитать, нужно артикль ставить. Именно фраза здесь с the, during the conversation, during the conversation. Это очень важный момент. То есть, именно так, именно так, грамматически правильно. She's already mentioned it during the conversation. Там не было у нас именно, видите, the, потому что во время своего. Если есть как раз приезжать на местомение, то артикль уже не требуется. Так, конечно, нужно с артиклем. During the conversation. Получается, she's already mentioned it during the conversation. Далее. Ну, конечно, если вы посмотрите урок А1, мы говорили, что полезно также использовать какие-то вводные фразы. Разумеется, это верно и для уровней более высоких, в частности, для А2, золотого экспресс-курса А2. К примеру, как я знаю, они уже приняли належащие меры. Вот как я знаю, эта фраза, as I know. То есть, здесь, да, им нужно использовать as. Там, как я знаю, как я понимаю, as I know, as I understand. Здесь нужно использовать именно as. As I know. Они уже приняли. Ведь уже already указывает на present perfect. Значит, они уже. Есть и полная форма. Это they have already. Принять меры. Это выражение take measures. Take measures. А надлежащие – это take proper measures. Take proper measures. Proper – надлежащие. То есть, already приняли taken – это неправильный глагол третий форма – надлежащие меры. Это будет proper measures. Proper measures. То есть, видите, что на самом деле получается? На самом деле, более высокий уровень – это эти вводные фразы. То, что мы разбирали как раз в 1 в начале. Это и более сложная грамматика. Что мы сейчас разбираем во 2. Но это и лексика. Мы даем лексику. Видите, не просто там… А видите, именно фраза take measures – принимать меры. И видите, слово proper – take proper measures. As I know, they have already taken proper measures. As I know, they have already taken proper measures. Да, видите, там скидка скажет, что она реально помогает. Proper measures. Эти measures. 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 She's already mentioned it during the conversation. Take proper measures. As I know, they have already taken proper measures. Далее. Есть еще и другие моменты, когда используется данное время. В частности, есть слово всегда. Это слово always. Always. Z на конце. Always. Z. Звук Z. Always. Если я всегда хотел что-то сделать, это верно, по настоящее время, мы также используем именно время present perfect. Я всегда хотел. Это конструкция. I've always wanted. I've always wanted. I've always wanted. Там to. Там что-то сделать. I've always wanted to. I've always wanted to. То есть, опять же, если это верно, по настоящее время, если я хотел и по настоящее время хочу, да, мы говорим именно время present perfect. Дополнение как раз, важное дополнение. И здесь, конечно, видите, получается they have, но можно как раз сказать they've. Пожалуйста, they've. 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 Будет так. They've already taken proper measures. То есть, получается, они всегда хотели, там, я всегда хотел, неважно, там, какое лицо, вот, грамотическая конструкция верна. Она всегда хотела, то есть, она всегда, то будет, she's always wanted. She's always wanted. Изучать. Изучать. Изучать какой-то пример, это study, но want to предлагал, поэтому wanted to study. Wanted to study. И психологию. Психология будет как? Психология будет как? Нужно правильно прочесть слово психология. Читаем. Транскрипция в помощь. Видите, транскрипция звук с. То есть, звук «п» не произносит, просто psychology. Psychology – это психология. Psychology. Psychology. She's always wanted to study psychology. She's always wanted to study psychology. Далее, к примеру, о себе. Я всегда хотел уделять этому больше свободного времени. Вот «я всегда хотел» – это фраза как раз. I've always wanted to. I've always wanted to. Уделять. Вот «уделять» – это глагол devote. И мы говорим, вначале «уделять что-то», там, кстати, «devote something», то есть, у «дева», «девоут», к примеру, там, большее время «девоут» «more time» этому «to eat». То есть, смотрите, «девоут» – это глагол. Он требует предлога. Это зависимый предлог «to». «Девоут to». Вы помните, как мы говорили, если посмотрите уровень 1, там было как раз «депенд он», к примеру, «зависеть от». «Депенд он». Это из этой серии. Это зависимый предлог. То же самое, «девоут to». «Девоут to» немножко посложнее. Тоже более высокий уровень. «Девоут to». Например, «девоут more time». Если больше свободное время, «девоут more free time». Обычно, видите, здесь, как здесь, просто «девоут more time» «to eat». То есть, «I have always wanted to» – «уделять». Это будет «девоут», «девоут» – «больше свободного времени». Это будет «more free time» и «отому» обязательно «to», «to eat». Вот так строится это предложение. В транскрипциях. В транскрипции же мы это видим. Пожалуйста. Думаю, так лучше видно. Получается. «I have always wanted to devote». Видите, опять же, видите, не «девоут», то есть не «девоут», а видите «ди». «Ди» и «оу» – «девоут», 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 есть «воут» – «голосовать», «воут», а «девоут» – это «уделять». «Девоут more free time», ведь «free» – «долгота», «more free time» – «to eat». Просто, видите, грамматически именно «девоут», там, видите, «что-то» и дальше «to». «I have always wanted to devote more free time to eat». «I have always wanted to». Это такая бонусная, полезная дополнительная конструкция для времени present perfect. Про это редко говорят, но это очень важно. Если это верно, по настоящее время. «She has always wanted to study psychology». «I have always wanted to devote more free time to eat». Далее. «Я всегда хотел добиться успеха в жизни». Вот «я всегда хотел». Та фраза «I have always wanted to». Далее. Как сказать «добиться успеха». Конечно, можно проще сказать, там, «to be successful», быть успешным. «to be successful», но есть и просто глагол, который означает «добиться успеха». Может, кто-то знает. Если нет, не волнуйтесь, мы это пройдем. Это глагол вот такой. Еще нужно его правильно прочесть. «to succeed в жизни». «In life». Да, «succeed» – это «добиться успеха». «Succeed in life». И видите, транскрипция как «э» – «succeed». То есть, получается, не «sue», а «succeed». «Succeed» – «succeed in life». Стоящее выражение просто именно такое «succeed in life». «I have always wanted to succeed in life». Да, друзья мои, вы, соответственно, просили та же лексику. Поэтому тот курс, который был разработан именно специально для Титанового плейлиста, если вы его поддержите, здесь совершенно новая лексика, новые фразы, новые обороты, грамматика. Можем более подробно, кому нужна больше практика, пишет слово «титановый». И здесь тоже, друзья мои, конечно, все это учтено. Мы начали с простого, чтобы разогреться. Была проста лексика, новая грамматика, но мы вводим также лексику, конечно, разумеется. А как же? А как же без этого? Ведь невозможно, понимаете, носитель языка, если у нас очень скудный словарный запас. Просто проще начать именно грамматикой вызвать, а потом уже вот как мышцы. Как мышцы. Да, кстати, помните, у нас было тестировано, насколько я помню, в уровне 1, да? И там было слово «мышцы». Мы эти мускулы, да? Мускулы мы потом уже, как раз здесь тоже, наслаиваются потом мускулы. И помните, был тест, это читается как мускулы «muscles». Пронышление – это очень-очень важно. Получается здесь «I have always wanted to succeed in life». «I have always wanted to succeed in life». Если слово «никогда», и это верно, по настоящее время я никогда там что-то не делал, то же «present perfect». Это будет «I've never». «I've never» придет. «I've never done it». «Never» уже берет на себя отрицание, потом просто видите, такая конструкция. «I've never done it». Я никогда не делал это. Или «я никогда не был там». «I've never», «я никогда». «I've never», «не был», «been», «там», «there». «I've never been there». «I've never been there». «I've never done it». «I've never been there». «Там, я никогда не слышал об этом». Как сказать? «Я никогда не слышал об этом». «I've never», «слышать это here», «нужна третья форма». «I've never heard об этом», «about it». «I've never heard about it». «I've never done it». «I've never been there». «I've never heard about it». И вот здесь, видите, по аналогии «я никогда не», это «I've never», далее «думал». Третья форма «think», «thought», «влагота», «thought», «об этом», «about it». Видите, опять же, многие не привыкли именно делать долгих звук, но в английском это очень важно. То есть не просто «thought», а «thought». «I've never thought about it». 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 «I've», да, «always wanted», «to», «конструкция». Вначале повторим. «To be successful». Это просто проще, это «сексид», это более «восокюрень». «To be successful». Ну да, в принципе, «сексид» или «to succeed». «To be successful», «to succeed». «I've always wanted to succeed in life». «I've never done it». «I've never been there». «I've never heard about it». «I've never thought about it». Также, как вы помните, в урне А1, в первом уроке, в первых уроках мы говорили о том, что необходимо строить более сложные предложения. Но есть и более высокий уровень, это какие-то более сложные фразы. К примеру, «Если честно, я никогда не рассматривал это действительно всерьез». Вот «Если честно», эта фраза «to be honest», «to be honest», «я никогда не». Это конструкция, берем ее как раз. «I've never». И вот видите, можно сказать «думал о», но «думать» — это все-таки больше уровень А1, А0. А вот «рассматривать» — это уже уровень А2. А2, B1 пограничный. «I've never». «Рассматривал», «consided». «I've never considered». Это правильный глагол «consider». «Рассматривать», третья форма. На конце идей. «I've never considered». «Это». «it». «Действительно всерьез». «Действительно». «Really». «Серьез». «Seriously». То есть, что у нас с вами получилось на выходе? «To be honest», «I've never considered it really seriously». Да, видите, моя цель вам вообще дать понять, чем отличаются эти уровни. То есть, видите, во-первых, здесь более сложные вводные фразы. «To be honest». Да, возьмите ее на выражение. Далее, более сложная грамматика. Уже другое время. Видите, present perfect. И более такие простые слова мы заменяем более сложные. Видите, «think» заменили на «concider». «I've never considered it». И видите, какие-то еще, может быть, наречия. Добавляем там «really seriously». «Really seriously». «To be honest». «To be honest». «I've never considered it really seriously». И видите, это раскрытие «honest» – «is't honest». «To be honest». «I've never considered». Это не «concided», а «k» – «concided». «Considered it really seriously». «To be honest». «I've never considered it really seriously». Далее попробуем сказать. «Если честно, я никогда не был в англоязычной стране, но я собираюсь это сделать однажды». Друзья мои, и, конечно, моя цель, чтобы вы шли к вашей цели, к вашей мечте. Так, если честно, это оборот. «To be honest», «я никогда не был», «I've never been в», там будет какой-то стране, это «been to», «англоязычной стране», «to an English-speaking country». «To be honest», «I've never been to an English-speaking country». А видите, у нас с вами это было изначально, но мы это усложняем, закручиваем. «Но я собираюсь», «я собираюсь», «but I'm going», «going to» – это «собираться что-то сделать», «I'm going to» – это «сделать», «то сделать это», «do it», «but I'm going to do it», «однажды» – это «one day». «one day» – это фраза «однажды», «I'm going to» – «я собираюсь сделать что-то», «I'm going to do it one day». Получается, «to be honest», «I've never been to an English-speaking country», «but I'm going to do it one day». Видите, здесь мы уже строим более сложные предложения. Вначале, да, мы прошли, «present perfect», «отлично», но мы усложнили, вводную фразу сделали, и здесь, видите, еще с помощью «but» – «сложное предложение» и «собираться что-то сделать». «But I'm going to do it one day», фраза «one day» – «однажды». «To be honest», «I've never been to an English-speaking country», «but I'm going to do it one day». Далее, попробуем сказать «я был там много раз». Вот «много раз», если это верно по настоящее время, то есть «many times», также именно «present perfect». «Я был там», «I've been there» – «много раз». «Many times». «I've been there many times». «I've been there many times». Но, опять же, полезно использовать вводные фразы. В частности, это вводные фразы мы разбирали как раз в первом уроке А1. Можем ее тоже здесь применить. «Ты знаешь?» «Я слышал это тысячу раз». «Ты знаешь?» «You know?» «Я слышал это». «Видите?» «Тысячу раз», когда «много раз», это указатель in the perfect, present perfect. «Я слышал это». «I've heard it» тысячу раз. «Тысячу раз». «Как это сказать?» Вот тоже здесь часто делают ошибку. «Тысяча» – это не совсем thousand. Правильно смотришь сказать «a thousand times». Именно так. То есть, тысяча – это не thousand, это «a thousand» или «one thousand». Есть фраза именно «a thousand times» или «one thousand times» – тоже допустимо. Или «a thousand times». Получается использовать «a thousand times», как в случае выражения. Без «вот просто так thousand» – это сказать неверно. Романтически неверно. «You know?» «I've heard it a thousand times». Это означает, что «it means that I've heard it so many times». Так что было сказано? «It means that I've heard it so many times». «It means that» означает, что «I've heard it so many times». «It means that I've heard it so many times». «It means that I've heard it so many times». Действительно «a thousand times». То есть, уже много-много раз слышал. Далее. «Ты знаешь, я слышал это так много раз». Как раз то, что мы сами написали. «Ты знаешь, you know?» «Я слышал это». «I've heard it так много раз». «So many times». «You know?» «I've heard it so many times». «You know?» «I've heard it so many times». Но видите, вводные конструкции, они полезны. Они немножко разбавляют. Где-то какая-то речь более естественная. «Ты знаешь, я был там так много раз». «Ты знаешь, you know, я был там», «I've been there» так много раз. «You know?» «I've been there so many times». «You know?» Но, конечно, you know – это простая конструкция, и, возможно, она больше подходит для А1. Но когда вместе, в любом случае, с более продвинутой грамматикой, лексика – это сильно. Поэтому давайте в заключение конструкция немножко посложнее. И вот попробуем сказать. Как я знаю, он выпустил этот альбом около года назад. Давайте нейтролексику вспомним, что здесь именно как будет as. Получается, как я знаю, as I know, да, вот в такой вводной фразе, именно as. As I know – он выпустил. Выпускать – это release. То есть он выпустил. Да, кстати, какое время? Это интересный момент. Мы говорили, здесь есть указание время, там, ago или last – это past simple. Где назад – это ago, значит, past simple. Он выпустил. Получается, he released, he released этот альбом, this album, около года назад. Как будет год назад? С артиклем, разумеется. Это будет a year ago. А около – это about. About – это – о, об и также около. About a year ago. Что получается, смотрите, as I know, как я знаю. Отличная вводная фраза, as I know, the – as I know. He released. Видите, здесь долгота – release, released, to, to, he released. Далее, это альбом, this – как будет альбом. Внимание. Не альбум, не элбум, а на конце элбом. То есть, не бум-бум, да, не бум-бум, а будем как раз бум-бум, да. То есть, альбом, 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 альбом. Тебе в такой конечный альбом. Это часто ошибка, вот когда вот именно произносится как дословно у, но нет, альбом. Альбом. Далее, about – a year ago. About – a year ago. То есть, здесь получается вводная фраза, as I know. Далее, мы выбираем правильное время за счет ago. И, разумеется, лексика. He released, он выпустил. This album. Год назад. Да, часто ошибка называют артикль, и это будет a year ago. Там, если один год назад – это one year ago, а если просто год назад – a year ago, а около – это about. И получается такая фраза на выходе, да. Смотрите, это уже, да, конечно, уже здорово, что мы стараемся уже идти к совершенству. So, as I know, he released this album about a year ago. Друзья мои, я хочу сказать, что вначале мне было сложно, было трудно заниматься, было трудно учиться, было тяжело. Но я предпринимал усилия, потому что я хотел, чтобы у меня был билет в жизни, чтобы я мог пустить работу, пустить образование, создать семью. Я старался, занимался, и это реально дает результат. И я очень хочу, чтобы у вас был также билет в более хорошую, в более светлую жизни. И моя цель, моя задача и моя миссия – максимально помочь вам в этом. И, конечно, друзья мои, вы предпринимаете титанические усилия. Преподавать для всегда легче. И вы большие молодцы. И огромнейшая трудолюбция. Хочется, что у вас был билет в более светлую, действительно в лучшую жизнь, друзья мои. See you soon. Bye-bye. Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык за 50 уроков». Если хотите больше практики, начать подробный разбор, то под первым видео пишите слово «титановый» и «титановый» плейлист. Мы же с вами продолжаем наш золотой плейлист в рамках экспресс-курса и переходим к практике. Да, смотрите, даже предыдущие уровни, чтобы все закрепить. И идем дальше. Все разбирали. В смысле, первый урок. Сейчас уже идет проверка знаний. Итак, вопрос. Ты когда-либо был в Америке? Ты когда-либо был... Have you ever been... Have you ever been... ...в Америке? To America. Have you ever been to America? Have you ever been to America? Я всегда хотел добиться успеха в жизни. Значит, добиться успеха используем здесь как раз глагол, который означает добиться успеха. Succeed. Я всегда хотел... Да, видите, имеется в виду, что это верно по настоящее время, потом используем present perfect. Я всегда хотел добиться успеха, to succeed в жизни, in life. I've always wanted to succeed in life. I've always wanted to succeed in life. Have you ever been to America? I've always wanted to succeed in life. Ты знаешь? Я был там так много раз. Ты знаешь? You know? Я был там... Да, по умолчанию используем первую краткую форму. Я был там. I've been there... ...так много раз. So many times. You know? I've been there so many times. You know? I've been there so many times. Я был там несколько раз. Я был там... I've been there... ...несколько раз. Several times. I've been there several times. I've been there several times. You know? I've been there so many times. I've been there several times. Если честно, я никогда не был в англоязычной стране, но я собираюсь это сделать однажды. Если честно, to be honest, я никогда не был... I've never been... ...в англоязычной стране. В... ...то... ...англоязычной стране... ...to an English-speaking country. Но я собираюсь... ...but... ...I'm going to... ...это сделать... ...I'm going to date... ...однажды... ...one day. To be honest... ...I've never been... ...to an English-speaking country... ...but I'm going to do it one day. To be honest... ...I've never been... ...to an English-speaking country... ...but I'm going to do it one day. Вопрос. Ты был в Америке в прошлом году? Ты был... ...were you... ...в Америке... ...in America... ...в прошлом году? Last year. Were you in America last year? Were you in America last year? ...когда... ...ты был там? Да, вот еще такая тонкость. Если когда... ...это слово when... ...это указатель... ...именно времени past simple. То есть... ...пresent perfect... ...с when... ...нельзя. Потому что when... ...это есть как раз указание времени. Когда ты был там? ...когда... ...when... ...ты был... ...were you... ...там... ...there? ...when... ...were you there? ...when... ...were you there? ...were you in America last year? ...were you there? ...вопрос. Ты был за границей? Ты был... ...have you been... ...за границей... ...abroad? ...have you been abroad? ...have you been abroad? Я был там... ...много раз. Я был там... ...I've been there... ...много раз... ...many times. ...выыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы country have you ever been to an english-speaking country я еще не был там но это в моих планах я еще не был там то есть я не был там i haven't been there you sure yet i haven't been there yet но but это в моих планах это it's в моих планах in my plans but it's in my plans i haven't been there yet but it's in my plans have you ever been to an english-speaking country i haven't been there yet but it's in my plans have you ever been to an english-speaking country i haven't been there yet but it's in my plans вопрос ты был в китае два года назад ты был 2 years ago were you in china 2 years ago were you in china 2 years ago я не нашел еще ничего подходящего я не нашел i haven't found the ничего подходящего anything suitable еще и ят i haven't found anything suitable ят я всегда хотел хотел уделять этому больше свободного времени я всегда хотел i've always wanted уделять to devote этому больше свободного времени то есть дословно больше свободного времени этому больше свободного времени more free time more free time этому to eat i've always wanted to devote more free time to eat я уже отправил ему это сообщение я уже отправил i've already sent ему him это сообщение this message i've already sent him this message i've already sent him this message i've always wanted to devote more free time to eat i've already sent him this message вопрос ты когда-нибудь был в италии ты когда-нибудь был have you ever been в италии to italy have you ever been to italy я был там в прошлом году я был там i was there в прошлом году last year i was there last year have you ever been to italy i was there last year have you ever been to italy i was there last year я только что прибыл в англию я только что прибыл i've just arrived в англию in england i've just arrived in england i've just arrived in england i've just arrived in england have you ever been to italy have you ever been to italy i was there last year i've just arrived in england вопрос ты когда-нибудь был в этой стране ты когда-нибудь был have you ever been в этой стране to this country have you ever been to this country have you ever been to this country как я знаю он выпустил этот альбом около года назад как я знаю as i know он выпустил he released этот альбом this album около года назад около about года назад a year ago as i know he released this album about a year ago as i know he released this album about a year ago have you ever been to this country as i know he released this album about a year ago я никогда не думал об этом я никогда не думал i've never thought об этом about it i've never thought about it i've never thought about it когда ты был там в последний раз когда when ты был were you там there в последний раз last time when were you there last time when were you there last time i've never thought about it when were you there last time вопрос ты был в китае ты был have you been в китае to china have you been to china have you been to china вопрос ты когда-нибудь был за границей ты когда-нибудь был have you ever been за границей abroad have you ever been abroad have you ever been abroad have you been to china have you ever been abroad она всегда хотела изучать психологию она всегда хотела she's always wanted изучать to study психологию psychology she's always wanted to study psychology she's always wanted to study psychology вопрос ты когда-нибудь был в латинской америке ты когда-нибудь был have you ever been в латинской америки to latin america have you ever been to latin america я еще не был там то есть я не был там i haven't been there еще yet i haven't been there yet have you ever been to latin america i haven't been there yet have you ever been to latin america i haven't been there yet she's always wanted to study psychology have you ever been to latin america i haven't been there yet он никогда не был за границей он никогда не был he's never been за границей abroad he's never been abroad he's never been abroad ты знаешь я всегда хотел добиться успеха в жизни ты знаешь you know я всегда хотел i've always wanted добиться успеха to succeed to succeed еще не достиг этой цели то есть я не достиг этой цели я не достиг i haven't achieved этой цели this aim еще yet i haven't achieved this aim yet i haven't achieved this aim yet вопрос ты когда-нибудь был в этом городе ты когда-нибудь был have have you ever been это я слышал i've heard это it так много раз so many times you know i've heard it so many times you know i've heard it so many times как я знаю они уже приняли надлежащие меры как я знаю as i know они уже приняли they've already taken надлежащие меры надлежащие proper меры measures as i know they've already taken proper measures as i know they've already taken proper measures you know i've heard it so many times as i know they've already taken proper measures вопрос ты когда-нибудь был в англоязычной стране ты когда-нибудь был have you ever been в англоязычной стране в to англоязычной стране to an english speaking country have you ever been to an english speaking country пока нет еще нет но это в моих планах пока нет not yet но это но but это в моих планах это it's в моих планах in my plans not yet but it's in my plans have you ever been to an english speaking country not yet but it's in my plans have you ever been to an english speaking country not yet but it's in my plans он приглашал меня к себе много раз он приглашал he's invited меня me к себе то есть к нему to him he's invited me to him много раз many times he's invited me to him many times he's invited me to him many times have you ever been to an english speaking country not yet but it's in my plans he's invited me to him many times вопрос ты когда-нибудь был в Соединенных Штатах ты когда-нибудь был have you ever been в Соединенных Штатах в т Соединенных Штатах the United States have you ever been to the United States я был там два года назад я был там I was there два года назад two years ago I was there two years ago have you ever been to the United States I was there two years ago have you ever been to the United States I was there two years ago она уже упоминала это во время разговора она уже упоминала она уже she is already упоминала mentioned это it во время during разговора the conversation during the conversation she has already mentioned it during the conversation she has already mentioned it during the conversation she has already mentioned it during the conversation have you ever been to the United States I was there two years ago she has already mentioned it during the conversation. Вопрос. Ты был в Индии? Ты был. Have you been в Индии? To India. Have you been to India? Have you been to India? Я только что прибыл в аэропорт. Я только что прибыл. I've just arrived в аэропорт. I've just arrived at the airport. Have you been to India? I've just arrived at the airport. Если честно, я никогда не рассматривал это действительно всерьез. Если честно, to be honest, я никогда не рассматривал. Я никогда не. I've never рассматривал. I've never considered это. I've never considered it действительно всерьез. Really, seriously. To be honest, I've never considered it really seriously. To be honest, I've never considered it really seriously. Ты знаешь, я слышал это тысячу раз. Ты знаешь, you know? Я слышал это. Я слышал. I've heard it тысячу раз. Тысячу раз. A thousand times. A thousand times. You know? I've heard it a thousand times. You know? I've heard it a thousand times. To be honest, I've never considered it really seriously. You know? I've heard it a thousand times. Вопрос. Ты когда-нибудь был в Англии? Ты когда-нибудь был? Have you ever been England? Have you ever been to England? Have you ever been to England? Он только что прибыл на вечеринку. Он только что. He's just прибыл, arrived на вечеринку. At the party. He's just arrived at the party. He's just arrived at the party. Have you ever been to England? He's just arrived at the party. Я еще не сделал это. То есть, я не сделал это. I haven't done it. Еще yet. I haven't done it yet. I haven't done it yet. Он уже упоминал об этом во время своего разговора. Он уже, he's already, упоминал, mentioned, об этом, но по умолчанию используемые конструкции mention something. То есть, сразу говорим, что mentioned it во время, during, своего, то есть, его, during his, разговора, conversation. During his conversation. He's already mentioned it during his conversation. He's already mentioned it during his conversation. I haven't done it yet. He's already mentioned it during his conversation. Как я знаю, они выпустили этот альбом и этот альбом, this album, около месяца назад. Около, about, месяца назад. About, a month ago. As I know, they released this album about a month ago. As I know, they released this album about a month ago. So, вопрос. Ты когда-нибудь был в Испании? Ты когда-нибудь был? Have you ever been в Испании to Spain? Have you ever been to Spain? Еще нет. Или пока нет? Not yet. Not yet. Have you ever been to Spain? Not yet. Have you ever been to Spain? Not yet. Have you ever been to Spain? Not yet. As I know, they released this album about a month ago. Have you ever been to Spain? Not yet. Вопрос. Ты когда-нибудь был в Суидно-Штатах? Ты когда-нибудь был? Have you ever been в Суидно-Штатах? В ТО? Суидно-Штатах. To the United States. Have you ever been to the United States? Have you ever been to the United States? Have you ever been to the United States? Друзья мои, отлично. Вот такая интенсивнейшая практика в рамках нашего курса английский язык за 50 уроков. И действительно, это уже средний уровень. То есть, видите, блок А0, А1 с нуля для начинающих, А2, Б1 и средний уровень, Б21 уже для продвинутых, друзья мои. Конечно, вот мне кажется, сложно вот этот барьер преодолеть. Именно перейти вот вообще на уровень А0. И даже сложно вот перейти с уровня вот Elementary and Intermediate. Это тоже сложный барьер. И наша цель это сделать, друзья мои, для вас данный подарок. Опять же, не все сразу получается. А на самом деле, вы знаете, вот хорошие дела обычно делаются с каким-то усилием. Есть какой-то труд. Но вот как приятно, когда труд приносит плоды. И я желаю вам, чтобы действительно ваш труд тоже принес плоды. Это очень и очень важно, друзья мои. Видит результат. Отлично. Действительно, поэтому у нас как раз, видите, здесь и теория, и практика. Чтобы вы тренировались и видели свой результат. Это очень важно. Слушайте фоном. Опять же, у нас плейлист общий есть в плейлисте, где все уроки. И также по каждому уровню в отдельность в добавлении к нашим плейлистам. Постоянно для вас, друзья мои. Конечно же, вы большие молодцы и огромнейшие продолюции. Пока-пока. See you soon, my friends. Bye-bye. Друзья, привет. Hi. Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков. И в рамках уровня А2 мы переходим к следующему времени. А именно время past continuous. Итак, past – прошедшее, continuous – продолженное. То есть, прошедшее, продолженное время. Как оно образуется? Was или were плюс глагол, то есть, плюс verb, плюс ing. То есть, форма глагола to be и глагол с инкформой. И вот смотрите. Обычно используются в следующей ситуации. Там when, когда, какое-то краткое действие и далее длительное. Давайте посмотрим на конкретном примере. Когда она позвонила мне, я отдыхал. Видите, она позвонила. Это как раз вот краткое действие. Видите, краткое действие. Я отдыхал. А отдыхал – это длительное. Длительное действие. То есть, получается, одно действие краткое, другое – длительное. И обычно вот это действие прерывает как раз длительное действие. То есть, в принципе, также это можно еще, в принципе, представить по-другому. Да, грамматически выглядит именно следующая образность. When – и в одной части краткое действие, а в другой части – длительное действие. Но если представить это более схематически, то что получается? То есть, какое-то есть длительное действие. То есть, я отдыхал, отдыхал, отдыхал. И вот в какой-то момент в прошлом она позвонила. То есть, сейчас это now, а это мы говорим о прошедшем. То есть, получается именно так. То есть, есть длительное действие, и обычно какое-то краткое. Часто именно в этом контексте употребляется. То есть, когда она, when she позвонила мне, это обычное краткое действие, значит, past simple. Past simple – это краткое действие. When she called me – я отдыхал. И здесь мы употребляем выражение, которое мы по умолчанию использовали в один. Отдыхать – это have a rest. То есть, я отдыхал, значит, я будет I, и отдыхать – have a rest в past continuous. То есть, have – вращается I was having – отдыхать. Видите, have a rest. I was having a rest. Опять же, уровень А2 на основе А1. А1 на основе А0, потом рекомендация. Смотреть последнее и ничего не пропускать. When she called me – I was having a rest. Скажем по-другому. Когда он позвонил мне, я находился дома. Когда он, when he, позвонил мне. Опять же, есть вот краткое действие, прорывая длительное. When he позвонил мне краткое, called me, я находился дома. Вот, находиться дома – stay at home. Я находился. I was staying дома at home. Это длительное действие. То есть, я находился, находился, находился. Вот, находился. И прорывается действие. Как раз это действие прорывается. Получается, when he called me, I was staying at home. Да, можно сказать, я был дома. Это будет, I was at home. Но это уже другой контекст. Мы говорили, есть глаголы, которые не употребляются в continuous. Потому что форму to be мы в общем как раз, значит, значение, в общем контексте не употребляем. Поэтому, да, если просто я был дома, I was at home. Потому что не употребляем как раз в инк форме. Поэтому здесь просто будет под символ. I was at home. Но опять же, это я был дома. А если мы хотим сказать именно находился, а находиться stay at home, stay употребляется. Потом здесь совершенно смело мы говорим I was staying at home. When he called me, I was staying at home. Past continuous. Was or were plus verb plus ang. When. Видите, то есть какое-то обычное краткое действие, потом длительное. Даже может быть наоборот. То есть вначале поменять местами можно эти части. То есть есть длительное действие, его прерывает краткое действие, как здесь. When she called me, I was having a rest. When he called me, I was staying at home. Скажем немножко по-другому усложним. Когда я получил звонок от него, я гулял где-то в парке. Да, мы немножко размялись, теперь усложняем. Да, видите, когда я получил звонок от него. Видите, гулял длительное, получил краткое. Потом, когда я получил. When I got звонок Звонок A call От него From him When I got a call from him Я гулял I was walking Где-то Somewhere В парке In the park Да, можно сказать там When he called me Когда он мне позвонил Но мы усложняем И выражение Получит звонок Может быть Не так естественно звучит, но часто употребляется When I got a call from him В английском это звучит очень естественно It sounds very natural Это звучит очень естественно It sounds very natural When I got a call from him I was walking Somewhere in the park То есть я вот гулял 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 И То есть вот гулял 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 И в какой-то момент Он Мне позвонил То есть я получил звонок от него Это прерывает действие Потом здесь именно Past Simple Опять же, видите Мы говорили, подробно разбирали И во ноль И во один Что есть И у нас с вами есть существительное Видите И в числям Здесь на числе Тут ставится артикль Поэтому, конечно, выражение Get a call И на get a call То есть Экаж нужно обязательно поставить When I got a call from him I was walking somewhere in the park Да, и подробно неправильный глагол Мы отработали И во ноль И во один Смотрите, повторяйте Далее Когда я их увидел Они играли на стадионе Опять же, видите Увидел краткое действие Они играли длительно То есть они играли, играли, играли И в какой-то момент Я их увидел Поэтому, когда When Я их увидел Ну, дословно Я увидел их When I saw А дальше же, что относится When I saw them Они играли Здесь Past continuous They were И когда играют Даляем инк форму They were playing И вспоминаем выражение На стадионе Из уровня как раз A1 At the stadium At the stadium When I saw them Когда я пришел домой Она что-то готовила Видите, опять Есть длительное действие Это готовилась Это готовилась Она вот готовила 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 И в какой-то момент Я пришел домой Это краткое действие Раз краткое действие Используем по simple То есть, когда When Я пришел When I came Домой Она что-то готовила То есть, она готовила Но, опять же, мы говорили Можно и по-другому сказать В обратном порядке К примеру Она готовила Что-то очень вкусное Когда я пришел домой Видите, она готовила Это длительное действие Потому что She was cooking Что-то Something Очень вкусное Something very tasty Помощенную используем tasty Когда When Я пришел домой А здесь краткое действие Поэтому, видите When I came home She was cooking Something very tasty When I came home She was cooking Something very tasty When I came home When I came home She was cooking Something She was cooking Something very tasty When I came home Но есть, конечно, и другие ситуации Смотрите Когда она позвонила мне Я думал о ней То есть, что происходит Она позвонила мне Когда она позвонила мне То есть, получается Я думал о ней То есть, опять же Где длительное Где краткое действие Смотрите Значит, она Получается Позвонила Это краткое действие В какой-то момент А я думал То есть, было длительное Да И здесь Да, то же самое Здесь пока то же самое Следующее положение Уже другое Когда она позвонила мне Когда она When she Позвонила мне When she called me Я думал Я думал А здесь уже Как раз Позвонила Длительность I was thinking I was thinking О ней About her I was thinking about her When she called me I was thinking about her When she called me I was thinking about her Но, на самом деле Не всегда так бывает Бывает и другая ситуация То есть Что здесь имеется в виду Когда Два длительных действия Одновременно То есть Есть какое-то Одно длительное действие И параллельно с ним Идет Другое длительное действие А где длительность Там continuous Поэтому, к примеру Смотрите Когда я работал Они отдыхали То есть, видите Я работал Опять же Это в сложных предложениях Когда или в то время Как или пока То есть, здесь указатели Или when Идет When Когда или в то время Как Это while While вообще переводит Как в то время Как и пока Опять же В такого рода Предложениях То есть, когда я работал Это длительное действие Вот я работал Они отдыхали И параллельно с этим Они отдыхали То есть, такое тоже возможно То есть, когда When Я работал When I was working Они отдыхали Опять же, также по-моему, используем Have a rest Они отдыхали They were having They were having A rest When I was working They were having a rest When I was working They were having a rest Видите, то есть, это уже вторая ситуация Первая Видите, одно действие Длительное И краткое When she called me I was thinking about her Вторая ситуация Два длительных действия Одновременно Или when Когда Или while В то время Как Пока When I was working They were having a rest Когда я пытался заснуть Я услышал очень странный шум Видите, пытался Длительное действие А услышал Это краткое Потом, когда When Я пытался Это длительное действие When I was trying Заснуть Это выражение Fall asleep Но помню, что Есть конструкция Try to То есть, try to Форма try to И далее Заснуть Это Fall asleep Fall asleep Fall asleep То есть, fall падать Asleep спящий Дословно, упасть спящим Да Заснуть To fall asleep Я услышал I heard Так раз, когда есть I heard Очень странный шум Очень странный A very strange Шум Noise Да Это выражение A very strange noise Из A1 То есть, мы также Используем материал Из A1 Но усложняем Также грамматически Да, я про это выражение Говорили, что здесь Нужно именно поставить Артикль A very strange noise Так принято Или a strange noise Или a very strange noise Здесь он никуда Не исчезает When I was trying To fall asleep I heard A very strange noise Немножко усложним По-другому скажем Когда я пытался заснуть Мальчики играли очень громко Опять же Когда When Я пытался заснуть Видите, здесь уже другая ситуация Потому что я пытался Длительное И мальчики играли Это, видите, действие Одновременно Поэтому здесь и здесь Pass continuous Когда я пытался When I was trying Заснуть To fall asleep When I was trying To fall asleep Мальчики Опять же В один мы подробно Это разбирали Что здесь нужно Ставить и на правильный артикль В начале предложения В этой части Поэтому, видите Ставится именно The То есть получается The boys The boys Мальчики Играли Длительное действие The boys Означает They Поэтому The boys Were playing Очень громко Very loudly Very loudly When I was trying To fall asleep The boys Were playing Very loudly When I was trying To fall asleep The boys Were playing Very loudly When I was trying To fall asleep I heard A very strange Noise When I was trying To fall asleep The boys Were playing Very loudly Когда я пытался Заснуть Мужчины говорили О чем-то Очень громко Видите Пытался Длительность И говорили Тоже Длительность Потом Паус Когда я пытался When I was trying Заснуть To fall asleep When I was trying To fall asleep Мужчины Говорили Видите Мужчины Не вообще Мужчины Во всем мире А именно Конкретные These Или Those В начале Предложения В этой части Поэтому The Мужчины The men Говорили О чем-то Значит Говорить О чем-то Это Talk Они They Поэтому Were Talking О чем-то About Something Очень громко Very Loudly Very Loudly When I was trying To fall asleep The men Were Talking About Something Very Loudly Пока Мы ждали Мы нервничали Все больше И больше Пока Пока Там Что-то Или В то Время Как Это Слово While Указывает На Длительность То есть На Именно Continuous Past Continuous То есть Мы ждали И мы Нервничали Это Длительность Мы Ждали We Were Waiting While We Were Waiting Мы Нервничали Как Будет Нервничать Это Выражение Get Nervous Дословно Становиться Нервным В Один Мы Говорили Что Get Часто Именно В значении Become То есть Get Nervous То есть Мы Нервничали We Were Getting То есть Мы Становились Но Видите Get Nervous Это Нервничать А Нервничать Все Больше We Were Getting More And More Nervous То есть Да Вот такая фраза Смотрите Нервничать Это Get Nervous А Нервничать Все Больше Это Get More And More Nervous Как раз Такие Конструкции Тоже Были В Один Просто Видите Здесь Мы Еще Добавляем Как раз Грамматику Получается While We Were Waiting We Were Getting More And More Nervous Отличная Видите Фраза И Действительно Уже Уровень Выше While We Were Waiting We Were Getting More And More Nervous Да Возможно Так же Becoming Но Часто Именно В этом Контексте Мы Говорили Как раз В уровне Один Про Это Что More And More Часто Именно Get Поэтому Также Помощение Используем В этом Контексте Именно Get While We Were Waiting We Were Getting More And More Nervous Скажем По-другому Мы Нервничали Все Больше И Больше В То В В В В В В В Past Continuous И Видите Здесь Мы Нервничали И Мы Ждали Эта Длительность И Здесь И Здесь Поэтому Мы Нервничали We Were Getting То Словно Мы Становились Все Более Нервозными То Более Более Нервозными We Were Getting More And More Nervous We Were Getting More And More Nervous В То В 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 Принципе Также Можно Пойти While Пока Мы Ждали While We Were Waiting Результатов Экзамена Помни Что Ждать Чего То Кого To Wait For И Выражение Результатов Экзамена Здесь Тоже Это Устойчивое Выражение Это Получается The Exam Results Видите Такая Устойчивая Фраза The Exam Results Это Результаты Экзамена Результат экзаменности Именно так, начали the exam, потом results The exam results Это устойчивая фраза То же самое, знаете, как уровень английского Там English level А на самом деле, видите, начали English, потом level English level Здесь то же самое The exam results We were getting more and more nervous While we were waiting for the exam results We were getting more and more nervous While we were waiting for the exam results Пока мы ждали этого объявления Мы нервничали все больше и больше Видите, во-первых, пока Указывает на past continuous И также в A1 мы говорили, что Когда строительная степень Как раз там все больше и больше, к примеру Там лучше и лучше Тоже указатель именно continuous Потом здесь, да, так же, как и до этого Здесь длительные действия Значит, в первой части во второй То есть пока это while While мы ждали While we were waiting Этого объявления Этого for this И объявление будет Смотрите И посмотрим так же, как это правильно Пронести Announcement Announcement Дай именно объявление То, что мы слышим Это именно слово announcement Announcement Есть объявление в газете Но это другое слово Слово advertisement Advertisement Это объявление Advertisement Там рекламное объявление Advertisement Там В газете, там, в интернете То, что мы видим А то, что мы слышим А здесь имеется в виду то, что как раз мы слышим Какое-то Как раз объявление Когда мы что-то сообщат Анонсируют То это именно announcement Announcement While we were waiting for this announcement Announcement Потому что announce Это ведь объявлять Announcement Это объявление Нам что-то сообщает Устно Мы нервничали Все больше и больше Мы нервничали То есть, засловно Мы становились Все более нервными То есть, более-более More And more Nervous While We were waiting For this announcement We were getting More And more Nervous While We were waiting For this announcement We were getting More And more Nervous Далее Также Когда Идет конкретизация То есть, уточнение То есть, не просто вчера А там вчера В какое-то время То также Когда такая вот точка В прошлом Такая более детальная Вот именно Точка То есть, не просто вчера А уточнение есть То есть, после Past Continuous Смотрите Я смотрел это видео Вчера В это время Если просто было бы вчера Там, я посмотрел Мы бы сказали Я посмотрел это видео Мы сказали I watched this video А если есть уточнение времени То да Это Past Continuous То есть, я смотрел Видите, здесь подчеркивается Что не просто Я там посмотрел А именно я смотрел I was watching Это видео This video Вчера Yesterday В это время В это время Это фраза At this time Yesterday At this time Да, обычно используют Именно at Иногда сокращает This time Но часто Именно at this time Тоже в значении Так используем I was watching this video Yesterday At this time То есть, из-за того Что есть такое уточнение Здесь именно Past Continuous I was watching this video Yesterday At this time Или, к примеру Я читал Очень захватывающий рассказ Вчера В три часа дня Опять же, не просто Вчера Не просто Я прощел вчера А, видите Вчера в три часа дня Есть уточнение Значит, past Continuous То есть, я читал Будет I was reading Очень захватывающий рассказ Итак, вспоминаю слово Захватывающий Вспоминаем Из A1 Feeling То есть, очень захватывающий A very Feeling Рассказ Story Вчера Yesterday В три часа дня В три часа At three o'clock В дня In the afternoon In the afternoon I was reading A very thrilling story Yesterday At three o'clock In the afternoon I was reading A very thrilling story Yesterday At three o'clock In the afternoon I was watching This video yesterday At this time I was reading A very thrilling story Yesterday At three o'clock In the afternoon Также Смотрите Указатели Когда Целый день И говорим О прошедшем То есть, целый день Весь день Я работал Вчера Весь день Не просто вчера А вот Весь день Указывает На длительность То есть, я работал I was working Вчера Весь день И обычно Использую Следующую фразу All day Yesterday То есть, вначале All day Потом Yesterday Часто именно так Поэтому по умолчанию Используем Эту фразу All day Yesterday I was working All day Yesterday I was working All day Yesterday В принципе, также Можно встретить Yesterday All day Но чаще All day Yesterday Поэтому тоже Мы вообще не так Именно и говорим I was working All day Yesterday И опять же Ставится в конце Я вчера Весь день Занимался Английским Видите Весь день Это указатель Именно Past continuous Мы говорим о прошедшем Past continuous Не просто вчера А вчера Весь день Это в конце То есть, я занимался I was learning Английским English I was learning English Весь день Вчера All day Yesterday I was learning English All day Yesterday I was learning English All day Yesterday Это однозначно указывает На past continuous I was learning English All day Yesterday Я вчера Весь день Сидел дома Опять же Вчера Весь день В конце Сидел дома Мы с вами говорили Да, что сидеть Это sit Но сидеть дома Это как раз другой глагол Это stay В значении находиться Stay at home То есть, я сидел дома I was staying Дома At home I was staying at home Получается, вчера Весь день Засловно используем All day Yesterday All day Yesterday I was staying at home All day Yesterday I was staying at home All day Yesterday I was working All day Yesterday I was learning English All day Yesterday I was staying at home All day Yesterday Конечно, pass continuous Мы можем использовать И в вопросах И в отрицании И если мы хотим Почнуть им на длительность То мы можем использовать Конечно, pass continuous К примеру Что ты там делал То есть, что Начали вопросительное слово What Далее Ты там делал Начали вспомогательный глагол Включается Were Далее Подлежащее You И глагол с инкформой What Were You Doing Там There What Were You Doing There Если спросить What Did You Do There What Did You Do There Это Что Ты Там Сделал Больше Как Сделал Как Факт А если Мы хотим Именно Делал Как Длительность Да, совершенно Спокойно Мы можем Сказать Как раз Как Здесь Pass Continuous What Were You Doing There What Were You Doing There Там Что Ты Там Делал Что What Ты Там Делал Ты Were You Там Делал То есть Делал Там Doing There What Were You Doing There Я Ждал Своего Друга Ответ Я ждал Опять же Не просто Я подождал А я ждал Здесь Также Длительность Поэтому I Was Waiting Своего То есть Моего For My Друга Friend I Was Waiting For My Friend И вообще Мы говорили Что часто Wait Мы используем Именно в Continuous Вначале Так и делаем Это действительно Wait Говорит о Длительности What Were You Doing There I Was Waiting For My Friend What Were You Doing There I Was Waiting For My Friend What Were You Doing There What Were You Doing There I Was Waiting For My Friend Также Past Continuous используется Когда Какая-то Описательная Ситуация В Прошлом Например Солнце Светило Очень Ярко И Пели Птицы То есть Не солнце Посветило И птицы Спели Нет А именно Длительность Солнце Светило Очень Ярко И Пели Птицы Солнце Видите Вначале Предложение Потом There И тем более Солнце Единственное В своем роде Поэтому Говорят The Sun То есть The Sun Светило Светить Shine The Sun Was Shining Очень Ярко Very Brightly И пели Птицы И And Пели Птицы Но видите По-английски Вначале Подлежащие То есть Птицы А потом Уже Действия И Птицы Опять же Не вообще В мире А для Конкретной Ситуации Поэтому And The Birds Пели Were Sining The Sun Was Shining Very Brightly And The Birds Were Sining Когда я Проснулся Солнце Светило Очень Ярко А вот Здесь Одно Действие Краткое Когда я Проснулся When I Проснулся Woke Up When I Woke Up Солнце Светило То есть Видите Здесь Уже Длительность The Sun Was Shining Очень Ярко Very Brightly When I Woke Up The Sun Was Shining Very Brightly When I Woke Up The Sun Was Shining Very Brightly А Здесь Два Длительных Действия The Sun Was Shining Very Brightly And The Birds Were Sining When I Woke Up The Sun Was Shining Very Brightly Но Может быть И Другая Ситуация Когда Я Пришел Домой Я Выпил Чашку Чая То есть Когда Ведь Краткое Действие Когда Я When I Пришел Домой When I Came Home Я Выпил Видите То есть Вначале Я Пришел И Затем Выпил Когда Последний Здесь Это Past Simple Здесь Именно Past Simple Я Выпил I Drank Чашку Чая A Cup Of Tea То есть Здесь Что Произошло То есть Было Слово When Когда Далее Я Пришел Домой Это Краткое И Далее Я Выпил Чашку Чая Все И Когда Именно Последность Действий То Это Просто Past Simple Past Simple When I Came Home I Drank A Cup Of Tea When I Came Home I Drank A Cup Of Tea Здесь Также По Аналогия Когда Я When I Пришел Домой When I Came Home Я Заснул Опять же Это действие После То есть После этого Поэтому Просто Past Simple Заснуть Fall Asleep То есть Я Заснул I Fell I Fell Asleep I Fell Asleep When I Came Home I Fell Asleep When I Came Home I Fell Asleep When I Came Home I Drank A Cup Of Tea When I Came Home I Fell Asleep Он Заснул Когда Пришел Домой Опять же Видите Здесь Просто Последность Действий Здесь Порядок Неважный Можно Сказать И наоборот Когда Он Пришел Домой Он Заснул Просто Past Simple Он Заснул He Fell Asleep Когда When Пришел Домой Но Видите Здесь Мы Говорили Требуется Также В английском Подлежащее Дословно Когда Он Пришел Домой When He Пришел Домой When He Came Home He Fell Asleep When He Came Home He Fell Asleep When He Came Home Done Далее Вот Такой Момент Мы Говорили Что Wait Мы Помощение Используем В Continuous Так как Означает Длительность Я ждал Твоего Сообщения Я ждал Это будет I Was Waiting Твоего Сообщения Твоего For Your Сообщения Message I Was Waiting For Your Message I Was Waiting For A Message Можно Скажите По-другому Усилить С помощью Фразы С нетерпением Я С нетерпением Ждал Твоего Ответа И Помощение Используем Форму Глагола Wait Но С нетерпением Ставится В конце То есть Я ждал Также Видите Continuous I was Waiting То есть Не просто Я подождал А я ждал I was Waiting I was Waiting Твоего Ответа For Your Answer С Нетерпением With Impatience Impatience Нетерпение I was Waiting For Your Answer With Impatience I was Waiting For Your Answer With Impatience В принципе Можно сказать И по-другому Использую Фразу Look Forward To Это такое выражение Устойчивое Можно было бы сказать I was Looking Forward To Your Answer Это тоже Возможный вариант Но Здесь Мы По-умолчанию Как раз Переводим Дословно И Используем In Wait То есть Это конструкция То есть Wait For Something With Impatience То есть Ждать чего-то С нетерпением I was Waiting For Your Answer With Impatience He Fell Asleep When He Came Home I was Waiting For Message I was Waiting For Your Answer With Impatience Хорошо Как мы скажем Сказать Правду Я ждал Твоего ответа С нетерпением Видите Я ждал Понятно Значит Pass Continuous Видите Вводная фраза Сказать Правду Также еще Перевод по правде Говоря Сказать Правду Это фраза To tell The truth Да Мы знаем Что tell Именно кому-то Но это Такая устойчивая фраза Здесь Также Возможно Сказать You To tell You the truth Но сейчас Опять же Именно без You Просто сокращенно И получается To tell The truth То есть Тущее фраза Нужно запомнить To tell The truth Сказать Правду Я ждал Спас Континус I was Waiting Твоего ответа For Your Answer С Нетерпением With Impatience To tell The truth I was Waiting For Your Answer With Impatience To tell The truth I was Waiting For Your Answer With Impatience Сказать Правду Я ждал Этих Новостей С Нетерпением Опять же Фраза Сказать Правду Сказать To tell Правду To tell The truth To tell The truth Видите Это просто Такой Оборот Устойчивый Оборот Именно Так Все Грамматически Я ждал I was Waiting Этих Новостей Мы Неоднократно Говорили В уровнях Один А ноль В один Точно В а ноль Я думаю Тоже помните Значит Что и как Там было Видите Этих Новостей Что новости Это именно Единственное число В английском Поэтому Этих Новостей Будет Waiting For Этих Новостей For This News С Нетерпением With Impatience To tell The truth I was Waiting For This News With Impatience То есть Мы Усложнили Во-первых Мы Уже Используем Более Сложные Времена Видите Past Continuous I was Waiting For Далее Грамматически Все правильно Делаем Потому что Видите Новости Это Единственное число For This News И Усилием With Impatience Добавляем Лексику И плюс Вводные Конструкции To tell The truth I was Waiting For This News With Impatience Это Видите Такая Формула А там Что Ждали Кого Это Вы же Сами Можете Здесь Как раз Что Хотите То И Говорите To tell The truth I was Waiting For This News With Impatience To tell The truth I was Waiting For Your Answer With Impatience To tell The truth I was Waiting For This News With Impatience My Friends Thank You Very Much We Continue This Very Important Playlist Друзья Привет Hi Приветствую вас На канале Английский Язык По Плэлистам Мы Продолжаем Наш Экспресс Курс Английский Язык За 50 Уроков И Переходим К Практике Итак Тренируем Время Past Continuous Когда Я пытался Заснуть Я Услышал Очень Странный Шум Когда When Я Пытался Заснуть Я пытался I Was Trying Заснуть To Fall Asleep When I Was Trying To Fall Asleep Я Услышал I Heard Очень Странный Шум Очень Странный A Very Strange Шум Noise Когда Он Позвонил Мне Я Находился Дома Когда Он Он Позвонил Мне Он Он Позвонил Мне Я Находился Я Находился Я Находился Я Я Я Я Пытался Заснуть Мужчины Говорили о чём-то очень громко. Когда when я пытался when I was trying заснуть to fall asleep when I was trying to fall asleep мужчины говорили мужчины the men говорили о чём-то говорили were talking о чём-то about something очень громко. Very loudly when I was trying to fall asleep the men were talking about something very loudly. When I was trying to fall asleep the men were talking about something very loudly. Я читал очень захватывающий рассказ вчера в 3 часа дня. Да, видите, захватывающее слово Freeling. Да, и как совершенно заметили, да, значит, кто был как раз внимательным и проходил уровень 0,1. Действительно, мы первый раз это слово встретили во 2. Просто я заранее как раз написал о 2, и поэтому оно мне казалось, что уже было. Да, на самом деле во 2, но совершенно верно. Значит, молодцы, кто внимательный, оно как раз первый раз встретилось. Итак, получается, я читал I was reading очень захватывающий рассказ очень захватывающий a very thrilling рассказ story a very thrilling story вчера в 3 часа дня вчера yesterday в 3 часа дня в 3 часа at 3 o'clock дня in the afternoon at 3 o'clock in the afternoon I was reading a very thrilling story yesterday at 3 o'clock in the afternoon I was reading a very thrilling story yesterday at 3 o'clock in the afternoon Когда я проснулся, солнце светило очень ярко. Когда when я проснулся I woke up when I woke up солнце светило солнце the sun светило was shining очень ярко very brightly when I woke up the sun was shining very brightly when I woke up the sun was shining very brightly when I пришел домой она что-то готовила когда я when I пришел домой when I came home она что-то готовила то есть она готовила что-то что-то something when I came home she was cooking something when I came home she was cooking something when I woke up the sun was shining very brightly when I came home she was cooking something он заснул когда пришел домой он заснул he fell asleep когда when пришел домой дословно он пришел домой он when he пришел домой when he came home he fell asleep when he came home he fell asleep when he came home я смотрел это видео вчера в это время я смотрел I was watching это видео this video вчера yesterday в это время at this time I was watching this video yesterday at this time I was watching this video yesterday at this time he fell asleep when he came home I was watching this video yesterday at this time когда я пришел домой я выпил чашку чая чашку a cup чая of tea when I came home I drank a cup of tea when I came home I drank a cup of tea when we ждали этого объявления we нервничали все больше и больше пока или также можно перестись в то время как это while мы ждали we were waiting этого объявления этого for this объявление, то есть имение цветы, когда вслух что-то объявляют, for this announcement, for this announcement, мы нервничали, дословно, мы остановились, используем, опять же, мы говорили в этой конструкции по уменьшению форму get, мы остановились, we were getting все более нервными, то есть более и более нервными, более и более, more, and more, нервными, nervous, we were getting more and more nervous, while we were waiting for this announcement, we were getting more and more nervous, while we were waiting for this announcement, we were getting more and more nervous, when I came home, I drank a cup of tea, while we were waiting for this announcement, we were getting more and more nervous, я работал вчера весь день, я работал, I was working, вчера весь день, то есть в умолчании используем конструкцию, вчера весь день, дословно, весь день вчера, я ждал твоего сообщения, я ждал, I was waiting, твоего сообщения, твоего, for your, сообщения, message, I was waiting for a message, I was waiting for a message, когда я пришел домой, я заснул, когда, when, я пришел домой, when I came home, я заснул, I fell asleep, when I came home, I fell asleep, I was working all day yesterday, I was waiting for a message, when I came home, I fell asleep, когда я пытался заснуть, мальчики играли очень громко, когда я пытался, when I was trying, заснуть, to fall asleep, when I was trying to fall asleep, мальчики играли, мальчики, the boys, играли, were playing, очень громко, very loudly, when I was trying to fall asleep, the boys were playing very loudly, when I was trying to fall asleep, the boys were playing very loudly, она готовила что-то очень вкусное, когда я пришел домой, она готовила, she was cooking, что-то, something, очень вкусное, very tasty, когда я пришел, when I came, домой, home, she was cooking, something, something very tasty, when I came home, she was cooking, something very tasty, when I came home, when I was trying to fall asleep, the boys were playing very loudly, she was cooking, something very tasty, when I came home, когда она позвонила мне, я отдыхал, когда она, when she, позвонила мне, when she called me, я отдыхал, я с нетерпением ждал твоего ответа, значит, помолчение здесь используем форму wait, то есть, я ждал твоего ответа с нетерпением, я ждал, I was waiting, твоего ответа, for your answer, с нетерпением, with impatience, I was waiting, for your answer, with impatience, I was waiting, for your answer, with impatience, when she called me, I was having a rest, I was waiting, for your answer, with impatience, что ты там делал, акцент на длительность, то есть, не что ты сделал там, а что ты там делал, что, what ты там делал, пословно ты делал там, ты, were you, дел, doing, там, there, what were you doing there, what were you doing there, what were you doing there, пока мы ждали, мы нервничали все больше и больше, пока, while мы ждали, we were waiting, while we were waiting, мы нервничали, дословно, мы становились, we were getting, более и более нервными, более и более, more and more, нервными, nervous, while we were waiting, we were getting, more and more nervous, while we were waiting, we were getting, more and more nervous, what were you doing there, while we were waiting, we were getting, more and more nervous, сказать правду, я ждал этих новостей с нетерпением, сказать правду, to tell the truth, to tell the truth, to tell the truth, I was waiting for this news with impatience, to tell the truth, I was waiting for this news with impatience, я вчера весь день занимался английским, то есть, я занимался английским, я занимался, I was learning английским, English, I was learning English, вчера весь день, то есть, дословно, весь день вчера, all day, yesterday, I was learning English all day yesterday, I was learning English all day yesterday, I was learning English all day yesterday, to tell the truth, I was waiting for this news with impatience, I was learning English all day yesterday, когда она позвонила мне, я думал о ней, когда она, when she, позвонила мне, when she called me, я думал, I was thinking о ней about her, when she called me, I was thinking about her, when she called me, I was thinking about her, что ты там делал? Я ждал своего друга, что what ты там делал, то есть, ты делал там, ты were you дел doing там, there, what were you doing there, what were you doing there, я ждал своего друга, я ждал, I was waiting своего друга, то есть, моего друга, for my friend, I was waiting for my friend, what were you doing there, I was waiting for my friend, what were you doing there, I was waiting for my friend, when she called me, I was thinking about her, what were you doing there, I was waiting for my friend, когда я получил звонок от него, я гулял где-то в парке, когда я получил, помолчая, используем форму get, когда я получил, when I got звонок, a call от него from him, when I got a call from him, я гулял, I was walking где-то somewhere в парке in the park, when I got a call from him, I was walking somewhere in the park, when I got a call from him, I was walking somewhere in the park, сказать правду, я ждал твоего ответа с нетерпением, сказать правду, to tell the truth, to tell the truth, я ждал, I was waiting твоего ответа, for your answer, с нетерпением, with impatience, impatience, to tell the truth, I was waiting for your answer with impatience, to tell the truth, I was waiting for your answer with impatience, when I got a call from him, I was walking somewhere in the park, to tell the truth, Когда я работал, они отдыхали. Когда, when, я работал, I was working, они отдыхали. Мы нервничали все больше и больше, в то время как мы ждали результатов экзамена. Мы нервничали. Все больше и больше, more and more nervous, в то время как, while, мы ждали результатов экзамена. На автомате ставим «for» и результатов экзамена for the exam results. We were getting more and more nervous while we were waiting for the exam results. When I was working, they were having a rest. We were getting more and more nervous while we were waiting for the exam results. Солнце светило очень ярко и пели птицы. Солнце, the sun, светило, was shining, очень ярко, very brightly, и пели птицы. То есть, и птицы пели, и птицы, and the birds, пели, were singing. The sun was shining very brightly, and the birds were singing. The sun was shining very brightly, and the birds were singing. Я вчера весь день сидел дома. То есть, я сидел дома. Весь день вчера. Когда я их увидел, они играли на стадионе. Когда. When. Я их увидел. То есть, я увидел их. When I saw them. When I saw them. Они играли. They were playing на стадионе. At the stadium. They were playing at the stadium. When I saw them. They were playing at the stadium. When I saw them. They were playing at the stadium. When I saw them. They were playing at the stadium. My friends. Thank you very much. We continued this very important playlist. Друзья, привет. Hi. Приветствую вас на канале. Английский язык по поллистам. Мы продолжаем наш экспресс-курс. Английский язык. За 50 уроков. И тренируем разницу времен. Past simple и past continuous. Итак, past simple. Это прошедшее. Когда факт в прошлом. Или краткое действие. Факт в прошлом. Past continuous. Здесь акцент именно на длительность. Вот такая ситуация. Когда я учился в школе, я не обращал внимания на это. Видите, бывает такая ситуация, когда мы используем эти слова когда и далее как факт в прошлом. То есть, когда там что-то было, там далеко в прошлом, то что-то происходило. И в этом случае, если это просто факт в прошлом, мы используем как раз, видите, в обеих частях past simple. То есть, когда я учился. When I studied в школе. At school. When I studied at school. Я не обращал внимания. То есть, я не обращал внимания. Вспоминаем эту фразу. Словно, я не платил внимания. I didn't pay attention на это. To it. I didn't pay attention to it. Да, видите, фразы уже некоторые встречались. Там, в один. Но мы усложняем и добавляем грамматику. When I studied at school. I didn't pay attention to it. То есть, видите, да, если просто факт в прошлом, там что-то давно, происходило как вот здесь, то просто в обеих частях как раз в past simple. И обращать внимание, это pay attention to. Обращать внимание на. Pay attention to. When I studied at school, I didn't pay attention to it. Ну, я надеюсь, что вы помните как раз, когда мы отработали эту фразу. Да, отрабатывали эту фразу. Но в любом случае, повторение мое течение. When I studied at school, I didn't pay attention to it. Когда я учился в университете, мы с друзьями часто обсуждали это. Похожая ситуация. Видите, здесь далеко в прошлом. Это как просто факт в прошлом, констатация факта. То есть, когда я учился. When I studied в университете at university. When I studied at university. Мы с друзьями. Да, видите, здесь вот такая фраза по-русски. Мы с друзьями. А по-английски мы говорим по-другому. То есть, не просто мы с друзьями. А мои друзья и я. То есть, my friends and I. Если просто без my, это будет вообще непонятно, какие друзья. Здесь именно грамматически требуется поставить именно, соответственно, my. То есть, my friends and I. То есть, мы с друзьями. Это фраза my friends and I. То есть, вначале кто и потом and I. Там если мы с другом, это будет my friend and I. Или я с другом. My friend and I. Именно так. My friends and I часто обсуждали. Часто обсуждали. Often discussed. Это it. Often discussed it. When I studied at university. My friends and I often discussed it. past simple, past continuous. When I studied at school, I didn't pay attention to it. When I studied at university, my friends and I often discussed it. Хорошо. А как сказать? Когда я ждал его, я повторял урок. Видите, на самом деле, вот когда два действия происходят одновременно, мы обычно используем именно past continuous. То есть, длительное действие. И параллельно с ним происходит другое длительное действие. Да, и здесь мы используем past continuous. Но если, как бы вот это, это отдаленное действие в прошлом, как факт в прошлом, там, когда я учился в школе, там, когда я был ребенком и так далее, то это просто как факт. И здесь мы используем past simple. А тогда обычно, видите, если недавно мы используем in the past continuous, потому что как раз два действия происходят одновременно. То есть, когда, when, я ждал его, я ждал when I was waiting его for him, when I was waiting for him, я повторял урок. Я повторял. Вспоминаем эту лексику. Так, повторять, помните, урок – это именно revise. I was revising. И урок. На самом деле, конечно, гораздо проще тем, кто проходил A1, потому что мы как раз говорили и про определенный артикль, и про revise. Да, видите, то есть, это обязательно нужно ставить. А что repeat – это механическое повторение. Revise – именно с целью как раз обобщить знания, освежить в памяти. И the lesson – обязательно артикль. This или that значение. Поэтому рекомендация, опять же, смотреть весь курс последовательный, все уровни, ничего не пропускать, чтобы потом не было проблем. When I was waiting for him, I was revising the lesson. When I was waiting for him, I was revising the lesson. Я повторил все уроки. Опять же, я повторил в форме revise. Это обычное прошедшее. Да, по мощанию, когда просто действует в прошлом, используем обычное прошедшее время, past simple. Я повторил. I revised все уроки. Все уроки будет all the lessons. Но, опять же, мы не можем все время объяснять, это уже как раз до этого разбирали, почему именно all the lessons. Поэтому, опять же, рекомендация. Просто изучите, повторите. А 0, 1. И там как раз мы разбирали конструкцию all the. То есть, если просто all the lessons, это вообще все уроки, вообще в целом все уроки там в мире, непонятно какие. А здесь именно конкретные значения, или these, или those. Поэтому all the. All the конструкцию мы разбирали. I revised all the lessons. И также, конечно, именно, видите, не revised, а revised. Revised. Но на этом мы уже не делаем акцент, потому что подробно это отрабатывали во 0 и 1, эти окончания. I revised. I revised. То есть, на этом уровне должно уже быть, да, понятно, что именно такое окончание. I revised all the lessons. I revised all the lessons. When I was waiting for him, I was revising the lesson. I revised all the lessons. Пока я читал ту книгу, я становился все более заинтересованным этим, потому что сюжет был таким захватывающим. Так пока, или в то время как, это слово while. While – это указатель именно continuous. То есть, мы используем именно past continuous. Значит, поэтому пока будет while. Я читал. While указывает на continuous. While I was reading ту книгу, that book. While I was reading that book. Далее. Я становился все более заинтересованным. Опять же, здесь видите, в конструкции все более. Начинаем становиться, мы используем форму get. То есть, я становился. I was getting. Все более. То есть, более-более. More and more. Заинтересованным. Interested этим. Но дословно в этом. Потому что конструкция interested in. Заинтересован этим. Дословно в чем-то. Interested in. В английском. Interested in. Interested in it. Потому что. Because. Сюжет был таким захватывающим. Сюжет. Значит, как будет сюжет. Разумеется, видите, в этой части в начале как раз получается. Идет. Поэтому с артиклем the. The plot. Plot – это сюжет. Ну, разумеется, с артиклем здесь. The plot. The plot был. The plot was. Таким. Со. Захватывающим. Со. Фрилен. Со. Фрилен. Да, вот как раз заранее я писал А2 курс. И здесь уже слово Фрилен как раз уже было. И мне тоже подумал, что оно и раньше было. Но нет. Одно действительно в А2 как раз до этого уроке первый раз встретилось. Со. Фрилен. Получается, смотрите, что у нас есть. While I was reading that book. Верно. Здесь тоже, когда while это часто именно два как раз продолженных действий. Но здесь указывает на длительность. Также, видите, more and more. Говорят о длительности. И становиться это как раз форма get. I was getting more and more. Interested. А заинтересован в чем-то. Interested in. Мы говорили, что в английском прилагательное тоже имеет значение иди. Как-то там tied, interested. Такое бывает. Interested in. It. Обязательно in. Because. Потому что. The plot was so thrilling. Видите, здесь именно почему past simple. Потому что это просто как факт, а в любом случае форма to be в общем случае в continuous не употребляется. Поэтому просто past simple. The plot was so thrilling. While I was reading that book, I was getting more and more interested in it because the plot was so thrilling. While I was reading that book, I was getting more and more interested in it because the plot was so thrilling. Хорошо. Скажем по-другому. Пока я читал ту книгу, я все более интересовался этим. Потому что это была такая захватывающая книга. Итак, пока или в то время как это слово while указывает на past continuous. То есть, я читал while I was reading ту книгу, that book. Я все более интересовался этим. Вот интересоваться – это фраза to be interested in. Interested – это именно прилагательное и форма to be. То есть, дословно, я более и более был заинтересован в. То есть, получается, I was more and more – заинтересован, interested – этим. Но, видите, здесь по форме in. In it. I was more and more interested in it. Смотрите, в чем здесь разница. До этого было, смотрите, я становился все более. Становиться – это get. Поэтому I was getting more and more interested. Поэтому именно становился. То есть, здесь именно фраза становиться заинтересованным – это get interested. Get interested in. Это именно становиться. Get interested in. А здесь именно просто, значит, быть заинтересованным – это to be interested in. Поэтому просто, получается, форма to be – I was more and more interested in it. Но мы говорили, что, видите, в общем случае to be не употребляется. В continuous поэтому просто, здесь по simple. Здесь ограничение, поэтому просто по simple. I was more and more interested in it. Потому что, because, это была, it was, такая захватывающая история. Мы говорили, что если там такая, такое, такие и далее существительное, то именно such. It was such. И артикль здесь по формуле сохраняется. Если есть существительные числа в единственном числе, и перед этим предлагают, но артикль также сохраняется. It was such a thrilling book. It was such a thrilling book. A thrilling book. То есть, видите, здесь, почему именно так. While. Указание на past continuous. While I was reading that book. Далее выражение to be interested in. I was more and more interested in it. Обязательно in. Because, потому что. It was. И such, потому что далее именно существительное. И артикль здесь сохраняется. It was such a thrilling book. While I was reading that book. I was more and more interested in it. Because it was such a thrilling book. While I was reading that book. I was more and more interested in it. Because it was such a thrilling book. Конечно, здесь можно так сказать. I was getting more and more interested. Но это другой перевод. И становился все более заинтересованным. А здесь именно просто. Я все более интересовался. То есть, моя задача вам также показать возможность использовать разных конструкций, разные вариации. что вы же сами как раз выбирали, жонглировали искусственно вот этими фразами. Так. To be interested in. While I was reading that book. I was more and more interested in it. Because it was such a thrilling book. И тоже, видите, здесь просто. Опять факт. В прошлом форму to be. Потом просто по simple. Because it was such a thrilling book. Как я стал более интересоваться такого рода вопросами. Видите, здесь просто факт в прошлом. Обычно в прошедшее время. Не я интересовался все больше и больше. А просто я стал более интересоваться. Стал. Это факт. Если совершилось. И выражение. Значит, стать более интересоваться. Дословно получается get more interested in. Видите? Если просто стать интересоваться, get interested in. Если более, get more interested in. Далее вопрос. Если вопрос в смысле для обсуждения какая-то проблема, это слово issue. Issue. Question – это вопрос. Там у меня есть вопрос, у него есть вопрос. Вопрос именно в тексте. А именно как проблема для обсуждения это слово issue. И да, в этом контексте мы используем issue. То есть, я стал. I got. Более интересоваться. Дословно более заинтересованным в. I got more interested in. Такого рода. Суммонтанная конструкция такого рода. Это this kind of. Именно this. This kind of. И вопросами. Мы говорим, что в этом контексте слово issue. Умноженное число. Issues. Issues. I got more interested in this kind of issues. Пошел дождь. И мы решили пойти домой. Здесь просто последность действий. То есть, пошел дождь, начали вот. И затем мы решили пойти домой. Все. Действия одно с другим. Последнее поэтому просто past simple. Как раз вот из серии. Там пришел, увидел, победил. Это именно past simple. Цепочка действий как раз в прошлом. То есть, пошел дождь. Вспоминаем безличные предложения. Здесь начинается с it. То есть, засловно, начался it. Начался it started. И здесь используем глагол идти дождь. И по умолчанию использована конструкция start doing something. То есть, it started raining. It started raining. В принципе, грамматически возможно также сказать it started rain. Это допускается. Но часто носители языка именно используют start doing. Поэтому мы по умолчанию используем именно вот это. Это выглядит очень естественно. It started raining. И мы решили. And we decided пойти домой. Видите, пойти не в правильный форум. Поэтому to плюс глагол. And we decided to go домой home. It started raining. And we decided to go home. It started raining. And we decided to go home. Да, безличные предложения были в один. Видите, мы добавили, что не просто там it rains или it's raining, а именно start. It started. И глагол с инфорумом по умолчанию. It started raining. And we decided to go home. I got. Да, видите, more interested. Но фраза изначально была здесь. Get more interested in issue. I got more interested in this kind of issues. It started raining. And we decided to go home. Весь день шел снег. Это безличное предложение. То есть, вначале шел снег весь день. Начинаем с it. Далее, видите, весь день указывает на past continuous. Да, в прошлом весь день, значит, past continuous. И форма глагола snow. Получается, it was snowing весь день all day. It was snowing all day. It was snowing all day. Когда я прибыл на вокзал, он ждал меня. То есть, видите, есть длительность действия, длительное действие. То есть, он ждал, ждал, ждал. И в какой-то момент я прибыл. Это краткое действие. То есть, когда я прибыл. When I arrived на вокзал. Значит, вспоминаем, если небольшое место, то именно at. На вокзал. At the station. When I arrived at the station. Он ждал меня. Когда это случилось? Я стал думать об этом более серьезно. Видите, здесь посредственность действий. То есть, вначале случилось. И затем я стал. Это цепочка действий в прошлом. Поэтому просто past simple и здесь, и здесь. То есть, когда это случилось. Я начал используем форму start. Я начал думать. Да, используем конструкцию по машине start doing. То есть, I started думать. I started thinking. Об этом. About it. About it. Более серьезно. More seriously. More seriously. When it happened. Когда это случилось со мной, я стал думать об этом гораздо серьезнее. Видите, здесь мы немножко усложнили. То есть, когда это случилось. When it happened. Со мной. Помню. Happened to. Потом предлог to. Happened to. Со мной. To me. When it happened to me. Я стал. I started думать. I started thinking. Об этом. About it. А вот далее, видите, не просто more seriously, а гораздо серьезнее. Гораздо или также можно перейти намного более. Это фраза much more. Much more. Опять же, можно перейти гораздо или намного более серьезнее. Much more seriously. Видите, мы усилили. С помощью much. И как раз более сложная конструкция, потому что, видите, еще сказали не просто happened, а happened to me. Придемонстрировали знание предлога как раз to в конструкции happened to. When it happened to me, I started thinking about it much more seriously. When it happened to me, I started thinking about it much more seriously. When it happened to me, I started thinking about it much more seriously. Когда я увидел его, я задал ему тот вопрос. Опять же, видите, вначале получается увидел и далее задал. То есть последность действий, одно за другим, потом просто past simple. Когда я увидел, когда я увидел его, him, when I saw him, я задал, I asked ему, him, I asked him, тот вопрос. Когда пошел такой сильный дождь, я решил не ехать туда. Опять же, видите, вначале получается пошел такой сильный дождь, а далее я уже принял решение, то есть я решил не ехать туда. Последность действий, одно за другим, поэтому past simple, то есть когда, when, пошел такой сильный дождь. Но здесь, видите, безличное предложение. То есть если просто пошел дождь, мы бы сказали, А такой сильный, вот если сильный, это слово heavily. Дословно, видите, heavy тяжелый, а heavily тяжело. То есть когда начался дождь, тяжело, но это такая, видите, устойчивая фраза. It started raining heavily. То есть когда начался сильный дождь. А если такой сильный, это будет so heavily. И также это верно в контексте snow. Там it started snowing heavily или so heavily. Это очень интересная, как раз естественная фраза в глазах носителя языка. Получается when, далее, получается, it started raining. Такой сильный дождь. So heavily. Я решил, I decided не ехать туда. Вот ехать туда, это to go there. А в один, помните, мы говорили не ехать. То есть неправильная форма в отрицании, это not to. Not to, и ехать туда, not to go there. I decided not to go there. То есть, видите, здесь получается как раз последнее действие, по simple, по simple, но без лишнего предложения. И мы усложнили, видите, с помощью, во-первых, so heavily. When it started raining so heavily. И также в второй части мы продемонстрировали знания неправильной формы, то есть инфинитивы в отрицании. I decided not to go there. I decided not to go there. When it started raining so heavily, I decided not to go there. When it started raining so heavily, I decided not to go there. When I saw him. Да, видите, акцент даже на длитность. Мы в 0,1 подробно это делали, видите. Saw. Saw. Asked. Asked. Started. Started. Тоже обращайте на это внимание. When I saw him, I asked him that question. When it started raining so heavily, I decided not to go there. Когда пошел такой сильный снег, я решил отменить эту встречу. Опять же, видите, последнее действие одно за другим. То есть пошел такой сильный снег. А далее, когда уже пошел, я сделал вывод, да, что надо бы, да, отменить эту встречу. Я решил отменить. Получается, как раз действие одно за другим. Поэтому past simple и past simple. Получается, и здесь, и там. Когда, when. Опять же, видите, здесь именно так же и безличное предложение. Если просто пошел снег, то будет it started snowing. Опять же, помочение start и in форму. It started snowing. А если просто сильно, это будет heavily. Если так сильно, это so heavily. So heavily. When it started. When it started snowing. Значит, так сильно. So heavily. When it started snowing so heavily. Я решил, I decided, отменить. Отменить это cancel. Но, видите, неправильная форма, поэтому, конечно, to плюс глагол. I decided to cancel ту встречу. That meeting. I decided to cancel that meeting. When it started snowing so heavily. I decided to cancel that meeting. When it started snowing so heavily. I decided to cancel that meeting. To cancel that. Cancel that meeting. Что ты делал, когда ты увидел это? Видите, интересный вопрос. Что ты делал? Не что ты сделал, а что ты делал. Длительность. Акцент на длительность. То есть, что ты делал? Вот ты делал, что ты делал, делал, делал. И в какой-то момент ты увидел. То есть, вопрос, видите, в past continuous. То есть, что будет what ты делал. Ты делал. Were you. Делал. Doing. What were you doing? Когда. When. Ты увидел это. Ты увидел. When you saw. Это. It. What were you doing when you saw it? What were you doing when you saw it? When it started snowing so heavily. I decided to cancel that meeting. What were you doing when you saw it? Что ты делал, когда произошла такая неприятная вещь? Опять же, видите, что ты делал, длительность. То есть, что ты делал, и в какой-то момент произошла такая неприятная вещь. То есть, что? What ты делал? Were you doing? What were you doing? Когда? When? Произошла. Видите? Но здесь, опять же, вначале подлежащее, потом именно действие сказуемое. То есть, такая неприятная вещь, такая, мы говорили, что если там после такая, такие, там такое, именно существительное, поэтому such. When such – неприятная вещь. И здесь по формуле, так же говорили, артикль сохраняется. То есть, или a, или n. Выбираем. Неприятная, unpleasant. Нагласный звук, поэтому n. Such an – неприятная, an unpleasant – вещь, thing. А вот далее уже произошла. Happened. Далее вот такая ситуация в прошлом. Это была очень сложная ситуация. Я работал действительно усердно. Я изо всех сил старался заработать достаточно денег, на которые жить. Видите? Описательные ситуации в прошлом используем past continuous. По возможности. Где, конечно, возможно. Потому что, видите, в первом случае здесь форма to be, поэтому она здесь так и остается формой to be. То есть, это была, это будет it was. Далее очень сложная ситуация. Очень сложная. A very difficult – ситуация, situation. It was a very difficult situation. А вот далее, да, мы уже можем использовать past continuous. Я работал действительно усердно. Я работал. I was working. Действительно. Really. Усердно. Hard. I was working really hard. I was working really hard. Вот далее. Я изо всех сил старался. В принципе, также по-разному переводят. Переводят «я изо всех сил старался». Или также еще можно перевести «я старался сделать все возможное». То есть, я старался. I was trying. Сделать все возможное. То есть, засловно, сделать мое лучшее. To do my best. Опять же, видите, по-разному переводят. Или я старался сделать все возможное. Или я изо всех сил старался. То есть, изо всех сил это переводится. Как раз «do my best». Изо всех сил. Trying to do my best. Заработать. Видите, неправильная форма. Поэтому to плюс глагол. To earn. Достаточно денег. Enough money. На который жить. Видите, вообще, конечно, там «на» – это «он», «вич». Жить, live. Но грамматически здесь по-другому строится. Здесь вот фраза именно «деньги», «на которой жить» – это «money» – «to live on». То есть, здесь такой оборот. Вот, смотрите, не «на который», «на который» здесь пропускается, и просто «to live on». Money to live on. То есть, деньги, на которые жить. Это такая, видите, фраза. Именно «он» ставится в конце после глагола. То есть, не «money», там «on», там «на который», «on», «which», там «to live». Нет. Именно так. То есть, форма. И далее предлог. Как раз здесь относится к глаголу «to live on». Money to live on. То есть, деньги, на которые жить. Money to live on. Такая фраза. Money to live on. It was a very difficult situation. I was working really hard. I was trying to do my best to earn enough money to live on. Да, если просто «live» – это неверно, потому что деньги, которые жить, а именно «на которые», поэтому «on» ставится обязательно «on». Скажем немножко по-другому. Это также описательная ситуация в прошлом. Это была такая сложная ситуация. Я так много работал. Я старался изо всех сил, чтобы заработать достаточно денег на жизнь. Да, здесь также есть некоторые подводные камни. Итак, это была «it was» – такая сложная ситуация. Видите, там была «очень сложная». А здесь мы тренируем конструкцию «такая сложная». Видите, если есть существительное, значит, «после» как раз, значит, такая будет «such». «It was such» – сложная ситуация. И артикль здесь в этой фразе сохраняется. «It was such» – сложная. «A difficult» – ситуация – «situation». «It was such a difficult situation». Я так много работал. Но грамматически вначале, то есть подлежащее, исказуемое, то есть глагол. То есть я работал так много. Я работал. «I was working» – так много. «I was working so much». «I was working so much». Видите, там было, опять же, «really hard». Здесь мы тренируем новую конструкцию. То есть, чтобы все время оно тоже не было. «So much». Далее. «Я старался изо всех сил». «Я старался» – это «I was trying». А «изо всех сил» или как раз можно перейти так же «сделать все возможное». Это фраза «I was trying to do my best». «Чтобы заработать». Вот «чтобы» – это «to». «To earn», «чтобы заработать». «Достаточно денег». «Enough money». Отдали важный момент. «На жизни». Вот смотрите, «на жизни», как раз в этом контексте, «на жизнь», дословно мы говорим как бы на проживание. То есть здесь именно нужно говорить не просто там слово «life», а «for a living». То есть в этом контексте, когда нам нужны деньги именно на жизнь, чтобы прожить, мы именно говорим слово «living», «for a living». Именно так и только так «for a living». То есть на проживание, на жизнь. Вот в этом контексте мы используем именно вот эту фразу «for a living». «For a living». А там было, там деньги, на которые жить. «To live on». А здесь просто «на жизнь», «for a living». То есть деньги на жизнь – это именно «money for a living». «Money for a living». It was such a difficult situation. I was working so much. I was trying to do my best to earn enough money for a living. It was such a difficult situation. I was working so much. I was trying to do my best to earn enough money for a living. Ситуация выходила из-под контроля. И, честно говоря, я не знал, что делать. Видите? Не просто ситуация вышла, а выходила. Ситуация выходила. Выходить из-под контроля – это get out of control. Ситуация, видите, в начале предложения, разумеется, конкретно this или that, поэтому the situation выходила, или past continuous. И, честно говоря, в принципе, здесь можно перевести, честно говоря, или если быть честным, используем фразу по умолчанию. And to be honest, and to be honest, and to be honest. Я не знал, что делать. Я не знал. I didn't know, что делать. Мы говорили, что когда неправильная форма, то именно what. What to плюс глагол. Didn't know what to do. Но, видите, здесь вот именно past continuous, там, ситуация выходила из-под контроля. И можно было бы тоже past continuous здесь бы употребить. Если бы не тот факт, как раз мы об этом говорили, что некоторые глаголы не употребляются в continuous, и в один мы подробно это разбирали. В том числе no нельзя употребить в continuous, поэтому здесь на автомате просто past simple. В continuous не употребляется, это грамматический, как раз неверное ограничение здесь, поэтому просто past simple. I didn't know what to do. А здесь да, get употребляется, потом видно past continuous. The situation was getting out of control. And to be honest, I didn't know what to do. Видите, мы здесь демонстрируем как раз знание времен, времени past continuous. Более сложная ситуация, видите, как раз когда вот сложные предложения, дали артикли. The, именно the situation, the situation, далее фраза get out of control. Далее очень полезное разговорное как раз выражение to be honest. И не просто I didn't know, а просто, так же видите, здесь именно вот когда непроданная форма. То есть более сложное предложение, это здорово. И действительно здорово, что мы идем к намеченной цели, к нашей мечте. The situation was getting out of control. And to be honest, I didn't know what to do. The situation was getting out of control. And to be honest, I didn't know what to do. Get out of control. Да, видите, honest. Да, это на самом деле не honest, да, а honest, is, honest. Honest. The situation was getting out of control. Опять же не control, да, а смотрите. Control. Control. Oh, control. Control. The situation was getting out of control. And to be honest, I didn't know what to do. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist. Пока я читал ту книгу, я становился все более заинтересованным этим, потому что сюжет был таким захватывающим. Итак, пока, while я читал ту книгу, я читал, I was reading ту книгу, that book, while I was reading that book, я становился все более заинтересованным. Опять же, по умолчанию в этом констекте используем форму get. Я становился все более заинтересованным, то есть более и более, more and more, заинтересованным, interested, more and more interested, этим, in it, in it. Потому что, because, сюжет был таким захватывающим. Сюжет, the plot, был, was, таким захватывающим. So, thrilling. So, thrilling. Because the plot was so thrilling. While I was reading that book, I was getting more and more interested in it, because the plot was so thrilling. While I was reading that book, I was getting more and more interested in it, because the plot was so thrilling. Что ты делал, когда ты увидел это? Так, вопрос. Что ты делал? Что? Ты, were you, делал, done. What were you doing? Когда? When? Ты увидел это. Ты увидел? You saw? Это, it. Я стал более интересоваться такого рода вопросами. Значит, в этой фразе используем get. То есть, я стал, I got, более интересоваться, такого рода, такого рода, in this kind, вопросами. Опять же, видите, в этом консекте использовавшище. This kind of issues. I got more interested in this kind of issues. I got more interested in this kind of issues. What were you doing when you saw it? I got more interested in this kind of issues. Когда это случилось со мной, я стал думать об этом гораздо серьезнее. Когда это, when it случилось со мной, случилось, happened со мной, to me, when it happened to me, я стал думать, я стал, I started думать, по умолчанию используем start, и глагол с инкформой. I started думать, I started thinking об этом, about it, гораздо серьезнее. Гораздо, дословно, намного более. Much more серьезнее, seriously. When it happened to me, I started thinking about it much more seriously. Ведь much вместо гораздо, а вот more seriously, да, как раз серьезнее, дословно, более серьезнее. Much more seriously. When it happened to me, I started thinking about it much more seriously. When it happened to me, I started thinking about it much more seriously. Когда я учился в университете, мы с друзьями часто обсуждали это. Когда я учился, when I studied в университете at university, when I studied at university, мы с друзьями, дословно, мои друзья и я, часто обсуждали, often discussed это it. My friends and I often discussed it. When I studied at university, my friends and I often discussed it. When I studied at university, my friends and I often discussed it. Это была очень сложная ситуация. Я работал действительно усердно. Я изо всех сил старался заработать достаточно денег, на которые жить. Так, это была очень сложная ситуация. Очень сложная. A very difficult ситуация situation. It was a very difficult situation. Я работал действительно усердно. Я работал. I was working действительно усердно. Really hard. I was working really hard. Я изо всех сил старался. То есть, я старался. I was trying изо всех сил. Или, в принципе, можно перевести сделать все возможное. Значит, в облачании используем конструкцию do my best. To do my best. I was trying to do my best. I was trying to do my best. заработать to earn достаточно денег enough money на который жить. На который жить to live on. To live on. It was a very difficult situation. I was working really hard. I was trying to do my best to earn enough money to live on. It was a very difficult situation. I was working really hard. I was trying to do my best to earn enough money to live on. It was a very difficult situation. I was working really hard. I was trying to do my best to earn enough money to live on. Когда я прибыл на вокзал, он ждал когда я прибыл. When I arrived at the station, he was waiting for me. Пошел дождь, и мы решили пойти домой. Пошел дождь, it started, и опять же в помолчение используем start и глагол sing формой. It started raining, it started raining, и мы решили, and we decided пойти домой, to go home. It started raining, and we decided to go home. It started raining, and we decided to go home. When I arrived at the station, he was waiting for me. It started raining, and we decided to go home. Это была такая сложная ситуация. Я так много работал. я старался изо всех сил, чтобы заработать достаточно денег на жизни. Это была it was такая сложная ситуация. Такая сложная ситуация. A difficult situation. It was such a difficult situation. Я так много работал. то есть я работал. I was working так много. So much. I was working so much. Я старался изо всех сил. Я старался. I was trying изо всех сил. То есть дословно сделать мое лучшее. to do my best. I was trying to do my best. Чтобы заработать. Чтобы заработать. заработать. To earn достаточно денег. Enough money на жизни. На жизни for a living. For a living. To earn enough money for a living. It was such a difficult situation. I was working so much. I was trying to do my best to earn enough money for a living. It was such a difficult situation. I was working so much. I was trying to do my best to earn enough money for a living. It was such a difficult situation. I was working so much. I was trying to do my best to earn enough money for a living. Когда это случилось, я стал думать об этом более серьезно. Когда это... When it... Случилось. When it happened. Я стал думать. Я стал... I started... Думать... Thinking... I started thinking... Об этом... About it... Более серьезно. More seriously. When it happened, I started thinking about it more seriously. When it happened, I started thinking about it more seriously. Когда пошел такой сильный снег, я решил отменить ту встречу. Когда... When... Пошел такой сильный снег. То есть... When it started... Snowing... Так сильно... So heavily... When it started snowing... So heavily... Я решил... I decided... Отменить... I decided to cancel... Tu встречу... That meeting... That meeting... When it started snowing... So heavily... So heavily... I decided to cancel that meeting. When it started snowing... So heavily... I decided to cancel... That meeting... When it happened... I started... Thinking about it... More seriously... When it started snowing... So heavily... I decided... To cancel... That meeting... Ситуация... Выходила из-под контроля... Выходила... Was getting out... Из-под контроля... Was getting out of control... The situation was getting out of control... And to be honest... And to be honest... Я не знал... I didn't know... Что делать... What to do... I didn't know what to do... The situation was getting out of control... And to be honest... I didn't know what to do... The situation was getting out of control... And to be honest... I didn't know what to do... Когда я увидел его... Я задал ему тот вопрос... Когда я... When I... Увидел его... When I saw him... Я задал... I asked... Ему... Him... I asked him... Тот вопрос... That... Question... When I saw him... I asked him that question... When I saw him... I asked him that question... The situation was getting out of control... And to be honest... I didn't know what to do... When I saw him... I asked him that question... Когда я ждал его... Я повторял урок... Когда я... When I... Ждал его... Ждал... When I was waiting... Его... For him... When I was waiting for him... Я повторял урок... Я повторял... I was... Revising... Урок... The... Lesson... I was revising... The lesson... When I was... Waiting for him... I was... Revising... The lesson... When I was... Waiting for him... I was... Revising... The lesson... Так, вопрос... Что ты делал... Когда произошла... Такая неприятная вещь... Что ты делал... Что... What... Ты делал... Ты... What... Were... You... Делал... Doing... What were you doing... Когда... When... Произошла... Такая неприятная вещь... То есть... Такая неприятная вещь... Такая... Such... Неприятная вещь... Such an unpleasant thing... Произошла... Happened... What were you doing... When such an unpleasant thing happened... What were you doing... When such an unpleasant thing happened... When I was waiting for him... I was revising the lesson... What were you doing... When such an unpleasant thing happened... Когда пошел такой сильный дождь... Я решил не ехать туда... Когда... When... Пошел такой сильный дождь... Пошел... It started... Raining... Так сильно... So heavily... When it started raining so heavily... Я решил... I decided... Не ехать туда... Не ехать... Not... To go... Туда... There... When it started raining so heavily... I decided... I decided not to go there... I revised all the lessons... Когда... Я учился в школе... Я не обращал... Внимание... Когда я учился... When I studied... В школе... At school... When I studied at school... Я не обращал... Внимание... Я не обращал... I didn't pay... Внимание... Attention... I didn't pay attention... На это... To it... When I studied at school... I didn't pay attention to it... When I studied at school... I didn't pay attention to it... Весь день шёл снег... То есть... Шёл снег... It was snowing... Весь день... All day... It was snowing all day... It was snowing all day... When I studied at school... I didn't pay attention to it... It was snowing all day... Пока я читал ту книгу... Я всё более... Интересовался этим... Потому что это была... Такая... Захватывающая книга... Так... Пока... While... Я читал ту книгу... Я читал... I was reading... Ту книгу... That book... While I was reading that book... Я всё более интересовался... Этим... I was... More... And more... Interested... Этим... In it... I was more... And more interested in it... Потому что... Because... Это была... It was... Такая захватывающая книга... Такая... Such... Захватывающая книга... A thrilling book... Such a thrilling book... Because... It was such a thrilling book... While... I was reading... That book... I was more... And more... Interested in it... Because... It was... Such a thrilling book... While... I was reading that book... I was more... And more interested in it... Because... It was... Such a thrilling book... While... I was reading that book... I was more... And more interested in it... Because... It was... Such a thrilling book... My friends... Thank you very much... We continue this... Very important playlist... Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале... Английский язык по плейлистам... Мы продолжаем наш экспресс-курс... Английский язык... За 50 уроков... И далее переходим к следующему времени... Который называется... Past perfect... Прошедшее совершенное время... Или как еще его называют... Предпрошедшее время... Как оно образуется... Had... Плюс третья форма глагола... На примере глагола... Д... Получается... Done... То есть... Had... Done... И обычный способ в сложных предложениях... Давайте попробуем сказать... Он сказал... Что выиграл... То есть... Что получается? Смотрите... Он сказал... То есть... Получается... Говорить это... Say... Сейчас выберем форму... А выиграл... До этого... То есть... Если... Видите... Второе действие... Происходит раньше... Предшествует... То есть... Он сказал... А выиграл... До этого... Да... Сейчас как раз... Именно видите... Это будет... Now... То есть... Сейчас... То... Соответственно... Если действие... Произошло... Раньше... То... Мы используем именно... Past... Perfect... То есть... Прошедшее... Совершенное время... Или как вообще называют... Предпрошедшее... То есть... Он сказал... Что... He said... That... He said... That... Выиграл... Но... Мы говорили... Что здесь... Также в английском... Нужно поставить... Предлежащее... То есть... Дословно... Он выиграл... That he... Далее... Had... И... Третья форма... От... Win... Won... That he... Had won... He said... That he... Had won... He said... That he... Had won... То есть... Видите... Обычно... Как происходит... Например... Он выиграл... Затем... Он сказал мне об этом... То есть... Он выиграл... He won... Затем... Then... Он сказал мне... He told me... Об этом... About it... He won... Then... He told me about it... То есть... Видите... Здесь действие происходит последнее... То есть... Одно действие... И далее... Следующее... Как раз... Другое... Он выиграл... И затем... И затем... Он сказал мне об этом... Но... Здесь... По-другому... То есть... Вначале... Он сказал... А действие... Которое... Произошло раньше... Не до... А после... И поэтому... Здесь именно... Past perfect... He said... That he had won... Да, в принципе... Также здесь сокращают... То есть... Можно услышать... Не he had... А he'd won... He'd won... Но мы с вами... Просто проще... На данном этапе... Именно в past perfect... Используем полную форму... He said... That he had won... Я знал... Что это уже произошло... Я знал... Что... I knew... That... Это уже произошло... Ведь уже... Мы знаем already... Это временной указатель... Present perfect... Но если... Опять же... Действие... Предшествует... Прошедшему... Это уже past perfect... То есть... Опять же... Что у нас с вами... Получается... То есть... Я знал... Я знал... Это получается... Вот здесь... То есть... I knew... Что это уже произошло... А второе действие... Раньше... Поэтому здесь... Получается... Had... Happened... Had happened... That it... И даже already ставится посередине... It had... It had... Already... Happened... It had... Already happened... I knew that... It had... Already happened... I knew that... It had... Already happened... He won... Then he told me about it... Past... Perfect... Had... Done... Видите, здесь неважно... He, she, it... Единственная форма... Had... Плюс третья форма... Had... Done... When... Say... Now... Видите, очень часто... Начали там кто-то сказал что-то... И далее, что произошло раньше... Как здесь... He said that he had won... Had happened... New... I knew that... It had already happened... Я был... Так счастлив... Потому что... Сдал тест... Успешно... Я был... I was... Так счастлив... So happy... Потому что... Because... Сдал тест... Видите, здесь также в этой части нужно поставить подлежащее... То есть, я сдал... Но сдал раньше... Потом... Past perfect... I had... Past... Test... Разумеется, с артиклем... Past... The test... Успешно... Successfully... Видите, артикль нужно ставить... И выражение как раз именно... Past the test... Значение этот или тот... Past the test... I was so happy... Because... I had passed... The test... Successfully... I was so happy... Because... I had passed... The test... Successfully... Когда я пришел домой... Она уже приготовила ужин... То есть, когда я пришел... When I came... Домой... Home... When I came home... Она уже приготовила ужин... То есть, к этому моменту... Раньше... Потом здесь также именно... Past perfect... Она уже... She had... Already... Приготовила ужин... Cooked... Dinner... When I came home... She had already... Cooked... Dinner... When I came home... She had already... Cooked... Dinner... I was so happy... Because I had passed... The test... Successfully... When I came home... She had already... Cooked... Dinner... К тому времени... Как я окончил школу... Я уже достиг... Среднего уровня... В английском... К тому времени... Как... Это фраза... By the time... И вот by... Тоже указывает... Именно... На past perfect... В прошедшем... То есть к... Это именно by... То есть к тому времени... Как... By the time... Я окончил школу... I finished... School... Я уже достиг... То есть это действие... Произошло раньше... Поэтому здесь именно... Past perfect... Я уже достиг... I had already... И достигать какого-то уровня... Обычно мы используем глагол... Reach... I had already... Reached... Среднего уровня... То есть уровня... Intermediate... An intermediate... Level... В английском... In English... In English... Видите... То есть достигать... Именно какого-то уровня... Обычно... То есть часто именно... Reach... Потом тоже в получении... Используем... In reach... Именно в этом контексте... С уровнем... Получается... By the time... I finished... School... I had already... Reached... An intermediate... Level... In English... Также... Видите... В английском... Если английского... То по стиму... Of English... Тоже встречается... Но видите... Здесь самое важное... Понимать... Что by... Вот эта часть... Указывает... Как раз на то... Что... Вторая часть... Подошла раньше... Поэтому... In the past... Perfect... You already... Тоже как раз... Усиливает это... By the time... I finished... School... I had already... Reached... An intermediate... Level... In English... Я уже... Ушел из дома... К тому времени... Как они прибыли... Опять же... Вот... Видите... К... Там... К тому времени... Как... Это все указатель... Именно... Past... Perfect... То есть... Ушел раньше... Поэтому здесь... Именно... Past... Perfect... Я уже... I had already... Ушел из дома... Left... Home... К тому времени... Как... By the time... Они прибыли... А здесь... Обычное... Как раз... Время... Past... Simple... By... The time... They arrived... То есть... Видите... С... By the time... Одна часть... Значит... Past... Simple... Другая... Что раньше... Past... Perfect... I had already... Left... Home... By the time... They arrived... I had already... Left... Home... By the time... They arrived... By the time... I finished... School... I had already... Reached... An intermediate... Level... In English... I had already... Left... Home... By the time... They arrived... Я понял... Что сделал ошибку... Я понял... Что... I understood... That... I сделал ошибку... Раньше... Поэтому... Past... Perfect... That... I had... Made... Ошибку... A mistake... I understood... That... I had made a mistake... I understood... That... I had made a mistake... Он сказал... Что... Провалил тест... Он сказал... Что... He said... That... А провалил... Раньше... Выражение... Провалить... Тест... Это... Fail... The... Test... Там... Провалить... Экзамен... Fail... The... Exam... Сдать... Это... Pass... А провалить... Fail... Fail... The... Test... Fail... The... Exam... He said... That... Провалил... Но в английском здесь нужно поставить подлежащее... Еще раз... То есть он провалил... That... He had failed... Test... The... Test... He said... That... He had failed... The... Test... He said... That... He had failed... The... Test... Она сказала мне... Что... Никто не заметил это... Она сказала мне... She told me... Что... That... Никто... Помолчение с позой... No one... Не заметил... Вот... No one... Уже берет на себя отрицание... Поэтому здесь просто говорим в утверждение... Как бы... Получается... Заметил... Замечать это... Notice... И... Видите... В прошедшем времени с нужной формой получается... Had noticed... Потому что это произошло раньше... No one... Had noticed... Это... It... She told me... That... No one... Had noticed it... То есть, опять же... Это раньше... Потом... Had noticed... И никто... No one... Уже берет на себя отрицание... Потом просто... Had noticed... She told me... That... No one... Had noticed it... I understood... That... I had made a mistake... Fail the test... Fail the exam... He said... That... He had failed the test... She told me... That... No one... Had noticed it... Я знал... Что они обманули ее... Я знал... Что? I knew that... Они обманули... Обманули раньше... Поэтому... Past perfect... Обманывать deceiver... Они обманули... That... They had deceived... Ее... Her... I knew that... They had deceived her... I knew that... They had deceived her... Я выяснил... Что они обманули его... Вот... Выяснять... Прочти... Находить... Это find... А выяснять... Это фраза в глагол find out... То есть... Я выяснил... Или так же еще можно пересечь... Я обнаружил... I found out... I found out... Что... That... Да... Видите, полезная фраза... Уже фразы в глаголы применяем... I found out that... Они обманули... Раньше... Поэтому... Past perfect... That... They had... Deceived... Его... Him... I found out... That... They had... Deceived him... I found out... That... They had... Deceived him... Я выяснил... Что... Они сказали мне неправду... Я выяснил... Что... I found out... Что... That... Они сказали мне... Даже раньше... Поэтому... Они сказали... They had... Told me... И... Неправду... Это выражение... A lie... Вообще... Lie... Это... Лежать... Если неправильный глагол... Если lie... Правильный глагол мы говорили... Это... Лгать... А lie... Это ложь... Но именно с артиклем... То есть... Именно выражение... Tell... Tell me a lie... Сказать мне ложь... Или неправду... Именно tell a lie... То есть... Именно так вот... С tell... И a lie... Стоит артикль здесь... Получается... I found out that... They had told me a lie... I found out that... They had told me a lie... I knew that... They had deceived her... I found out... That... They had deceived him... I found out that... They had told me a lie... Если, к примеру, я хочу сказать... Они солгали мне... То есть не обманули, а солгали... То будет had lied... И кому-то лгать... Это to... Lied to me... Так можно тоже сказать... That they had lied to me... А если именно дословно сказать... Мне неправду... То так... Вот как здесь... I found out... That... They had told me a lie... Я закончил это делать... К тому времени... Вот к... Какому-то моменту... В прошлом указывает на... Past perfect... Эту указательность by указывает на past perfect... То есть я закончил... Это будет I had finished... Это делать... Ну дословно делать это... И конструкция именно finish doing something... То есть finish и глагол с инкформой... Finished... Делать это... Doing it... К... Тому времени... К... Это by... А тому времени... By the time... I had finished... Doing it... By the time... I had finished... Doing it... By the time... Я закончил делать все... К трем часам... Опять же видите... К... Это by... Указывает на past perfect... В прошедшем... То есть я закончил... Я закончил... I had finished... Делать все... Опять же finish и глагол с инкформой... Finished... Doing... Все... По умолчанию слова все используем... Finished... Doing everything... К трем часам... К... By... Трем часам... By three o'clock... By three o'clock... I had finished... Doing everything... By three o'clock... I had finished... Doing everything... By three o'clock... I had finished... Doing it... By the time... I had finished... Doing everything... By three o'clock. Когда он прибыл в аэропорт, самолет уже взлетел. То есть, когда он прибыл. When he arrived в аэропорт. Вспоминаем фразу, есть небольшое место, то это at. Общается arrived at the airport. Самолет уже взлетел. То есть, взлетел к этому моменту раньше. Поэтому past perfect. То есть, действие идет, видите, позже здесь в приложении, а произошло раньше. Поэтому past perfect. Самолет. Опять же, видите, в начале в этой части, поэтому не просто. Plane, а the plane. По умолчанию используем просто кратко. The plane уже had already взлетел. Вот взлетать – это фраза глагола take off. Поэтому получается taken off. Taken off. Take off – это взлетать. When he arrived at the airport, the plane had already taken off. When he arrived at the airport, the plane had already taken off. Когда она прибыла в аэропорт, самолет еще не приземлился. То есть, когда она, when she, прибыла, when she arrived at the airport, самолет еще не приземлился. Да, видите, вот помните, мы говорили, что already и еще нет – это указатель именно perfect. Если просто обычная ситуация – это present perfect. Если в прошедшем времени, то идет сдвижка на время назад. То есть, указателя еще нет – это указатель именно past perfect. Так же, как и already – это указатель именно past perfect. То есть, самолет, the plane, то есть, еще не приземлился. То есть, не приземлился еще. В отрицании не приземлился. Hadn't плюс третья форма. Hadn't приземляться. Hadn't landed yet. То есть, take off – взлетать. Land – да, land – это земля, и land – это глагол приземляться. Hadn't landed yet. То есть, hadn't плюс третья форма. Это если в отрицание. When she arrived at the airport, the plane hadn't landed yet. When she arrived at the airport, the plane hadn't landed yet. When he arrived at the airport, the plane had already taken off. When she arrived at the airport, the plane hadn't landed yet. Я все закончил к тому времени, как она мне позвонила. Итак, я все закончил. То есть, я закончил все. Я закончил. I had finished. Все. Everything. К тому времени, как. By the time. Она мне позвонила. То есть, она позвонила мне. Она позвонила. She called me. Near me. То есть, получается, видите, by the time, может быть, или в начале, или в конце. В любом случае, это указывает именно past perfect. То действие, которое раньше произошло, то и как раз мы и говорим в past perfect. Я закончил смотреть то видео к тому времени, как они пришли ко мне. Опять же, видите, к тому времени, как. By the time. Это указывает на past perfect. Я закончил. Это раньше, поэтому получается, я закончил. I had finished. Смотреть. Finish и глагол с информией. I had finished watching то видео, that video, к тому времени, как, by the time, они пришли ко мне. Они пришли. They came ко мне to me. I had finished watching that video by the time they came to me. I had finished watching that video by the time they came to me. I had finished everything by the time she called me. I had finished watching that video by the time they came to me. Она сказала, что он выиграл, но я не поверил ей. Видите, это уже более сложное предложение. Давайте попробуем это правильно сказать. То есть, она сказала, что... She said that... Он выиграл. Выиграл до этого. Поэтому past perfect. That he had won. Но я... But I... Не поверил ей. То есть, что здесь происходит? То есть, она сказала... Это сказала. Получается, said. Далее... Значит, он выиграл. А выиграл до этого. Поэтому... Это, видите, раньше. Значит, had won. А далее... Я не поверил ей. Я не поверил. Это не произошло раньше. Это после said. То есть, здесь это после. Поэтому просто обычное прошедшее время. Получается... Didn't... И не поверил... Didn't believe. Didn't believe. But I... Не поверил. But I didn't believe... Ей... But I didn't believe her. She said... That he had won. But I didn't believe her. She said... That he had won. But I didn't believe her. Видите? То есть, здесь... Более сложное предложение. Одно действие раньше. А другое после. Чем said. Потом просто past simple. She said... That he had won. But I didn't believe her. Он сказал, что никогда не был там. Но это выглядело очень странно. Он сказал, что... He said... That... Никогда не был. Видите? Никогда не был. То есть, до именно того момента, как сказал. Помните, когда мы разбили present perfect, если как раз по настоящее время never, это именно present perfect. А здесь движка на время назад. Поэтому как раз получается past perfect. Именно никогда. Как раз перед прошедшим это past perfect. То есть, он никогда... That he had never... Не был. И never уже берет на себя отрицание. That he had never... Been... Там... There. He said that he had never been there. Но это выглядело... А видите, здесь как раз похожая ситуация. То есть, что... Также... Получается... Никогда не был. То есть, had never been. Это раньше. Он сказал... То есть, что позже. А после того, как сказал, это выглядело... То есть, looked... Очень странно. Поэтому здесь... Значит, видны ситуации, что также это один временной план. Поэтому здесь просто обычное прошедшее время. Past simple. Но это выглядело... Но это... But it... Выглядело... But it looked... Очень странно. Very strange. Значит, помню, что слуг именно прилагательный, а потом просто strange. But it looked... Very strange. He said that he had never been there, but it looked... Very strange. He said that he had never been there, but it looked... Very strange. Had one... Said... Didn't believe. She said that he had one, but I didn't believe her. Had never been... Said... Looked. He said that he had never been there, but it looked... Very strange. Я сказал ему, что я улучшил свой английский значительно благодаря этому методу. Я сказал ему... I told him... Что? That... Я улучшил... А улучшил раньше, чем сказал. То есть, к этому моменту, потом past perfect. Я улучшил... That I had improved... Свой английский... То есть, мой английский... My English... Значительно. По умолчанию используем слово significantly... Significantly... Благодаря этому методу. Вот благодаря чему-то... Thanks to... И на предлог to... Thanks to... Этому методу... Thanks to this method. Thanks to this method. Давите значительно. Это significantly. Или, в принципе, есть еще другое слово... Considerably. Considerably. Significantly. Или же considerably. Но часто именно significantly, поэтому по умолчанию используем significantly. I told him that I had improved my English significantly thanks to this method. I told him that I had improved my English significantly thanks to this method. I told him that I had improved my English significantly thanks to this method. Она сказала, что никогда не была в таком красивом месте, потому что оно выглядело как настоящий рай. Итак, она сказала, что... She said that... Никогда не была. Но, опять же, видите, здесь грамматически в английском нужно поставить подлежащее. То есть, она никогда не была. Ведь никогда... Указывает, что это перед этим было, поэтому past perfect. That she had never... Не была. That she had never been... В таком красивом месте. В... Это to. Мы говорили, что быть в каком-то месте... Это to. Да, были исключения. Помните, here. Там there. А так именно to. To. В таком красивом месте. Также, помните, мы говорили, если далее. Там после такой. Такое, таки, идёт именно существительное, как здесь вместе, то именно such. To such. Красивом месте. И артикль сохраняется. Красивом месте. To such a beautiful place. She said that she had never been to such a beautiful place. Потому что... Because... Оно выглядело... Because it looked... Как... Вот выглядит как... Это фраза look like. It looked like... Именно like здесь. Look like. Выглядело как? It looked like... Настоящий рай. И здесь эта фраза получается... Давайте посмотрим транскрипцию. A real paradise. Paradise. Это рай. Paradise. А настоящий рай. А настоящий рай. A real paradise. Да, видите. Real настоящий. Да, и обычно встречается с артиклем. И тоже, по-моему, так и делаем. A real paradise. И опять же, что получается? То есть, вот. Она сказала... Это получается said. Что никогда не была. А вот выглядела... То есть, она сказала и выглядела... То есть, это где-то в этот момент. То есть, она сказала и это выглядела... То есть, вот здесь. Это один временной план. Поэтому просто, видите, обычное прошедшее время. Because it looked like a real paradise. Paradise, right? She said that she had never been to such a beautiful place. Because it looked like a real paradise. She said that she had never been to such a beautiful place. Because it looked like a real paradise. She said that she had never been to such a beautiful place. Because it looked like a real paradise My friends, thank you very much We continue this very important playlist Друзья, привет! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам Мы продолжаем наш экспресс-курс Английский язык за 50 уроков И переходим к практике Я все закончил К тому времени Как она мне позвонила Я все закончил То есть я закончил I had finished Все Errorfin I had finished Errorfin К тому времени как By the time Она мне позвонила То есть она позвонила She called Мне Me I had finished Errorfin By the time she called me I had finished Errorfin By the time she called me Когда он прибыл В аэропорт Самолет уже взлетел Когда он прибыл When he arrived В аэропорт В аэропорт At the airport When he arrived at the airport Самолет уже взлетел Самолет The plane Уже взлетел Уже Had already Взлетел I had already taken off I had finished Errorfin Когда я пришел домой Она уже приготовила ужин Когда я пришел When I came Домой Home When I came home Она уже приготовила ужин Она уже She had already Приготовила ужин Cooked Dinner When I came home She had already Cooked Dinner When I came home She had already Cooked Dinner Дай помолчение Используем полную форму Had Past perfect When I came home She had already Cooked Dinner Когда она прибыла В аэропорт Самолет еще не приземлился Когда она When she Прибыла Arrived В аэропорт At The airport Самолет еще не приземлился То есть самолет The plane Не приземлился Hadn't Landed Еще Yet The plane Hadn't Landed Yet When she Arrived At The airport The plane Hadn't Landed Yet When she Arrived At The airport The plane Hadn't Landed Yet When I Came Home She Had Already Cooked Dinner When she Arrived At The airport The plane Hadn't Landed Yet Я Сказал ему Что Я улучшил Свой английский Значительно Благодаря Этому Методу Я Сказал ему I told him Что That Я Улучшил I Had Improved Свой английский My English Значительно По умолчанию Я Я Знал Что Это Уже Произошло Я Знал Что I knew That Это Уже Произошло Это Уже It Had Already Произошло Happened Я Выяснил Что Они Сказали Мне Неправду Я Выяснил I Found Out Что That I Found Out That Они Сказали Мне Они Сказали Мне They Had Told Me Неправду Лай I Found Out That They Had Told Me Лай I Found Out That They Had Told Me Лай I Found Out That They Had Told Me Лай Я Выяснил Что Они Обманули Его Я Выяснил I Found Out Что That Они Обманули Они Обманули That They Had Deceived Его Him Он Сказал Что Выиграл Он Он Сказал Что He Said That Выиграл Засловно Он Выиграл That He Had Won He Said That He Had Won He Said That He Had Won Она Сказала Что Он Выиграл Но Я Не Поверил Ей Не Не Поверил But I Didn't Believe Ей Her She Said That He Had Won But I Didn't Believe Her She Said That He Had Won But I Didn't Believe Her Я Знал Что Они Обманули Ее Я Знал Что I Knew That Они Обманули Ее Они Обманули That They Had Deceived Ее Her I Knew That They Had Deceived Her I Knew That They Had Deceived Her He Said That He Had Won She Said That He Had Won But I Didn't Believe Her I Knew That They Had Deceived Her Я Понял Что Сделал Ошибку Я Понял Что I Understood That Сделал Ошибку Сдел То есть дословно Я Сделал Ошибку Я Сделал That I Had Made Ошибку A Mistake I Understood That I Had Made A Mistake Я Был Так Счастлив Потому Что Сдал Тест Успешно Я Он сказал, Что Никогда Не Был Там Но Это Выглядело Очень Странно Он Сказал Что He Said That Никогда Не Был Засловно Он Никогда Не Был Он Никогда Не Был That He Had Never Been Там There He Had Never Been There Но Это Выглядело Но Это But It Выглядело But It Looked Очень Странно Very Strange But It Looked Very Strange He Said That He Had Never Been There But It Looked Very Strange He Said That He Had Never Been There But It Looked Very Strange Я Закончил Это Делать К Тому Времени Я Закончил I Had Finished Это Делать То есть Делать Это Doing It I Had Finished Doing It К Тому Времени By By The Time I Had Finished Doing It By The Time I Had Finished Doing It By The Time Я Закончил Делать Все К Трем Часам Я Закончил I Had Finished Делать Все Делать Doing Все Everything I Had Finished Doing Everything К Трем Часам К By Трем Часам By Three O'clock By Three O'clock I Had Finished Doing Everything By Three O'clock Я Закончил Смотреть То Видео К Тому Времени Как Они Пришли К Мне Я Закончил I Had Finished Смотреть То Видео Смотреть Watching То Видео That Видео К К Тому Времени Как By The Time By The Time Они Пришли Ко Мне Они Пришли They Came Ко Мне To Me Я Ушел Left 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 Home By The Time They Arrived I Had Already Left Home By The Time They Arrived He 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 Said That Провалил Тест То Есть Дословно Он Провалил Он Провалил That He Had Failed Test The Test He Said That He Had Failed The Test He Said That He Had Failed The Test He Said That He Had Failed The Test К К Тому Времени Как Я Кончил Школу Я Уже Достиг Среднего Уровня В Английском К Тому Времени Как By The Time Я Кончил Школу I Finished Скол Я Уже Достиг Я Уже I Had Already Достиг Среднего Уровня По умолчанию В этом Контексте Используем Форму Reach С уровнем То есть Я Уже Достиг I Had Already Reached Среднего Уровня An Intermediate Level В английском In English An Intermediate Level In English By The Time I Finished School I Had Already Reached An Intermediate Level In English By The Time I Finished School I Had Already Reached An Intermediate Level In English He Said That He Had Failed The Test By The Time I Finished School I Had Already Reached An Intermediate Level In English Она Сказала Что Никогда Не Была В Таком Красивом Месте Потому Что Оно Выглядело Как Настоящий Рай Она Сказала Что She Said That Никогда Не Была Дословно Она Никогда Не Была That She Had Never Been В Таком Красивом Месте В To Таком Красивом Месте Таком To Such Красив Месте To Such A Beautiful Place Потому Что Because Оно Выглядело Как Настоящий Рай Оно Выглядело Because It Looked Как It Looked Like Настоящий Рай Настоящий Рай A Real Paradise A Real Paradise She Said That She Had Never Been To Such A Beautiful Place Because It Looked Like A Real Paradise She Said That She Had Never Been To Such A Beautiful Place Because It Looked Like A Real Paradise My Friends Thank You Very Much We Continued This Very Important Playlist Playlist Друзья Привет Hi Приветствую вас на канале английский язык по плавистам Мы продолжаем наш экспресс курс английский язык за 50 уроков И в рамках нашего плависта мы в этом уроке сделаем некоторое обобщение Итак, какие времена мы начали разбирать и разобрали Значит, видите, уровень A0, три времени Present Simple, Future Simple и Past Simple В 1 мы существенно дополнили, эти времена усложнили, потому что действительно есть более сложные вещи Также Present Simple, Future Simple и Past Simple И достаточно подробно поговорили о времени Present Continuous То есть настоящее продолженное время И предполагается, что в уровне A2 еще три времени Present Perfect, Past Continuous и Past Perfect То есть Present Perfect Это настоящее совершенное время Образуется have, has плюс третья форма глагола На примере глагол делать это done Have, has, done Past, Continuous Это форма глагола to be в прошедшее время То есть was или were Плюс глагол, плюс ing На примере глагол делать, то есть done Was, doing, were, doing И Past Perfect Это предпрошедшее время Had плюс третья форма глагола На примере глагол делать Had, done Но, конечно, как вы понимаете, здесь нужна дополнительная практика Поэтому предполагается, что в этом уроке мы сделаем Некоторое обобщение касательно этих времен И в сравнении, соответственно, с Past Simple тоже посмотрим И далее будет мощная практика на эти времена То есть на все эти времена сразу Чтобы действительно вы закрепили Потому что действительно легко, когда три времени Или четыре, а когда все времена как раз вместе С разными глаголами И это действительно сложнее Но наша цель действительно приблизиться максимально к реальным условиям Что мы и сделаем, друзья мои Значит, еще раз Было разобрано Present Simple, Future Simple Past Simple, Present Continuous Сейчас обобщение Present Perfect Past Continuous Past Perfect И также Past Simple в сравнении И далее практика по всем этим временам Сразу достаточно подробная И это очень мощный тренинг в уровне А2 Потому что я считаю, что очень важно Именно отработать употребление времен Там не 10 положений, не 20 Действительно времена сложнее И практике нужно тоже много Само собой разумеется И, конечно, вы, как всегда Просто большие молодцы И огромнейшие трудолюбцы И сейчас мы не будем говорить Что вот употребляете время Past Simple Вот употребляете время Past Continuous Или, например, или Past Simple, или Past Continuous Нет Теперь самим нужно думать Какое время употреблять То есть мы усложняем Я всегда хотел посетить англоязычную страну Здесь имеется в виду, что это не отдаленное прошедшее А это верно по настоящее время То есть и раньше, и тоже сейчас хочу То есть я всегда хотел А вот в этом контексте А вот в этом контексте Always указывает на Present Perfect То есть выражение Я всегда хотел И по умолчанию с Present Perfect используем краткую форму Получается Это I've always I've always wanted I've always wanted Посетить Неоправедливая форма, потом to плюс глагол To visit Англоязычную страну Англоязычную Англоязычную страну Англоязычную страну Англоязычную страну I've always wanted To visit Англоязычную страну Это отличная конструкция Я всегда хотел что-то сделать Именно I've always wanted Если это верно По настоящее время Связь с настоящим Present Perfect И Always Подсказка здесь I've always wanted To visit Англоязычную страну То есть, видите, present perfect – это не отдаленное прошедшее. Нет, это когда есть связь с настоящим. То есть, видите, это верно также по настоящее время. Отлично. Я сказал ему, что всегда хотел поехать в англоязычную страну. Видите, я сказал ему. Здесь обычное прошедшее время. I told him, что. That всегда хотел. Но видите, здесь грамматически в английском нужно поставить второе подлежащее. То есть, я всегда хотел. Но видите, здесь какая ситуация. Что если я всегда хотел, и это верно по настоящее время, это present perfect. Но если у нас это перед другим прошедшим временем, то идет сдвижка на время назад. То есть, если past simple превращается в past perfect, и также и present perfect сдвигается на время назад. Да, хотя видите, в названии present это преобразуется в past perfect. То есть, если видите, перед прошедшим временем, то present perfect преобразуется в past perfect. That, то есть, я всегда хотел будет, that I had always, that I had always wanted поехать, to go в англоязычную страну, в, to, англоязычную страну. В принципе, здесь также можно перевести в англоязычную страну, to, и артикль сохраняется по формуле, неправда на артикль, to an English-speaking country. I told him that I had always wanted to go to an English-speaking country. Видите, здесь просто visit, поэтому без предлога, а, конечно, go to, на какое-то место, страну, то есть, город, страну, поэтому go to. So, I told him that I had always wanted to go to an English-speaking country. I've always wanted to visit an English-speaking country. Past simple, present perfect, past perfect. I told him that I had always wanted to go to an English-speaking country. Когда я их увидел, они спорили о чём-то. Видите, это действие краткое «увидел», спорили длительное. Значит, здесь past simple, а там спорили past continuous. Когда я, when I, их увидел, то есть, увидел их, when I saw them, when I saw them, они спорили, здесь past continuous. Спорить – это argue, argue. They were arguing, they were arguing, да, спорить – argue. И, видите, здесь просто именно, мы говорили, что когда заканчивается на и, то есть, на русскую е, на и, да, в английском это убирается, и добавляется ing. Получается – arguing. Argueing. They were arguing о чём-то. About something. When I saw them, they were arguing about something. When I saw them, they were arguing about something. Вот далее, предложение очень простое, там, можно сказать, даже дико простое предложение, но по факту оно не такое простое, как кажется. Я объяснил ему это. Нет, грамматически по времени – да. По мощи не используем, просто по simple получается I explained. А вот далее самое сложное, самое интересное. Ему это. Ещё раз. Вот так дословно нельзя сказать, это будет ошибка. Объяснить кому-то что-то именно так. Explain. Что-то. Something to someone. Только так грамматически правильно. То есть, по-русски мы говорим там ему это, но по-английски это будет ошибкой грамматической. Поэтому здесь именно нужно вначале сказать «что» – explained it, а далее уже «to» и «кому». To him. I explained it to him. I explained it to him. I explained it to him. Вот тоже, действительно, многие не знают это, как раз и жалко на самом деле, но действительно это часто ошибка. Правильно именно так. I explained it to him. When I saw them, they were arguing about something. Explain something to someone. I explained it to him. Вечерний «ex», а «x». I explained it to him. Когда он мне все объяснил, я осознал, что сделал ошибку. Итак, когда он, when he, мне все объяснил. Но грамматически, то есть, вначале глагол «when he explained», видите, здесь написано «мне все», но по-английски не так. То есть, начали «что», потом «кому». То есть, explained – все. Everything. Далее «кому», значит, «to» и «кому» – to me. То есть, именно так правильно. When he explained everything to me. When he explained everything to me. Я осознал. Видите, это посредственно действий. То есть, вначале объяснил, потом осознал. Потом также по «simple». Я осознал. I realized. Да, по умолчанию используем это прописание. Также, видите, в британском английском через «s». I realized. I realized. Но часто именно вот так встречается по умолчанию и оставляем. I realized. Что? That. Сделал ошибку. Здесь грамматически требуется еще одно подлежащее. «that I» и сделал ошибку. То есть, смотрите. Было два действия. Соответственно, было. Объяснил. И далее осознал. А вот. Сделал ошибку до. А это действие здесь упоминается после. Поэтому, конечно, здесь именно «past perfect». Что я сделал ошибку? That I had made. Ошибку. A mistake. I realized that I had made a mistake. When he explained everything to me, I realized that I had made a mistake. When he explained everything to me, I realized that I had made a mistake. Я никогда не был в Китае. Значит, мы говорили, да, что когда мы говорим «мы были где-то» или «не были» и не указывается конкретное время, то есть, когда нет временных указателей, там past simple, last, там year, там two years ago, там yesterday, там last month и так далее, то здесь «present perfect» – я никогда не был. I have never been в Китае. И здесь «present perfect» – предлог именно «to». «to» – Китай, to China. Это именно особенность конструкции в «present perfect to». Мы про это говорили, насколько я помню, когда в начале уровня А2. То есть, в, там, городе, стране именно «to». I have never been to China. Там to this place, в этом месте, to that place. Там исключение, если помните, это здесь, там here, there. А так, в принципе, видите, общий случай «to». I have never been to China. Усложни, мы скажем. Он сказал, что никогда раньше не был в Китае. Он сказал что? He said that – никогда раньше. Но здесь же, видите, грамматически опять требуется подлежащее. То есть, что он, that he – никогда раньше не был в Китае. Видите, вообще, если он никогда раньше не был в Китае, это «present perfect». Но это перед прошедшим временем, поэтому сдвижка на время назад должна быть «past perfect». То есть, дословно, он никогда не был в Китае раньше. Раньше идет в конец. То есть, он никогда не был в «past perfect». He had never been. Видите, похожие конструкции, только вместо «have, has, had». He had never been в Китае. Опять же, to China. И раньше, да, в конце, before. He said that he had never been to China before. Можем также здесь поставить before, если мы хотим сказать «я никогда раньше». Before в конце. He said that he had never been to China before. He said that he had never been to China before. I've never been to China. He said that he had never been to China before. Далее, вот такая описательная ситуация в прошлом. Время шло очень медленно. Мы ждали и ждали. Все было очень неопределенно. То есть, когда описательная ситуация в прошлом, мы, по возможности, используем время past continuous. То есть, длительное прошедшее время. То есть, время шло. Time, то есть, вообще, в целом время time шло. Was passing. Pass – это проходить, там сдавать. И также pass – это идти. Там о времени, в частности. Time was passing. Очень медленно. Very slowly. Time was passing very slowly. Также здесь, в принципе, можно еще использовать фразовый глагол. Вот, также идти, проходить. А время это go by. Можно было бы сказать time was going by. Time was going by very slowly. Или как здесь, вот проще. Time was passing very slowly. Мы ждали и ждали. Да, видите, мы ждали, само собой, разумеется, в continuous. We were waiting. А здесь, видите, еще усиливает, еще делается акцент на длительность. We were waiting and waiting. We were waiting and waiting. Все было очень неопределенно. Все было. Помолчение с позием eryfin. Eryfin. И также помню, что eryfin в английском помолчение означает it. То есть, it означает, поэтому eryfin was. Очень неопределенное. Очень very. А неопределенное – это слово uncertain. Uncertain. Вот certain – это определенный, уверенный. А uncertain – неуверенный, неопределенный. То есть, неопределенный. Uncertain. Но, опять же, видите, здесь форма to be. А мы ее используем просто, вот, соответственно, в simple. То есть, соответственно, pass simple просто используем. То есть, общие случаи в инг мы не употребляем. Просто eryfin was very uncertain. Здесь ограничение, поэтому просто видите pass simple. Тогда pass continuous. time was passing very slowly. We were waiting and waiting. Eryfin was very uncertain. 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 Неопределенный. Uncertain. Я еще не достиг сильного среднего уровня в английском, но это в моих планах. Итак, на автомате вспоминаем временные указатели времени present perfect. Это, соответственно, только что, just, already, вот основные. Если вопрос, то ever. Далее также never. Когда по настоящее время. И также еще нет. Yet. Это основные указатели. В принципе, так же, так же еще always в контексте, когда верно по настоящее время. И когда сколько-то раз. Там много раз. Там many times. Там несколько раз. Там several times. Это как раз указатели, которые вспоминаются. И здесь, видите, мы видим еще нет. Еще не. Как раз это как раз вот yet. И ставится в конце. То есть, я не достиг. И помню, что мы по умолчанию достичь об уровне используем reach. То есть, я не достиг. I haven't reached. I haven't reached. Да, видите, у правильных глаголов третья форма такая же. То есть, вторая и третья форма у правильных глаголов одинаковая. I haven't reached. Сильного среднего уровня. Видите, есть существительное здесь. Потом по формуле сохраняется как раз неправильный артикль. То есть, сильного, strong, среднего уровня. A strong, intermediate level в английском. In English. A strong, intermediate level in English. Еще ставится в конце yet. Но это в моих планах. Но, but, это в моих планах. Видите, здесь нет соответственно глаголов, потому что форма to be. То есть, не просто it, а it's, but it's, в моих планах, but it's in my plans. I haven't reached a strong, intermediate level in English yet, but it's in my plans. I haven't reached a strong, intermediate level in English yet, but it's in my plans. Just, already, ever, never, yet. Always, many times, several times. I haven't reached a strong, intermediate level in English yet, but it's in my plans. Я еще не достиг среднего уровня в английском, но я собираюсь сделать это скоро. Опять же, видите, еще не указывает на present perfect. То есть, я не достиг, используем форму reach, говоря об уровне, то есть, я не достиг, I haven't reached среднего уровня, an intermediate level, в английском, in English, еще yet. I haven't reached an intermediate level in English yet, но я собираюсь, но, but, и вот, собираться – это конструкция to be going, to be going, to do something. Собираться что-то сделать, to be going, to do something. Если говорим о себе, то форму получается I'm, I'm going, но я собираюсь, but, I'm going, сделать это, but, I'm going to, плюс глагол, то есть, делать это, to do it, but, I'm going, to do it, скоро, soon. Да, видите, I'm going, я иду, это present continuous, но и на конструкции I'm going to, плюс глагол, собираться что-то сделать, то есть, но я собираюсь сделать это скоро, but, I'm going, to do it, soon, but, I'm going, to do it, soon. I haven't reached an intermediate level in English yet, but, I'm going, to do it, soon. Я еще не достиг этой цели, но я собираюсь сделать это в ближайшем будущем. Да, а вообще мы используем слово achieve, говоря о цели. Обычный achieve здесь в этом контексте, поэтому да, используем форму achieve. Еще не указывает на present perfect. То есть, я не достиг. Используем форму achieve. Получается, I haven't achieved, I haven't achieved этой цели. Помолчание, исполнено слово aim, то есть, этой цели. This aim. Еще. Yet. I haven't achieved this aim yet, но я собираюсь. But, I'm going. Сделать это. But, I'm going to do it. В ближайшем будущем. И вот фраза в ближайшем будущем, это будет in, in the near future. Именно так. Часто неносители языка образуют именно превосходную степень здесь в английском, но по факту употребляется именно так. Вот, и обычно принято говорить именно так, мы тоже в умолчании говорим именно так, как принято. То есть, именно просто, просто не. То есть, in the near future. In the near future. Хотя, по-русски говорим, в ближайшем будущем. In the near future. In the near future. I haven't achieved this aim yet, but I'm going to do it in the near future. I haven't achieved this aim yet, but I'm going to do it in the near future. Я еще не решил эту проблему, но я собираюсь сделать что-то с этим в ближайшем будущем. Ведь еще не указывает на present perfect. То есть, я не решил. I haven't solved эту проблему. This problem. Да, решить проблему, задачу именно solve. I haven't solved this problem. Еще. Yet. I haven't solved this problem yet. Но я собираюсь. But I'm going... Сделать что-то. Сделать. To do. Что-то. To do something. С этим. Но выражение do something about. То есть, обычно говорят именно about, поэтому тоже используем здесь по умолчанию предлог about. Do something about. С этим. About it. То есть, можно перейти, там, я собираюсь сделать что-то с этим. То есть, поделать с этим, сделать с этим. Вот обычно используют именно выражение do something about. Да, with тоже грамматически возможно, но мы, по-моему, используем именно вот это выражение, которое часто принято употреблять. Do something about it. То есть, значит, делать, поделать с этим. Do something about it. В ближайшем будущем. И используем фразу in the near future. In the near future. I haven't solved this problem yet, but I'm going to do something about it in the near future. И это не оправдало моих ожиданий. Оправдывать мои ожидания. Оправдывать. Live up to my expectations. Expect. Ожидать. Expectations. Ожидание. Live up to my expectations. Оправдывать мои ожидания. Там есть его ожидания, his expectations, там her, your expectations и так далее. То есть, это не оправдало. Это обычное прошедшее время. It didn't live up. It didn't live up to my ожидания. To my expectations. It didn't live up to my expectations. It didn't live up to my expectations. То есть, вообще, какой посыл. Да. То есть, какое пожелание. Если даже обычное прошедшее время стараться использовать какие-то вот интересные конструкции. Например, как здесь. Live up to my expectations. It didn't live up to my expectations. Он сказал, что выступление не оправдало его ожиданий. Он сказал, что he said that выступление, да вообще выступление слова performance. Но, видите, в начале, в этой части, то есть, значение this или that, поэтому the, получается the performance, не оправдало. Но, видите, какой момент. Он сказал, но это произошло раньше. Поэтому, past perfect, то есть, hadn't, hadn't, lived up, его ожиданий, to his expectations. Выступление, performance, performance, the performance, здесь, the performance. He said that the performance hadn't lived up to his expectations. Да, видите, здесь мы используем эту фразу, но плюс еще предпрошедшее время. He said that the performance hadn't lived up to his expectations. Live up to my expectations. It didn't live up to my expectations. He said that the performance hadn't lived up to his expectations. Я только что получил сообщение от него. Да, видите, только что указывает на present perfect. И в помощи не используем форму get, значение получить. То есть, я только что... I've just, I've just получил, I've just got, get, got, got, форму got, по-моемущению используем, I've just got, сообщение от него. И опять же, видите, единственное число. И выражение получает сообщение get a message. Там get a letter, получить письмо. Получается got a message от него, from him. Я вспомнил, что забыл ключи дома. Я вспомнил, что... I remembered that... Я забыл ключи дома. Видите, это произошло раньше. И забыть, в смысле физически забыть какую-то вещь, это форма глагола leave. Leave – это уезжать, оставлять. Leave. Left, left. Forget – это забыть, что-то сделать там в голове. А именно оставить какую-то вещь и на leave. Поэтому that – я забыл, будет that I had left. Ключи. И видите, выражение здесь leave the keys. Не просто непонятно какие-то, конечно, конкретные. These или those, поэтому the – the keys – дома, at home. I remembered that I had left the keys at home. I remembered that I had left the keys at home. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Да видите, я никогда не видел плюс новая конструкция. Ведь я никогда не – это, как раз, never указатель на present perfect, если верно в настоящее время. То есть я никогда не – I've never видел. Третья форма – I've never seen. И далее. В принципе, конструкция – новая конструкция. Ничего подобного раньше. Видите, здесь дословно получается что-либо, что-либо, но в отрицании, что-либо – это anything, на вроде этого. Дословно, что-либо, как это. Anything like it. Вот такая конструкция. Like it, anything like it. И раньше before. Да, часто встречается. То есть, видите, если что-то – это something, но в отрицании и в вопросах превращается в anything. И like it – это как это. Like – это нравится. И второе значение – как. Как это, то есть что-то, что-то, как это, что-то на вроде этого. Но здесь именно переводится как ничего подобного. То есть, ничего подобного. Anything like it. В принципе, также в разговорной речи встречается anything like this или anything like that. Это допустимо. То есть, да, часто разговорная речь как раз заменяет it на this или на that. Но часто именно it, поэтому мы оставляем it по умолчанию. Anything like it. I've never seen anything like it before. I've never seen anything like it before. А также да, и this, и that тоже встречаются. Вот такая конструкция. I've never seen anything like it before. I've never seen anything like it before. I've just got a message from him. I remembered that I had left the keys at home. I've never seen anything like it before. Мы все понимали, что это было лучшее предложение, потому что никогда не видели ничего подобного раньше. Итак, мы все понимали. Видите, здесь, казалось бы, длительное время, да, но understand, мы говорили, не употребляется в continuous, поэтому просто past simple. То есть, мы все, это будет we all, понимали, understood. We all understood, что that we all understood that. Это было один временной план, поэтому также past simple. That it was лучшее предложение. It was лучшее. The best предложение offer. The best offer. Потому что, because, никогда не видели. Во-первых, здесь нужно подлежащее, то есть, мы, we, никогда не видели. Видите, до этого, поэтому past perfect. We had never seen. И далее, ничего подобного раньше. То есть, дословно, что-либо, как это раньше. Что-либо. Anything, как это. Anything like it. Anything like it. Раньше, before. Anything like it before. Anything like it before. We all understood that it was the best offer, because we had never seen anything like it before. We all understood that it was the best offer, because we had never seen anything like it before. Когда я увидел это в первый раз, я был действительно шокирован. То есть, я увидел, и затем я был шокирован. Past simple, past simple. Когда я увидел. When I saw это, это, it, в первый раз. Это фраза for the first time. When I saw it for the first time. When I saw it for the first time. Я был. I was. Действительно шокирован. Действительно. I was really. Шокирован. Шокирован. I was really shocked. Видите, шокирован – это прилагательное. Да, мы говорили, что некоторые прилагательные как раз имеют окончание – идея. К примеру, там шокт, шокирован. Удивлен – будет surprised. Уставший – это все именно прилагательное. Шокт, сюрпризед, тайд. Потом да. Видите, здесь такие как раз тонкости. When I saw it for the first time. I was really shocked. Да, конечно, можно было сказать I was really surprised. Я был действительно удивлен. Шокт – это уже более высокий уровень, то есть это уже более сложная лексика. И в помолчении используем более сложную лексику. When I saw it for the first time. I was really shocked. When I saw it for the first time. I was really shocked. Я не обращал на это внимание вначале, но потом я понял серьезность этой проблемы. Видите, не обращал вначале, потом понял. Последний здесь, значит, past simple. Обращать внимание на это pay attention to. То есть я не обращал I didn't pay attention I didn't pay attention на это to it. Да, видите, именно так. То есть вначале я не обращал внимания на это. То есть именно такой парады слов. I didn't pay attention to it вначале in the beginning. I didn't pay attention to it in the beginning. Но потом but then я понял I understood серьезность этой проблемы. Видите, и когда указание чего-то, то общая конструкция, то есть the плюс существительное плюс существительное далее указание чего с помощью of. Значит, серьезный – это serious, а серьезность – seriousness. Seriousness – это серьезность. The seriousness принадлежность с помощью of of этой проблемы. Of this problem. То есть, видите, не просто seriousness, а the seriousness, конкретная ситуация. Потом the то есть общая формула the плюс существительное плюс of. Исключение там чашка, там чая. Помните, cup of tea, там и cup of coffee, и glass, там стакан сока. В этом контексте да. мы именно ставим и, а так, да, вообще мы, в общем, как раз в контексте мы ставим именно так. То есть the плюс соответственно видите, как здесь существительное плюс of. К примеру, успех этого проекта будет the success этого, опять же, of this project. Именно так. The success of this project. The seriousness of this problem. То есть вот такая как раз формула. I didn't pay attention to it in the beginning, but then I understood the seriousness of this problem. I didn't pay attention to it in the beginning, but then I understood the seriousness of this problem. I didn't pay attention to it in the beginning, but then I understood the seriousness of this problem. Я еще не решил это. Опять же, решить это – это decide. То есть, еще не present perfect. То есть, я не решил. I haven't decided это, it, еще yet. I haven't decided it yet. I haven't decided it yet. Она сказала, что никогда не испытывала такого чувства раньше. Она сказала, что she said that никогда не испытывала. Вот никогда не указывает на предпрошедшее время. А испытывать – это слово experience. То есть, она никогда не испытывала. Да, experience – это опыт. Experience – это глагол испытывать. That she had never experienced такого чувства раньше. То есть, такого чувства. Помните, такое. Если далее существительное, то именно such. И, разумеется, если исчисляемое, то артикль также сохраняется. Неправильный артикль. Такого чувства such a feeling. Such a feeling. Раньше – before. She said that she had never experienced such a feeling before. She said that she had never experienced such a feeling before. I haven't decided it yet. She said that she had never experienced such a feeling before. Сказать правду. У меня никогда не было такого рода проблем. Вспоминаем выражение «сказать правду». Сказать правду. To tell the truth. To tell the truth. У меня никогда не было. Опять же, если верно по настоящее время, используем present perfect. Дословно. Я никогда не имел. Я никогда. I've never. Не имел. I've never had. Такого рода проблем. Такого рода «this kind of» проблем. Problems. To tell the truth. I've never had this kind of problems. Если быть честным, я всегда хотел сделать что-то полезное и значимое в своей жизни. Если быть честным, или также можно перевести «честно говоря», это фраза «to be honest», «to be honest», «to be honest», «to be honest». Я всегда хотел. Опять же, если это не просто какое-то отдаленное прошедшее, а верное в настоящее время, да, я и сейчас это хочу, и раньше хотел, то используйте «in a present perfect». «I've always wanted» сделать что-то, сделать, to do, что-то, something, to do something. Полезное, useful и значимое. И «and», а значимое будет «meaningful», «meaningful», «meaningful» в своей жизни». «in my life», «to be honest», «I've always wanted to do something useful and meaningful in my life». Это «mean», иметь в виду «meaning», «значение», и «full» означает «полный», то есть «полный» значение. Вот если «полный» и «прилагательное», это будет «full of meaning». «Полный» чего-то «full of», «full of meaning». А «meaningful», то есть «значимый», 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 «useful and meaningful in my life». «To be honest», видите, мы не просто говорим там «I've always wanted», мы используем «present perfect», демонстрируем знание «present perfect». Далее демонстрируем знание этой конструкции. «To be honest», и не просто «useful», а еще, по возможности, используем интересную лексику. «Useful and meaningful in my life». «To be honest», «I've always wanted to do something useful and meaningful in my life». «Full of meaning». «To tell the truth», «I've never had these kind of problems». «To be honest», «I've always wanted to do something useful and meaningful in my life». «My friends», «thank you very much». «We continue this very important playlist». Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков. И мы переходим к практике. Так видите, как раз времена, о которых мы говорили. В нашем предыдущем уроке как раз мы касались этого вопроса. Видите, то есть это базовые времена. Present simple, future simple, past simple. А 0 и в 1 мы усложнили. Также в 1 мы добавили present continuous. И во 2 мы начали разбирать времена present perfect, настоящее совершенное, past continuous. Это длительное прошедшее. И past perfect. Предпрошедшее время. Конечно, нужно больше практики по более сложным временам. Само собой, разумеется. Поэтому сейчас обобщение, практика обобщения по 4 временам. А именно past simple, present perfect, past continuous и past perfect. Смотрите внимательно на теорию. Материал усложнился, мы подробно разбирали. И далее обширная практика запланирована по всем этим временам сразу, с разными глаголами. Итак, приступим. Он сказал, что выступление не оправдало его ожиданий. Он сказал, что выступление не оправдало его ожиданий. Не оправдало hadn't, lived up, его ожиданий, его, to his, ожиданий, expectations. Он сказал, что никогда раньше не был в Китае. Он сказал, что он, that he, никогда не был, that he had never been в Китае, to China, раньше, before. Он сказал, that the performance hadn't lived up to his expectations. Если быть честным, я всегда хотел сделать что-то полезное и значимое в своей жизни. То есть, когда мы говорим, я всегда хотел, по умолчанию имеется в виду, что это верно по настоящее время. Я всегда хотел, I've always wanted, сделать, to do, I've always wanted to do что-то, something полезное, something useful и значимое, and meaningful, and meaningful в своей жизни, то есть в моей жизни, in my life. To be honest, I've always wanted, to do something useful, and meaningful, and meaningful, and meaningful, and meaningful in my life. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Я никогда не видел, I've never seen ничего подобного. Дословно, что-либо, как это, что-либо, anything, как это, anything like it, anything like it, раньше, before. Я сказал ему, что всегда хотел поехать в англоязычную страну. Я сказал ему, I told him, что, that, всегда хотел, то есть дословно я всегда хотел, я всегда, I had always, хотел, wanted, I had always wanted, поехать, to go в англоязычную страну. В, то, англоязычную страну, to an English speaking country. I told him, that I had always wanted, to go to an English speaking country. I told him, that I had always wanted, to go to an English speaking country. Это не оправдало моих ожиданий. Помолчание используем обычное прошедшее время. It didn't live up my expectations. It didn't live up to my expectations. I told him that I had always wanted to go to an English-speaking country. It didn't live up to my expectations. Я не обращал на это внимание вначале, но потом я понял серьёзность этой проблемы. То есть, я не обращал внимания, я не обращал... I didn't pay... Внимание! Attention... На это... To it... Вначале... In the beginning. I didn't pay attention to it in the beginning. Но потом я понял... Но потом... But then... Я понял... I understood... Серьёзность этой проблемы. Серьёзность... I understood... The seriousness... Этой проблемы... Этой... Of this... Проблемы... Problem... Of this problem. I didn't pay... Attention to it in the beginning... Я еще не достиг этой цели, но я собираюсь сделать это в ближайшем будущем. Я еще не достиг. Значит, в общем смысле помолчение используем форму глагола achieve. То есть я не достиг. I haven't achieved этой цели. Помолчение использовала aim. То есть этой цели. This aim. Еще yet. I haven't achieved this aim yet. Но я собираюсь. Но я собираюсь. But I'm going to сделать это. But I'm going to do it в ближайшем будущем. В ближайшем будущем. In the near future. But I'm going to do it in the near future. I haven't achieved this aim yet. But I'm going to do it in the near future. Когда я увидел это в первый раз, я был действительно шокирован. Когда я увидел when I saw это, it, в первый раз, for the first time, when I saw it for the first time, я был действительно шокирован. Я был, I was, действительно, шокирован. Действительно, really, шокирован, shocked. I haven't achieved this aim yet, but I'm going to do it in the near future. Я еще не решил эту проблему, но я собираюсь сделать что-то с этим в ближайшем будущем. Я еще не решил эту проблему, то есть я не решил эту проблему, я не решил, I haven't solved эту проблему, this problem. Еще, yet, I haven't solved this problem yet, но я собираюсь. But I'm going to сделать что-то, but I'm going to do something, с этим, мы используем конструкцию do something about, do something, с этим, do something about it в ближайшем будущем. In the near future, I haven't solved this problem yet, but I'm going to do something about it in the near future. I haven't solved this problem yet, but I'm going to do something about it in the near future. Она сказала, что никогда не испытывала такого чувства раньше. Она сказала, что... She said that... Никогда не испытывала. Засловно, она никогда не испытывала. Она, she, никогда не испытывала... She had never experienced такого чувства, такого such чувства, such a feeling, раньше, before. She said that... She said that she had never experienced such a feeling, before. She said that she had never experienced such a feeling, before. Я еще не решил это. То есть, я не решил это. Я не решил... Когда я их увидел, они спорили, Когда я их увидел, то есть увидел их. When I saw them, они спорили о чем-то. Они спорили... Когда он мне все объяснил, я осознал, что сделал ошибку. Когда он... Когда он... When he... Мне все объяснил. То есть, объяснил... When he explained... Все мне... Все... Explained everything... Мне... To me... When he explained everything... To me... Я осознал... I realized... По умолчанию используем это правописание. I realized... Также в британском английском через S. Просто часто именно так встречается, поэтому по умолчанию здесь и оставляем. I realized... Что... That... Сделал ошибку. Дословно... Я сделал ошибку. Я сделал... That... I had made... Ошибку... A mistake. When he explained everything to me, I realized that I had made a mistake. When he explained everything to me, I realized that I had made a mistake. When I saw them, they were arguing about something. When he explained everything to me, I realized that I had made a mistake. Я вспомнил, что забыл ключи дома. Я вспомнил что... I remembered that... Забыл ключи. То есть, я забыл... Условно, я оставил... That I had left... Ключи... The keys... Дома... At home. I remembered that I had left the keys at home. I remembered that I had left the keys at home. Я всегда хотел посетить англоязычную страну. Я всегда хотел... I've always wanted... Посетить... To visit... Англоязычную страну. An English-speaking country. I've always wanted... To visit... An English-speaking country. I've always wanted... To visit... An English-speaking country. I remembered... That I had left... The keys at home. I've always wanted... To visit... An English-speaking country. Я еще не достиг... Сильного... Среднего уровня... В английском... Но это... В моих планах. И в этом контексте, говоря об уровне, мы используем слово reach. То есть... Я не достиг... I haven't reached... Сильного среднего уровня. Сильного... A strong... Среднего уровня... A strong intermediate level... В английском... In English... Еще... Yet. Yet. I haven't reached... A strong intermediate level... In English yet. But... It's in my plans. But... I haven't reached... A strong intermediate level... In English yet. But... It's in my plans. Я... Только что... Получил... Сообщение... От него. Значит, по умолчанию... В этом контексте... Получить... И используем форму get. Я только что... I've just... Получил... I've just... Got... Сообщение... A message... От него... From him. I've just... Got a message... From him. I've just... Got a message... From him. I've just... Got a message... From him. I haven't reached... A strong... Intermediate level... In English yet. But... It's in my plans. I've just... Got... A message... From him. Я никогда... Не был в Китае. Я никогда не был... I've never been... В Китае. To China. I've never been to China. I've never been to China. I've never been to China. Далее вот такая ситуация... Описательная. Время шло очень медленно. Мы ждали и ждали. Все было очень определенно. Время шло... Time was passing... Очень медленно. Very slowly. Time was passing very slowly. Мы ждали и ждали. Мы ждали... We were waiting... И ждали... And... Waiting... We were waiting... Waiting... Все было очень определенно. Все... Erathine... Erathine... Было... Was... Очень... Неопределенно. Очень... Very... Неопределенно... Uncertain. 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 Everything was very uncertain. Everything was very uncertain. Time was passing very slowly. We were waiting and waiting. Everything was very uncertain. Uncertain. Time was passing very slowly. We were waiting and waiting. We were waiting and waiting. Everything was very uncertain. I have never been to China. Time was passing very slowly. We were waiting and waiting. Everything was very uncertain. Мы все понимали, что это было лучшее предложение, потому что никогда не видели ничего подобного раньше. Мы все понимали. Мы все... We all... Понимали. Understood. We all understood. Что? That... That... Это было лучшее предложение. Это было... It was... Лучшее предложение. Лучшее. The best... Предложение offer. That... It was the best offer. Потому что... Because... Никогда не видели... Ничего подобного раньше. Дословно... Мы никогда не видели. Мы... Никогда... We had never... Видели... Seen... Ничего подобного раньше. Дословно... Что-либо... Как это... Что-либо... Anything... Как это... Like it... Anything like it... Давите дословно... Ничего... Это... Nothing... Но... С отрицанием... Это будет именно... Anything... Грамматически. То есть... Never... В том числе... А never... Отрицание... Именно... Anything... Ставится. Had never seen anything like it... Watching it... Раньше... Before... Before... We had never seen anything like it before... We all understood that it was the best offer because we had never seen anything like it before... We all understood that it was the best offer, because we had never seen anything like it before. Сказать правду. У меня никогда не было такого рода проблем. Сказать правду. To tell the truth. У меня никогда не было, то есть я никогда не имел. Я никогда... I've never... не имел... I've never had... такого рода проблем. Такого рода... This kind of... проблем. Problems. To tell the truth, I've never had... this kind of problems. To tell the truth, I've never had... this kind of problems. Я объяснил ему это. Я объяснил... I explained... ему это. То есть я объяснил это ему. Это... it... ему... to him. I explained it to him. I explained it to him. I explained it to him. To tell the truth, I've never had... this kind of problems. I explained it to him. Я еще не достиг среднего уровня в английском, но я собираюсь сделать это скоро. И так, по умолчанию в этом контексте, говоря об уровне, мы используем слово reach. То есть я, видите, еще не достиг. Еще в конец в этой части, поэтому я не достиг. I haven't reached... I haven't reached... среднего уровня. Среднего уровня. An intermediate level. В английском... In English. Еще... yet. I haven't reached... An intermediate level in English yet. Но я собираюсь... But I'm going... Сделать это скоро. Сделать это... But I'm going... To do it... Скоро... Soon. I haven't reached... An intermediate level in English yet. But I'm going... To do it soon. I haven't reached... An intermediate level in English yet. But I'm going... To do it soon. I haven't reached... An intermediate level in English yet. But I'm going... To do it soon. My friends. Thank you very much. We continue this... Very important... Плэлист. Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плэлистам. Мы продолжаем наш экспресс-корс Английский язык за 50 уроков. Да, конечно, хотелось бы также иметь больше практики, чтобы было больше практики, как раз по более сложным временам. Да, и также обогатить лексику. И мы это сделаем. А именно, в рамках данного экспресс-курса сейчас мы начинаем разбирать 90 неправильных глаголов, то есть 90 irregular verbs, и 210 правильных глаголов, то есть всего 300 глаголов как раз в 7 различных временах. In 7 different tenses. Это реально здорово. То есть еще раз. Мы разбирали какие-то глаголы во ноль, там правильные и неправильные. В один мы расширили, прибавили также, добавили еще одно время, во два мы добавили еще три времени и еще больше глаголов, правильных и неправильных. Это очень и очень мощно. То есть вот эти времена, мы сейчас будем стараться применить нужное время, и заодно как раз потребуем эти глаголы, потому что говорят, что глаголы – это основа языка. Вот, к примеру, sign. Sign – это подписывать. Да, sign имеет значение знак, sign, но sign – это также глагол подписывать. Он сказал, что подписал все документы. И мы думаем, на основе того материала, что прошли, какое время здесь использовать. Или какие времена. Он сказал, что – это past simple. He said that – подписал все документы. А подписал ранее, поэтому past perfect. И здесь также, видите, мы говорили, нужно поставить подлежащее еще раз. То есть условно он подписал. Он – that he – подписал в past perfect. То есть had плюс третья форма. That he had signed – все документы. Эта фраза уже была – все. Это all. И документы – all the documents. Мы говорили именно all the. То есть значение именно эти или те. Если вообще all documents – это вообще все документы в целом в мире. А это именно, опять же, для конкретной ситуации, а потом конструкции all the. И опять же, да, если правильный глагол, то вторая и третья формы одинаковы. И как раз правило на конце – id. Путем добавления id образуется. Потом signed – это вторая форма и третья, но здесь, видимо, третья форма. Had плюс третья форма. Хотя, надеюсь, со второго правильного глагола совпадает. He said that he had signed all the documents. Да, и по умолчанию мы используем именно как раз полную форму. То есть had. Мы говорили, можно, в принципе, здесь сократить. И сказать had. He'd signed all the documents. Но проще на данном этапе именно had. И в том числе, чтобы прочувствовать данное время. He said that he had signed all the documents. Поддерживать – support. Они уже поддержали эту инициативу. Видите, уже, already, указатель present perfect. Потом они уже, they've already, поддержали, supported эту инициативу. Это this, и инициатива будет initiative. Initiative. Вот, транскрипция в помощь. Initiative. Initiative. They've already supported this initiative. They've already supported this initiative. Sign. He said that he had signed all the documents. Support. They've already supported this initiative. They've already supported this initiative. Забывать. Forget. Forget. Forgot. Forgotten. Видите, не forget, а for. Forget. Forgot. Forgotten. И специально для вас, в рамках данного плейлиста, мы введем список глаголов также, во-первых, чтобы вам было видно, и во-вторых, с транскрипцией. Это очень удобно. И что также очень важно, если глагол неправильный, эти как здесь, эти forget, как раз первый неправильный глагол пока в списке, то транскрипция именно всех трех форм. Это очень важно, потому что часто, да, может быть, мы знаем, как первая форма произносится, а вот про вторую и третью форму сказать того же самого не можем. А здесь это тоже важно знать. Итак, я забыл его имя. Я забыл. Да, по умолчанию, если прошедшее время, это обычное прошедшее время по simple. Я забыл. I forgot. I forgot. Его имя. His name. I forgot his name. I forgot his name. Я уже забыл это. А вот уже already указывает на present perfect. Поэтому я уже... I've already... I've already... Забыл... Forgotten... Это it. I've already forgotten it. I've already forgotten it. Forget... Forgot... Forgotten. I forgot his name. I've already forgotten it. Соглашаться... Agree... Agree... Она сказала, что они согласились это сделать. Она сказала, что... She said that... Они согласились... А согласились до этого... До предпрошедшего времени, поэтому past perfect... То есть had плюс третья форма. Но видите, в начале подлежащие они, то есть they... Согласились. They had agreed... Это сделать. Но грамматически по-английски сделать это. То есть в начале глагол, то есть точнее неправильная форма. А неправильная форма это to плюс глагол. То есть не просто do, а to do. To do. И это it. She said that... They had agreed to do it. She said that... They had agreed to do it. Зарабатывать... Earn... Earn... Сколько ты там зарабатывал? Сколько? То есть how much ты там зарабатывал? Значит, прошедшее время... И опять же просто past simple. Получается. То есть ты зарабатывал... Did you earn... Там... There. How much did you earn there? How much did you earn there? How much did you earn there? Видите, можно даже спросить, сколько ты там получал. И использовать get. How much did you get there? How much did you get there? Или как здесь зарабатывать earn. Earn... How much did you earn there? How much did you earn there? Agree... She said that they had agreed to do it. Earn... How much did you earn there? Следующий глагол... Благодарить. Thank... Thank... Thanks просто более неформально. Thank you. Thanks. И thank... Видите, это глагол благодарить. Я хотел бы поблагодарить тебя за твою огромную поддержку. Я хотел бы... Это конструкция. Вспоминаем. I'd like to плюс глагол. То есть, I'd like to... Поблагодарить. To thank... Тебя. You... За. Благодарить за – это thank for. Потом thank you for. Твою... For your... Огромную поддержку. И здесь в помощи не вспомнил слово huge. Huge... Поддержку... Support. Если просто for your support – это за твою поддержку, но мы хотим усилить, что действительно мы реально благодарны и вводим новую лексику. Да, можно сказать и по-другому. В принципе, какие здесь еще варианты? For your huge support. Huge support. Или также еще за твою огромную... Можно сказать for your great support. Тоже допустимо. For your great support. For your great support. Но huge часто встречается, поэтому используем huge. Но можно сказать еще здесь по-другому. За твою громадную поддержку. Вот есть еще здесь слово, которое тоже очень часто используют. Даже чаще. Но просто слово само по себе немножко посложнее. Tremendous. Tremendous – это как раз громадная... Громадная, громадная поддержка. For your tremendous support. То есть такая вот действительно огромная, огромная, огромная. Tremendous support. Tremendous. То есть имейте в виду, так тоже можно сказать. По мощи не используем huge. Huge. Опять же, видите, huge и great – это больше как огромная поддержка. И в принципе, вот если great – это уровень где-то A1. Huge – это уровень A2. А tremendous – громадная поддержка. Tremendous support. Это уровень где-то B1, B2. Но имейте в виду, так именно часто говорят. Поэтому как раз этот материал и даю. По мощи не используем huge. I'd like to thank you for your huge support. I'd like to thank you for your huge support. Thank. Thank you. Thanks. I'd like to thank you for your huge support. Стоять. Stand. Stand. Stood. Stood. Stand. Stood. Когда я увидел его, он стоял за дверью. Видите? Одно действие длительное. То есть он стоял, он стоял, стоял, стоял. И в какой-то момент я увидел его. Поэтому здесь получается по-симпл. Когда я, when I, увидел его, when I saw him, when I saw him, он стоял. His pass continues. He was standing за дверью. За – это behind the. И дверью с артиклем. Определенный артикль здесь behind the. Далее за. Как раз чем мы указываем. Behind the door. Behind the door. То есть фраза «Зачем ты?» – «behind the» и как раз скажем «Зачем». Behind the door. When I saw him, he was standing behind the door. When I saw him, he was standing behind the door. Он сразу встал, когда увидел ее. Видите, здесь, если встать, это не просто stand, потому что stand – это стоять. А именно встать – это stand up. То есть он сразу встал. Видите, здесь получается такая ситуация, что по-русски он сразу встал. Но часто по-английски сразу immediately именно в конце, поэтому тоже используем как раз в конце. То есть он встал. He stood up. Сразу. Immediately. He stood up immediately. Когда. When. Увидел ее. Здесь нужно подлежащее. Это словно «он увидел ее». Он увидел. When he saw. Ее. Her. When he saw her. И вот видите, когда там что-то случилось, что-то произошло, да, часто именно как раз по-симпл, по-симпл. Тоже вначале так и делаем. He stood up immediately when he saw her. He stood up immediately when he saw her. Stand, stood, stood. When I saw him, he was standing behind the door. Stand up. He stood up immediately when he saw her. Следующий глагол «enter». Да, «enter» это, как раз мы видим на клавиатуре «enter», это «вот». И «enter» видите, это глагол, то есть «водить». Но опять же, есть и другие значения. Входить куда-то. Например, в комнату, в здание. Это «enter». Там «я только что вошел в здание». И «только что», «только что» это «just» указатель «present perfect». И «только что» «I've just» вошел. «I've just entered» в здание. Но когда мы говорим «войти в», там, в здание, в комнату, то здесь «в» не переводится. То есть, предлог здесь в английском не ставится. То есть, просто «enter the building». Там «войти в комнату». «Enter the room». «Enter the room». «Enter the building». «Enter the room». То есть, «I've just entered» в здание. То есть, просто «здание». То есть, что именно и с артиклем. «Entered the building». Есть и другое значение. «Поступать в какой-то вуз». То есть, университет. Пример, смотрите. «Он сказал, что поступил в очень престижный вуз». «Он сказал, что…» «He said that…» «Поступил». Во-первых, здесь, видите, по правилу нужно поставить еще раз подлежащий. То есть, «he». Далее, «поступать» в какое-то учебное заведение. Это также «enter». «Поступил раньше, чем сказал». Поэтому «pass perfect». «Had» и третья форма. «He had entered в очень престижный вуз». «В» не переводится. Мы говорили. «И очень престижный вуз». По формуле здесь также нужно как раз поставить артикль. Получается «a very prestigious university». Да, также, в принципе, можно перевести как «университет» или «вуз». Значит, по умолчанию просто переводим как «university». То есть, высшее учебное заведение. Вуз – высшее учебное заведение. «He said that he had entered a very prestigious university». «Enter». «Enter the building». «Enter the room». «I've just entered the building». «He said that he had entered a very prestigious university». «Повреждать» – это «damage». Видите, именно на конце «id» – «damage». «Дамage». «Они очень сильно повредили это здание». Но грамматически, вначале «подлежащее», далее «действие», то есть «глагол» и «что уже относится». «Очень сильно в конце». То есть, «они повредили». «They damaged» – это «здание». «This building» – «очень сильно». «Очень very», а вот именно в контексте «повредить», «ударить» «сильно» – это именно слово «badly». То есть, «badly» именно используется в этом контексте. То есть, «badly» не только плохо, но «badly» – это и «сильно» в этом контексте. «They damaged this building very badly». «They damaged this building very badly». «Damaged» – «idged». «They damaged this building very badly». «Damage». «They damaged this building very badly». Следующий неправильный глагол «deal». «Deal» – «иметь дело». «Deal» – «dealt» – «dealt». «Deal» также переводится как «сделка». И «deal» – это именно «иметь дело». Видите, для удобства у нас именно нумерация. То есть, мы нумеруем глаголы. Это десятый глагол как раз в нашем списке. И третий неправильный глагол. То есть, цифра в конце – это номер именно неправильного глагола в нашем списке. То есть, было. «Forget» – это первый неправильный глагол. Далее «stand» – второй. И теперь «deal». «Deal» – «dealt» – «dealt». Я имел дело с разными людьми на работе. Я имел дело. «I dealt» – с разными людьми. «С» – «with» – разными людьми. «With different people» – на работе. Я никогда не имел дело с такого рода проблемами. Ведь никогда не. Если это, опять же, не просто отдаленное прошедшее, а верно, по настоящее время, то «present perfect» – и помощение в этом контексте как раз используем в этой ситуации. То есть, я никогда не. «I've never – I've never – I've never – имел дело – I've never dealt с – with – такого рода проблемами». Фраза такого рода. «This kind of – проблемами» – «problems». «This kind of problems». «I've never dealt with these kind of problems». «I've never dealt with these kind of problems». И видите, в чем еще особенность данной практики, что мы, но где-то необходимо, на мой взгляд, именно тренируем как раз и вторую, и третью форму. И реально это часто употребляется. То есть, не просто вторая форма, но и тренировка, также здесь третьей формы, в рамках как раз данной практики. Это очень важно. И, соответственно, и времени тоже. «I've never dealt with these kind of problems». «Deal – dealt – dealt». «I dealt with different people at work». «I've never dealt with these kind of problems». «Праздновать» – «celebrate». «Celebrate». «Он весь день праздновал свой день рождения». Вот «весь день» – это «all day». В прошедшем «all day» – это указатель «in the continuous». То есть, «он праздновал». «He was celebrating» – «свой». То есть, его «his» – «день рождения». «His birthday» – «весь день». «All day». Да, видите, это устойчивая фраза. То есть, «all day» – там «весь день», «all night». Здесь не нужно стоять никакого артикуля. Просто «all» и «day». «All day». «He was celebrating his birthday all day». «He was celebrating his birthday all day». «Хотеть» – «want». «Я всегда хотел иметь такого рода работу». Опять же, мы говорили, если всегда это верно по настоящее время, то есть, я раньше хотел и все еще хочу, то именно «present perfect». То есть, я всегда хотел… «I've always wanted иметь…» «to have такого рода…» «this kind of…» «работа» и «работа как профессия», «там род деятельности» «in a job». «This kind of job». «I've always wanted to have this kind of job». «I've always wanted to have this kind of job». «Celebrate». «He was celebrating his birthday all day». «Want». «I've always wanted to have this kind of job». «Отправлять», «посылать», «send», «send», «send». «Это следующий неправильный глагол в нашем списке». «Видите, четвертая игра в списке». «Send», «send», «send». «Я только что отправил ей сообщение». «Только что just» указывает на «present perfect». «Я только что…» «I've just…» «отправил ей…» «send her…» «сообщение…» «То есть в этой фразе именно «as» пользуется неправильный артикль. «Только, в принципе, и написать письмо». «Write…» «…» 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 about an hour ago. Send, send, send. I've just sent her a message. I've sent her a letter about an hour ago. Останавливаться, даже прекращать. Stop. Stop. Они перестали разговаривать. Вот перестать что-то делать это stop doing something. То есть именно глагол с инхформой. То есть они перестали. They stopped. Здесь происходит удвоение. Мы говорили, если вот один слог и одногласный, иногда такое бывает, как здесь. Просто особенность про описание. They stopped. Разговаривать. Говорить, разговаривать о чем-то, начать обсуждать этот talk. Поэтому talking. Talking. They stopped talking. They stopped talking. They stopped talking. Сомневаться. Это будет doubt. То есть видите, звука B здесь нет. Это doubt. 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 Вот есть такое еще слово, называется debt. 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 На конце это debt. Это долг. Debt. Также, видите, не произносит debt. Это долг. Doubt. Doubt. Это сомнение. И doubt. Сомневаться. Я сомневаюсь, что это когда-либо произойдет. Я сомневаюсь. I doubt, что, that, это, когда-либо произойдет. То есть это произойдет. It will happen. А когда-либо это ever. То есть грамматически. И последовательность слов именно такая. То есть it will. Или it will. It will. Если полная форма. Когда-либо. It will ever. И произойдет happen. It will ever happen. I doubt, that it will ever happen. То есть ever здесь, видите, посередине стоит. Но опять же мы можем привыкать и на краткой форме искать it'll. И помочь ей использовать it'll. Как раньше. It'll. I doubt, that it'll ever happen. I doubt, that it'll ever happen. Да, цель также нанести мощный удар по словарному запасу. Это важно. Для уровня 2 особенно важно. Поэтому как раз вводим полезные слова. И нужные слова. Stop. Stop doing something. They stopped talking. I doubt, that it'll ever happen. Звучать будет sound. Sound – это звучать глагол. И sound – это звук. Эта новость звучит действительно странно. Да, можно сказать, эта новость или эти новости. В английском это news. Единственное число. Поэтому эта новость будет this news. This news. Звучит. Единственное число – новости. Новость. Поэтому, видите, не просто sound, а sounds. Действительно странное. Really strange. Да, видите, здесь, если не указано, что сейчас, то помолчение в контексте вообще. Но в любом случае sound не имеет continuous. Поэтому present simple. В принципе, также можно перевести эти новости, звучат действительно странно. Но, видите, по-русски это новость или эти новости. По-английски, в любом случае, если мы используем именно конструкцию this news, то sounds as, что означает it. This news sounds really strange. Выигрывать. Win. Win. Won. Won. Win. Won. Won. Кто сейчас выигрывает? Сейчас, значит, present continuous. То есть, кто? Who сейчас выигрывает? То есть, кто выигрывает? Who по умолчанию означает he или she. Поэтому форма глагола to be. Who is. Выигрывает. То есть, win плюс ink форма. Здесь мы говорили, видите, один слог, одногласное удвоение. Особенность прописания в этом случае. Who is winning? И сейчас. Да, по умолчанию переводим до слова именно сейчас. Who is winning now? Но, в принципе, без now тоже можно сказать who is winning или who is winning now. Who is winning now? Who is winning now? Sound. This news sounds really strange. Win. Won. Won. Who is winning now? Падать. Fall. Fall. Fell. Fall. Fall. Он упал и повредил колено. То просто факт. То есть, событие в прошлом. Последний действий. По симпту. Он упал. He fell. И повредил. Используем форму hurt. And hurt. Это неправильный глагол. В принципе, на самом деле тоже было. Как раз в один. And hurt. Колено. Но дословно мы говорим свое колено. And hurt his knee. Также про это особенность говорили, когда именно часть тела, вот часто именно говорят именно та, когда именно используют притяжательное местоимение. He fell and hurt his knee. И по умолчанию тоже так говорим, как обычно. Говорят. He fell and hurt his knee. He fell and hurt his knee. Сдавать. Pass. Pass. Да, pass это проходить и pass это сдавать. Он еще не сдал этот экзамен. Ведь еще не yet указатель present perfect. То есть, он не сдал. He hasn't passed этот экзамен. This exam. Еще yet. He hasn't passed this exam yet. He hasn't passed this exam yet. Fall. Fell. Fallen. He fell and hurt his knee. Pass. He hasn't passed this exam yet. Публиковать. Публиковать. Publish. Publish. Я ожидаю, что они скоро опубликуют этот отчет. Ожидать – это expect. Я ожидаю. I expect. Что? I expect. That. Они скоро опубликуют этот отчет. Но скоро грамматически ставится в конце. То есть, они опубликуют. That they'll publish. И этот отчет. This. Report. Скоро. Soon. Видите? Report. Долгота. Report. Опять же, видите, не «ре», а «re». Report. Report soon. I expect that they'll publish this report soon. Видите, мы также новые слова интересны. Не просто, там, где думаем о фене. I expect. То есть, стараемся как-то усложнить. I expect that they'll publish this report soon. Publish. I expect that they'll publish this report soon. Да, друзья мои, это реально очень мощная практика. Семь времен одновременно. И плюс мы тренируем именно очень нужные глаголы. Специально потратил время, отобрал все эти глаголы. Много источников тоже проанализировал, отобрал все самое нужное для вас. Вот 210 правильных и 90 неправильных. Потому что часто говорят только о неправильных, но я считаю, это как раз неправильно, потому что как раз нужны как управляются именно правильные глаголы. Об этом часто не говорят. Я считаю, нужно как раз эту проблему как раз устранить, ликвидировать этот пробел. И поэтому вот именно такая задумка. И мы пошли дальше, конечно, чем А0 и А1. Увеличили и количество глаголов, и словарный запас, и времена. Это здорово. Это очень мощный экспресс-курс. И, конечно, вы, как всегда, большие молодцы, просто огромнейшие трудолюбцы. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist. Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плавистам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык за 50 уроков». И переходим к практике. Но давайте повторим некоторые глаголы, которые мы начали разбирать в списке глаголов. Итак, stop – останавливаться, прекращать. Stop – send – отправлять, посылать. Send – send – send. Win – выигрывать. Win – won – won. Doubt – сомневаться. Да, doubt – мы говорили сомнение, и doubt – это же глагол сомневаться. Doubt – thank – благодарить. Thank – earn – зарабатывать. Damage – повреждать, и также damage – повреждение. Но здесь мы используем как глагол «повреждать». Damage. Enter – несколько значений. Там ходить, например, в комнату, в здание, и enter – поступать. Например, в какое-то высшее учебное заведение. Там университет, в колледж, к примеру, просто какое-то учебное заведение. Enter. Sign – подписывать. Да, sign – это знак, и sign – глагол «подписывать». Подписывать. Deal – иметь дело. Deal – dealt – dealt. Deal – dealt – dealt. Саунд – звучать. Да, sound – это звук, и sound – также глагол «звучать». Sound – celebrate – праздновать. Celebrate. Stand – стоять. Stand – stood – stood. Stand – stood. Но часто именно используются фразы «встать» – это stand up. Соответственно, stand up, stood up, stood up. Pass – сдавать, там, тест, экзамен, и также проходить. Pass. Fall – падать. Fall – fell – fallen. Fall – fell – fallen. Support. Да, support – поддерживать, и также support – это поддержка. Но, опять же, тренируем, как глагол здесь. Support. Support. Agree – соглашаться. Agree. В принципе, по-русски мы говорим там «согласен», «несогласен», но, видите, в английском это именно глагол. Agree. Agree. Publish – публиковать. Publish. Forget – забывать. Forget – forgot – forgotten. Forget – forgot – forgotten. Want – хотеть. Want. Sound – celebrate. Stand – stood – stood. Pass. Fall – fell – fallen. Support. Agree – publish. Forget – forgot – forgotten. Want. И переходим к практике. Я сомневаюсь, что это когда-либо произойдет. Я сомневаюсь. I doubt – что. That. I doubt that. Это когда-либо произойдет. Это когда-либо. It'll ever – произойдет. It'll ever – произойдет. Happen. I doubt that it'll ever happen. I doubt that it'll ever happen. Кто сейчас выигрывает? Кто? Who? Сейчас выигрывает. То есть выигрывает. То есть выигрывает. Who is winning? Сейчас now. Who is winning now? Who is winning now? Он упал и повредил колено. И используем форму hurt. Он упал. He fell. И повредил. And hurt. Колено. Дословно свое колено. His knee. He fell. And hurt his knee. He fell. And hurt his knee. I doubt that it'll ever happen. Who is winning now? He fell. And hurt his knee. Эта новость звучит действительно странно. Эта новость. This. News. Звучит. Sounds. Действительно странно. Really strange. This news. Sounds really strange. This news. Sounds really strange. Я никогда не имел дела с такого рода проблемами. Я никогда не. I've never. Не имел дела. I've never dealt с. With. Такого рода проблемами. Такого рода. With. 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 This kind of. Problems. Problems. I've never dealt with this kind of problems. I've never dealt with this kind of problems. This news sounds really strange. I've never dealt with this kind of problems. Я хотел бы поблагодарить тебя за твою огромную поддержку. Я хотел бы. I'd like to поблагодарить. To thank. Тебя. You. I'd like to thank you. За. For. Твою огромную поддержку. Твою. For your. Огромную поддержку. Помощайно используем huge. For your huge. Поддержку. Support. I'd like to thank you for your huge support. I'd like to thank you for your huge support. Когда я увидел его, он стоял за дверью. Когда я. When I. Увидел его. When I saw him. Он стоял. He was standing за дверью. За. Behind. Дверью. The door. When I saw him. He was standing behind the door. When I saw him. He was standing behind the door. I'd like to thank you for your huge support. When I saw him. He was standing behind the door. Они уже поддержали эту инициативу. Они уже поддержали, supported эту инициативу. Я отправил ей письмо около час назад. Я отправил. Я отправил. I sent. Ей. Her. Письмо. A letter. Около час назад. Около. About. Час назад. Часа. An hour. Назад. Около. I sent her a letter about an hour ago. I sent her a letter about an hour ago. They've already supported this initiative. I sent her a letter about an hour ago. Сколько ты там зарабатывал? То есть, сколько? How much ты зарабатывал? Did you earn? Там. There. How much did you earn there? How much did you earn there? Они перестали разговаривать. Они перестали. They stopped. Разговаривать. Talking. They stopped talking. They stopped talking. Я только что вошел в здание. Я только что. I've just. Вошел. Мы очень используем форму enter. I've just entered. I've just entered. В здание. Entered the building. I've just entered the building. I've just entered the building. How much did you earn there? They stopped talking. I've just entered the building. Я ожидаю, что они скоро опубликуют этот отчет. Я ожидаю. Я ожидаю. I expect. Что? That. I expect that. Они скоро опубликуют этот отчет. То есть, они опубликуют. That they'll publish. Этот отчет. This report. Скоро. Soon. Я имел дело с разными людьми на работе. Я имел дело. I dealt с разными людьми. С разными. With different. Людьми. People. На работе. At work. I dealt with different people at work. I dealt with different people at work. I expect that they'll publish this report soon. I dealt with different people at work. Он сказал, что поступил в очень престижный вуз. Он сказал, что поступил в очень престижный вуз. В очень престижный вуз. Престижный вуз. Престижный вуз. Престижный вуз. He said that he had entered a very prestigious university. He said that he had entered a very prestigious university. Я только что отправил ей сообщение. Я только что. I've just отправил ей. Send her. Сообщение. A message. I've just sent her a message. I've just sent her a message. He said that he had entered a very prestigious university. I've just sent her a message. Я уже забыл это. Я уже. I've already. Забыл это. Forgotten it. I've already forgotten it. I've already forgotten it. Они очень сильно повредили это здание. То есть, они повредили. Я забыл его имя. Я забыл. I forgot. Его имя. His name. I forgot his name. I forgot his name. I've already forgotten it. They damaged this building very badly. I forgot his name. Я всегда хотел иметь такого рода работу. Значит, по умолчанию здесь имеется в виду, что так же это верно по настоящее время. То есть, я все еще хочу. Я всегда хотел. I've always wanted. Иметь. to have такого рода работу. Такого рода this kind of работу job. I've always wanted to have this kind of job. I've always wanted to have this kind of job. Он еще не сдал этот экзамен. То есть, он не сдал He hasn't passed этот экзамен this exam еще yet. He hasn't passed this exam yet. He hasn't passed this exam yet. I've always wanted to have this kind of job. He hasn't passed this exam yet. Он весь день праздновал свой день рождения. То есть, он праздновал He was celebrating свой день рождения свой, то есть, его his день рождения his birthday весь день all day. He was celebrating his birthday all day. He was celebrating his birthday all day. Он сказал, что подписал все документы. Он сказал, что He said that подписал то есть, он подписал that he had signed все документы. Все документы. All the documents. All the documents. He said that he had signed all the documents. He said that he had signed all the documents. He was celebrating his birthday all day. He said that he had signed all the documents. она сказала, что они согласились это сделать. Она сказала, что she said that они согласились. They had agreed это сделать, то есть, сделать это. Agreed to do it. She said that they had agreed to do it. she said that they had agreed to do it. Он сразу встал, когда увидел ее. Видите, здесь, в принципе, встречается как раз и когда говорим дословно, то есть immediately, то есть he immediately stood up, но часто именно после, поэтому мы используем также после, в конце. То есть он встал сразу, он встал, he stood up сразу, immediately, he stood up immediately, когда, when, увидел ее, увидел, то есть он увидел, when he saw ее, her. He stood up immediately when he saw her. He stood up immediately when he saw her. She said that they had agreed to do it. He stood up immediately when he saw her. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist. Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале английский язык по плейлистам. Мы продолжаем наш экспресс-курс английский язык за 50 уроков. И далее разбираем 300 глаголов как раз в 7 временах в рамках нашего списка. И следующий глагол include включать include Видите, смотрим транскрипцию, но если посмотреть, как произносит носитель языка, здесь видите, звук смягчается. Include include Они включили его имя в список. Они включили Да, видите, помолчение, обычное прошедшее время. Они включили they included его имя his name в список. Вообще список это лист, то есть в список in но здесь с артиклем в список in the list. In the list. Вообще выражение в списке это on the list обычно, но именно с глаголом include часто in поэтому по значению используем in, но он тоже встречается. In the list. They included his name in the list. То есть, видите, in the list это в список. They included his name in the list. Surprise удивлять. Да, surprise это сюрприз. Surprise, surprise и surprise это удивлять. он сказал, что последние новости его очень сильно удивили. То есть, как это сказать? Он сказал, что это обычное прошедшее время. He said that последние новости эти последние, то есть значения это самые свежие, это именно the latest. the latest новости news его очень сильно удивили. Видите, здесь удивили до этого, поэтому past perfect, то есть had surprised его очень сильно. Его him очень сильно слово greatly. Greatly. He said that the latest news had surprised him greatly. He said that the latest news had surprised him greatly. Include they included his name in the list. Surprise. Опять же, видите, не surprise, а surprise. 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 He said that the latest news had surprised him greatly. Гулять. Walk. Walk. Пока мы гуляли в парке, они сидели дома. Видим, здесь два действия длительных одновременно, потом past continuous здесь в первой части и past continuous во второй части. то есть пока или в то время как это слово while мы гуляли we were walking в парке in the park. While we were walking in the park они сидели дома. Сидеть дома это stay at home. Потом они сидели they were staying дома at home. While we were walking in the park they were staying at home. While we were walking in the park they were staying at home. Испытывать это experience. Да, experience это опыт, experience это глагол испытывать. Я никогда не испытывал такого чувства. Опять же, никогда не, если это верно, по настоящее время, не просто отдаленное прошедшее, это именно present perfect. То есть, я никогда не, I've never испытывал, I've never experienced такого чувства. Мы говорили, если такое, там, такого, и далее, именно существительное, то such. И, разумеется, артикль остается, именно артикль остается, например, артикль. Such a feeling. Such a feeling это важно. Видите, если исчисляем, да, можно одно, там, чувство, нужное число, то артикль сохраняется. I've never experienced such a feeling. Walk. While we were walking in the park, they were staying at home. Experience. I've never experienced such a feeling. увеличивать, повышать, например, цену, это increase. Increase. Они собираются повысить цену. Так, помним, конструкция собираться, что-то делать, то есть форму to be и going to. Они собираются they're going повысить to increase цену. нужно поставить артикль, то есть на конкретный или this или that и выражение видите здесь increase the price. Increase the price. Для конкретной ситуации, поэтому they're going to increase the price. They're going to increase the price. They're going to increase the price. Видеть see saw seen. See saw seen. Если честно, я никогда раньше не видел ничего подобного. Если честно, to be honest, я никогда раньше. Опять же, видите, я никогда не, я никогда раньше, это указатель именно present perfect, если верно по настоящее время. То есть я никогда I've never не видел, I've never seen ничего подобного. Но вот ничего в отрицании это anything. seen anything подобного, то есть дословно, как это. Like it. У нас с вами уже этот оборот был. I've never seen anything like it. А вот раньше before стоит в конце. Before. To be honest, I've never seen anything like it before. To be honest, I've never seen anything like it before. To be honest, I've never seen anything like it before. Я видел его на вечеринке. Я видел его. на вечеринке. At the party. I saw him at the party. I saw him at the party. Increase. They're going to increase the price. See he saw seen. To be honest, I've never seen anything like it before. I saw him at the party. Помните, было выражение, к примеру, потерять ключи. Это было lose the keys. Также по аналогии ставим the, the, то есть значение какое-то конкретное. Там сумка или кошелек есть в контексте. Здесь именно кошелек lost the, кошелек wallet и где-то в конце somewhere. He told us that he had lost the wallet somewhere. He told us that he had lost the wallet somewhere. Lost the, lost, lost. He lost his wallet somewhere. He told us that he had lost the wallet somewhere. провалить, завалить. Например, экзамен или тест. Fail. Fail. Она сказала, что провалила тест. Она сказала, что she said that провалила тест. Провалила раньше, потом past perfect. Но вначале опять нужно сказать подлежащее. В английском так грамматически правильно that she далее провалила в past perfect that she had failed и тест. Помните, это выражение именно с артиклем. Помните, past the test или failed the test. Had failed the test. She said that she had failed the test. She said that she had failed the test. Выпускать, например, новый альбом, песню release. Release. В этом году они выпустили новый альбом. альбом. Видите, во-первых, там в этом году идет в конец, то есть грамматически ставится в конце, в принципе, так же, как и сейчас, мы в конце это обычно говорим. И видите, в этом году этот указатель именно present perfect, то есть в этом году, когда есть там в этом месяце, на этой неделе, это указывает на present perfect. Поэтому они выпустили they've released новый альбом по формуле с артиклем a new album в этом году this year. Опять же, видите, не album, да, а album. B, album, то есть в конечном видите M, album. They've released a new album this year. They've released a new album this year. Fail. She said that she had failed the test. Release. They've released a new album this year. Критиковать criticize. Criticize. Они часто критикуют его вовсе без всякой причины. Видите, часто указывают на present simple. То есть они часто they often критикуют criticize его him. They often criticize him. Вот вовсе ставится в конце грамматически, то есть без всякой причины. Это фраза for no reason. То есть for по какой-то причине, а for no reason без всякой причины. причины и вовсе в конце. At all. For no reason at all. They often criticize him for no reason at all. They often criticize him for no reason at all. Угадать. Отгадать. Guess. Я угадал правильный ответ. Я угадал. I guessed. И правильный ответ. Помните, мы говорили, что правильное что-то это the right, но когда именно ответ, часто именно используется correct. То есть the correct ответ answer. В принципе, здесь также можно грамматически распоставить the right answer или the right answer или the correct answer. Так и так возможно. Но the correct или далее the right и что? Часто именно с answer correct, потом мы используем также the correct answer в этом контексте. I guessed the correct answer. I guessed the correct answer. Я уже угадал правильный ответ. Уже already указывает на present perfect. Я уже I've already угадал I've already guessed правильный ответ. То же самое выражение the correct answer. I've already guessed the correct answer. I've already guessed the correct answer. Criticize. They often criticize him for no reason at all. Guess. I guessed the correct answer. I've already guessed the correct answer. Не хватать lack. Лэк. Когда он говорит по-английски ему не хватает уверенности. Но я думаю, что это просто дело практики. Когда он when he говорит по-английски то есть вообще происходит, поэтому используем present simple говорит по-английски when he speaks english конечно здесь помнишь нужно поставить s when he speaks english то часто забывают, но это важно, об этом помним. when he speaks english ему не хватает. То есть здесь именно ему, а по факту просто он и форму lack. He lacks уверенности. Уверенность это будет confidence. Confidence. Но я думаю, я думаю, but I think опять же если что, то дословно это слово that I think that это просто дело практики. В этой части нет глагола по форму to be это that it's и вот просто здесь используется именно слово just it's just дело практики дело a matter и принадлежность с помощью of практики of practice видите фраза это дело практики it's a matter of practice это просто дело практики it's just a matter of practice можно в принципе здесь перейти это только дело практики или это просто дело практики just смотрите это временной указатель именно как раз present perfect но just есть второе значение как здесь просто или только и да в этом контексте мы используем just it's just a matter of practice it's only a matter of practice но just здесь очень хорошо именно сочетается поэтому мы используем in just как в стойке раз фразы just a matter of practice или это просто дело времени just a matter of time it's just a matter of time it's just a matter of practice давайте еще раз when he speaks English he lacks confidence видите уверенность confidence не счастливаем потому артикль здесь не станется but I think that it's just это только это просто just a matter of practice a matter of practice besides write write wrote written write wrote written я только что написал этот отчет ведь я только что это сигнал именно к употреблению present perfect я только что I've just написал I've just written этот отчет this report I've just written this report I've just written this report сидеть sit sat sat sit sat sat они сидят на полу и о чем-то говорят видите то есть имеется да уже понятно из контекста что это именно сейчас то есть не вообще они посиживают на полу и они о чем-то болуют нет из контекста понятно что именно сейчас поэтому они сидят они they сидят sitting на полу это фраза on the floor on the floor и and о чем-то говорят но по-английски говорят о чем-то опять же видите здесь they 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 are sitting and и далее глагол именно с информой and говорят and talking о чем-то about something то есть видите здесь один раз сказать достаточно they're they're sitting on the floor and talking about something they're sitting on the floor and talking about something they're sitting on the floor and talking about something они уже покрасили покрасили стену уже already указатель present perfect они уже they've already покрасили painted стену нужно поставить артикль и здесь место для конкретной ситуации и выражение то есть painted the и стену the wall they've already painted the wall там к примеру покрасили забор with painted the fence то есть видите paint the и далее что там the wall стена the fence забор they've already painted the wall they've already painted the wall ломать break broke broken еще раз обращаю внимание в принципе мы говорили в один да видите то есть видите не broke а broke broken break broke broken и опять же break это ломать а ломать сейчас как раз о машине мы говорим именно break down машина только что сломалась ведь машина в начале предложения говорим the car только что указывает just указывает на present perfect выбираем have или has the car означает it потом has just посередине получается has just сломалась формат break это broken и добавляем еще down the car has just broken down the car has just broken down the car has just broken down его машина часто ломалась да видите это просто обычное прошедшее время по умолчанию используем и тем более видите часто это указатель именно simple то есть часто если в настоящем времени это present simple если в прошедшем времени это past simple то есть его машина his car часто often often говорит о периодичности поэтому это именно simple often часто ломалась often и раз past символ то уже вторая форма broke down his car often broke down his car often broke down paint they've already painted the wall break broke broken the car has just broken down his car often broke down преподавать обучать teach teach taught taught видите именно долгота здесь teach taught taught teach taught taught она преподавала нам английский но я это действительно не понимал видите это как просто факт в прошлом past simple она преподавала she taught нам английский us english she taught us english но я but i это действительно не понимал но в начале форма глагола то есть это в конце то есть получается я не понимал или я не понимал действительно это но в английском следующий порядок but i didn't really understand it то есть смотрите really если в отрицании остается после вспомогательного глагола but i didn't really understand it к примеру я действительно не знаю это будет i don't i don't really know i don't really know я действительно не знаю то есть именно такой пары слов и здесь также видите i didn't really understand it she taught us english but i didn't really understand it she taught us english but i didn't really understand it начинать start да пока тренируем правильный глагол start я уже начал этот курс вот уже это already то есть я уже i've already начал started этот курс this course ведь долгота started course i've already started this course i've already started this course teach taught taught she taught us english but i didn't really understand it start i've already started this course улучшать improve improve опять долгота improve я очень сильно улучшил свой английский с помощью этого метода ведь очень сильно это greatly в принципе здесь можно сказать и так greatly перед глаголом то есть я очень сильно я greatly улучшил улучшил свой английский то есть мой английский my english с помощью этой фразы with the help of with the help of этого метода of this method да видите greatly можем ставить перед глаголом то есть это в принципе встречается часто поэтому очень тоже так и говорим здесь i greatly improved my english with the help of this method в принципе благодаря это thanks to this method а это видите еще одна возможная вариация как это сказать with the help of i greatly improved my english with the help of this method improve i greatly improved my english with the help of this method надеется hope я надеюсь что скоро найду работу получше я надеюсь что i hope that да и здесь в помощи не используем future symbols обычное будущее время опять же грамматически возможно использовать и просто present simple но почти не используем future simple то есть дословно как здесь скоро в конце то есть найду работу получше найду that i'll find вот работу получше дословно более хорошую работу более хорошую да просто как раз не проговорят что так лучше звучит поэтому как раз попробовали так сказать но видите более хорошую это сравнительная степень и также по формуле артикль сохраняется то есть более хорошее a better job и скоро сон а вот именно так то есть работу получше так вот дословно сказать нельзя поэтому именно также правильно такую конструкцию используют дословно более хорошую работу или как еще вот просят тоже в комментариях переводить работу получше но обязательно видите здесь сохраняется артикль мы про это ранее говорили я надеюсь что ситуация скоро улучшится я надеюсь что я hope that ситуация ну видите опять же ситуация конкретная в начале видите так же идет в этой части поэтому the situation скоро улучшится то есть улучшится will improve и скоро в конце soon soon i hope that the situation will improve soon i hope that the situation will improve soon hope i hope that i'll find a better job soon i hope that the situation will improve soon my friends thank you very much we continue this very important playlist друзья привет hi приветствую вас на канале английский язык по плейлистам мы продолжаем наш экспресс курс английский язык за 50 уроков и далее тренируем 7 основных времен английского языка и разбираем сразу 300 глаголов правильные и неправильные глаголы и давайте повторим последнюю порцию глаголов итак paint красить paint lack не хватать lack fail провалить завалить fail walk гулять walk increase увеличивать increase teach обучать преподавать teach taught taught teach taught taught guess отгадать угадать guess criticize критиковать criticize write писать write wrote written write wrote written start начинать start так в принципе так же старт это и старт и старт это глагол начинай start paint lack fail walk increase teach taught taught guess criticize write wrote written start experience испытывать experience это опыт experience также глагол испытывать experience help ведь не hope а help надеется help improve лгота improve улучшать improve see видеть see saw seen see saw seen break ломать break broke broken break broke broken release выпускать release sit сидеть sit set set sit set set include включать include surprise удивлять surprise это сюрприз surprise также удивление и видите сюрприз глагол как раз удивляет сюрприз lose терять проигрывать lose lost lost lose lost lost experience hope improve see saw seen break broke broken release sit set set include include surprise lose lost lost она преподавала нам английский но я это действительно не понимал она преподавала she taught нам английский us English she taught us English но я but I это действительно не понимал то есть не понимал действительно она I didn't really understand это it but I didn't really understand it she taught us English but I didn't really understand it she taught us English but I didn't really understand it он сказал что последние новости его очень сильно удивили он сказал что he sent that последние новости the latest news его очень сильно удивили то есть удивили его had surprised him очень сильно greatly he said that the latest news had surprised him greatly в принципе если мы хотим здесь сказать дословно то есть именно очень сильно то можно сказать had greatly surprised him тоже такой вариант возможно или как здесь в конце he said that the latest news had surprised him greatly he said that the latest news had surprised him greatly she taught us english but i didn't really understand it he said that the latest news had surprised him greatly они сидят на полу и о чем-то говорят они сидят they're sitting на полу on the floor they're sitting on the floor и о чем-то говорят то есть и говорят and talking о чем-то about something they're sitting on the floor and talking about something they're sitting on the floor and talking about something она сказала что провалила тест она сказала что she said that провалила условно она провалила she had failed тест the test she said that she had failed the test she said that she had failed the test they're sitting on the floor and talking about something she said that she had failed the test он сказал нам что где-то потерял кошелек он сказал нам he told us что that где-то потерял кошелек то есть потерял кошелек где-то потерял дословно он потерял that he had lost кошелек the wallet где-то somewhere he told us that he had lost the wallet somewhere he told us that he had lost the wallet somewhere я угадал правильный ответ я угадал I guessed правильный ответ значит пообщение в этом контексте использовало correct то есть правильный ответ правильный the correct ответ answer I guessed the correct answer I guessed the correct answer я уже угадал правильный ответ я уже угадал я уже I have already угадал guessed правильный ответ the correct answer I have already guessed the correct answer I have already guessed the correct answer he told us that he had lost the wallet somewhere I guessed the correct answer I have already guessed the correct answer они уже покрасили стену они уже they've already покрасили painted the wall they've already painted the wall they've already painted the wall я видел его на вечеринке я видел его I saw him на вечеринке at the party I saw him at the party I saw him at the party машина только что сломалась машина the car только что сломалась только что has just сломалась broken down the car has just broken down the car has just broken down they've already painted the wall I saw him at the party the car has just broken down они часто критикуют его вовсе без всякой причины они часто they often критикуют criticize его him they often criticize him вовсе без всякой причины то есть без всякой причины for no reason вовсе at all they often criticize him for no reason at all they often criticize him for no reason at all such a feeling я уже начал этот курс используем форму start я уже начал я уже i've already начал started этот курс this course i've already started this course i've already started this course я надеюсь что ситуация скоро улучшится я надеюсь i hope что that ситуация скоро улучшится то есть ситуация the situation улучшится скоро улучшится will improve скоро soon i hope that the situation will improve soon i hope that the situation will improve soon i've already started this course i hope that the situation will improve soon если честно я никогда раньше не видел ничего подобного если честно to be honest я никогда раньше не то есть я никогда не i've never не видел i've never seen ничего подобного то есть что-либо anything как это like it anything like it раньше before to be honest i've never seen anything like it before to be honest i've never seen anything like it before to be honest i've never seen anything like it before я надеюсь что скоро найду работу получше я надеюсь что i hope that скоро найду то есть я найду that i'll find работу получше на словно более хорошую работу более хорошая a better работа job получше soon to be honest i've never seen anything like it before i hope that i'll find они выпустили новый альбом итак в этом году еще говорим в конце то есть они выпустили they've released новый альбом a new album в этом году this year they've released a new album this year они включили его имя в список они включили they included его имя his name в список in the list they included his name in the list they included his name in the list his car often broke down they've released a new album this year they included his name in the list when he speaks уверенности но я думаю что это просто дело практики когда он when he говорит говорит по-английски говорит по-английски speaks english when he speaks english ему не хватает he lacks уверенности confidence he lacks confidence но я думаю but but i think что but i think that это просто дело практики это it's просто it's just дело практики дело matter практики of practice я только что написал этот отчет я только что i've just написал written этот отчет this report i've just written this report i've just written this report when he speaks english he lacks confidence but i think that it's just a matter of practice i've just written this report пока мы гуляли в парке они сидели дома пока while мы гуляли we were walking в парке in the park while we were walking in the park они сидели дома они сидели они собираются повысить цену они собираются they're going повысить так используем форму increase they're going to increase цену the price they're going to increase the price they're going to increase the price while we were walking in the park they were staying at home they're going to increase the price я очень сильно улучшил свой английский с помощью этого метода я очень сильно i greatly улучшил improved i greatly improved свой английский my english с помощью with the help of этого метода with the help of this method i greatly improved my english with the help of this method он где-то потерял свой кошелек то есть он потерял he lost свой кошелек то есть его кошелек his wallet где-то somewhere he lost his wallet somewhere he lost his wallet somewhere i greatly improved my english with the help of this method he lost his wallet somewhere my friends thank you very much we continue this very important playlist друзья привет hi привет вас на канале английский язык по плавистам продолжаем наш экспресс курс английский язык за 50 уроков и следующий глагол в нашем списке желать это глагол wish wish я я хотел бы пожелать пожелать и настоящего счастья и and настоящее счастье and real happiness видите удача там good luck здоровье health happiness неисчисляемый поэтому артикл здесь здесь не нужен i'd like to wish you good luck strong health and real happiness i'd like to wish you good luck strong health and real happiness атаковать attack attack атаковать нападать они напали на своего врага внезапно видите они напали на или они атаковали это будет they attacked на не переводится в английском своего то есть их врага их their врага enemy enemy внезапно suddenly they attacked their enemy suddenly they attacked their enemy suddenly wish i'd like to wish you good luck strong health and real happiness attack they attacked their enemy suddenly слышать hear heard heard hear heard я никогда не слышал такого потрясающего голоса видите никогда не present perfect я никогда не i've never слышал i've never heard такого потрясающего голоса в принципе также можно перейти такого удивительного голоса используем прилагательное amazing помните такого если далее существительное то именно such и по формуле также сохраняется неправильный артикль то есть потрясающего such an amazing голоса voice i've never heard such an amazing voice i've never heard such an amazing voice i've never heard such an amazing voice я слышал это время от времени даете помолчание обычное прошедшее время и тем более видите периодичность да время от времени я слышал это время от времени это фраза from time to time i heard it from time to time here heard heard i've never heard such an amazing voice i heard it from time to time описывать describe describe я постараюсь описать тебе свои чувства я постараюсь i'll try описать помню что форма try to произлагол потом try to describe тебе you свои чувства то есть мои чувства my feelings проверять check я уже все проверил видите уже already указывает на present perfect я уже i've already и по-английски дословно проверил все проверил checked и все если слово самого себе все поможем используем erythin erythin i've already checked erythin i've already checked erythin describe i'll try to describe you my feelings check i've already checked erythin производить produce produce они в основном производили очень дорогие товары видите да если просто говорим о прошедшем обычно как факт в прошлом просто обычное прошедшее время по simple то есть они в основном they mostly производили produced очень дорогие товары очень дорогие very expensive и товары это слово goods да good это хороший а goods это перевод как товар или товары в английском это видите именно goods и множное число получается they mostly produced опять же мы говорили что в принципе здесь есть еще другие варианты как это сказать можно к примеру вместо mostly поставить еще mainly или есть еще один вариант largely тоже такое можно строить это посложнее но тем не менее это синонимы they mainly produced they largely produced то есть они также в основном производили по умолчанию используем mostly так и встречается именно mostly очень часто получается they mostly produced very expensive goods they mostly produced very expensive goods produce they mostly produced very expensive goods показывать show да show это show и в принципе видите show это также глагол show showed shown show showed shown видите третья форма именно неправильная я показал такой хороший результат я показал I showed такой хороший результат видите после такой есть существительное поэтому именно such such и по формуле артикль сохраняется то есть хороший such a good результат result I showed such a good result I showed such a good result она сказала что он показал отличный результат видите она сказала что she said that он показал а показал до этого потом предпрощедшее время время past perfect он показал that he had shown отличный результат отличный excellent но по формуле ведь здесь существительное поэтому с артиклем отличный будет an excellent результат result she said that he had shown an excellent result she said that he had shown an excellent result she said that he had shown an excellent result show showed shown I showed such a good result she said that he had shown an excellent result Я еще не нашел решение этой проблемы Еще не указывает на present perfect Поэтому я не нашел I haven't found решение этой проблемы Значит, помню, что решение, проблема, задача Это именно слово solution И уже у нас с вами, в принципе, встречалось это выражение Здесь с артиклем Необранным артиклем Получается решение A solution A toy Но решение чего-то именно solution to A solution to Этой проблемы To this problem И на конце еще Вот еще, yet I haven't found a solution to this problem yet I haven't found a solution to this problem yet Я обнаружил, что что-то было не так Вот я обнаружил Или, в принципе, я выяснил Мы можем использовать выражение find out То есть получается I found out В принципе, дословно я выяснил Но также переводит иногда как обнаружил I found out Что That Что-то было не так То есть что-то That something Было Something означает It, поэтому was И не так Дословно неправильно Was wrong Это выражение То есть To be wrong То есть быть неправильным Или что-то, когда не так Something was wrong Дословно Что-то было Неверно Неправильно Но опять же Так же перевод Было не так В этом контексте Также используют эту фразу I found out That something was wrong I found out That something was wrong Видите Один временной план Поэтому просто Past simple И здесь И там I found out That something Was wrong Find Found Found I haven't found A solution To this problem Yet I found out That something Was wrong Ценить Вот есть такой глагол Appreciate Appreciate Ценить Я очень ценю Вашу помощь Опять же Мы говорили, что Очень перед глаголом В английском не ставится И в этом значении Мы употребляем Really То есть Засловно Я действительно ценю I really Ценю Appreciate I really appreciate Вашу помощь Your help I really Appreciate Your help I really Appreciate Your help I really Appreciate Your help Далее Спорить Argue Argue Я вижу Что они Спорят О чем-то Я вижу Что I see That Они Спорят О чем-то Ведь из контекста Понятно, что Именно сейчас Но мы говорили, что See в значении Видеть в континус Не употребляется Поэтому видите Здесь просто Present simple I see that А здесь Argue Спорить Употребляется Потом Present continuous Они спорят They're They're arguing They're arguing O чем-то About something I see that They're arguing About something I see that They're arguing About something Appreciate I really Appreciate Your help Argue I see that They're arguing About something Верить Believe Believe И вот такая фраза Смотрите Трудно поверить Что это действительно Возможно Видите Трудно поверить И конечно Трудно Вообще Дословно Это difficult А верить Believe Но здесь Именно в этом Констексте Трудно поверить Используя другое слово Обычно Именно hard Но это еще Нужно правильно Выстроить Именно грамматически Это безличное Предложение Потому что Видите Здесь все равно Надо с чего-то начать И вот фраза Трудно поверить It's hard И поверить Неправильная форма It's hard to believe Что That То есть Смотрите Просто так С hard Начать грамматически Неверно Это как безличное Предложение Нужно именно С it Начать То есть It's hard to believe Именно такая конструкция It's hard to believe That И опять же Если посмотреть То hard Управляется Просто в разы чаще Чем просто difficult Поэтому используем просто hard Как обычно Именно в этой фразе И говорят То есть действительно Мы привыкли Что difficult Сложно Трудно Но та же hard Имеет значение Как раз тоже трудно И в этой фразе Это просто устойчивое выражение It's hard to believe That Это действительно возможно В этой части нет глагола Поэтому с формы To be Это That It's Действительно возможно That It's Really Possible Трудно поверить Что это только что Произошло Опять же Фраза Трудно поверить Что Трудно It's hard Видите Дословно Это трудно Но опять же Здесь форма To be Нужна Потому что Глагола нет А инфинитив Как бы Не считается Как бы отдельным глаголом Это просто инфинитив Неправильная форма It's hard Далее Поверить Опять же Поверить Неправильная форма Здесь тупость глагол It's hard To believe Что That Это только что Произошло Только что Just Указатель Present Perfect Поэтому Это Только что It's It's Это сокращенно от It has It's It's Just И произошло Happened В принципе Видите Здесь получается так Что Можно понять Или It's То есть It is Или It has Да Это сокращение Одинаково Для It is Или Для It has Но что И что Понимаем Из контекста И грамматически Здесь уже понятно В первую очередь Грамматически It's Понятно Видите Что именно It has Just Happened Тренироваться Будет Train 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 Это поезд И также глагол Тренироваться Train Тренировать Тренироваться В то время Как он тренировался Так интенсивно Они ничего не делали Видите В то время как Указывает На длительность действия И понятно Что видите Здесь именно Два длительных действия То есть Past Continuous В то время как While Он тренировался He was training Так интенсивно So Intensely While he was training So intensely Они ничего не делали То есть Они делали Они делали Они делали They were doing Ничего Nothing They were doing nothing While he was training So intensely They were doing nothing While he was training So intensely They were doing nothing Пока я тренировался Так интенсивно Они вовсе Не делали Что-либо Опять же Видите Пока это While Указывает На длительность И видим Видите Что здесь Именно два длительных действия Поэтому видите Пока я тренировался While I was training Так интенсивно So Intensely Они вовсе Не делали Что-либо Да видите Здесь Можно сказать И по-другому С помощью Отрицания То есть Они не делали Что-либо Вовсе Они не делали Continuous Пас Continuous Они не делали They weren't Doing Что-либо Если есть Отрицание То что-либо Это будет Anything Anything И вовсе В конце Anything At all То есть Или They were Doing nothing Или если С помощью Отрицания They weren't Doing Anything Существовать Exist Exist Такая теория Действительно Существует Видите Такая Там такое Такие Если далее Существительное Как здесь Видите Теория То именно Such Such И по формуле Так же ставится Артикль Если исчисляемая Там одна теория Две теории Ставится артикль Не проявлен артикль Such a theory Such a theory Действительно Существует Действительно Really Существует Теория означает It Поэтому Exists На конце As Such a theory Really Exists Such a theory Really Exists Удалять Delete Delete Я вспомнил Что удалил Те файлы По ошибке Я вспомнил Что I remembered That Удалил А удалил До этого Поэтому Pass Perfect Опять же Здесь грамматически В английском Нужно поставить Подлежащее То есть Я удалил I had Deleted Те файлы Those Files По ошибке By mistake I remembered That I had Deleted Those Files By mistake I remembered That I had Deleted Those Files By mistake I remembered That I had Deleted Those Files By mistake Exist Such A theory Really Exists Delete I remembered That I had Deleted Those Files By mistake Платить Pay Pay Paid Paid Pay Paid Paid Я уже Заплатил За это Я уже I've Already Заплатил Paid За это For it I've already Paid for it Значит помним, что Already указывает на Present Perfect И pay I've already Paid For it Держать Подержать Это Hold Видите Oh Held 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 The Baby На Руках Это Фраза Видите Дословно Как раз В Своих Руках То есть В Его Руках Фраза In His Arms То есть In Там Чьих Там In His Arms Там Там Если О Нем Они In Her Arms То есть Именно такая Фраза In His Arms He Held The Baby In His Arms He Held The Baby In His Arms He Held The Baby In His Arms Pay Paid Paid I Have Already Paid For It Held 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 He Held The Baby In His Arms Наказывать Punish Punish Он Говорит Что Жизнь Может Наказать Его Вот Он Говорит Что Она Говорит Что В таком Контексте Мы Используем Форму Say То есть Он Говорит He Says Что Он He Says That Не оглушаем The He Says That Жизнь То есть Вообще Жизнь В целом Как абстрактное Понятие Поэтому Просто Life That Life Может Can Наказать И вот Если Глагол Can То Can Плюс Глагол Без To То есть Наказать Это Punish Получается Can Punish Его Him То есть Если Может Там Могу Can Плюс Глагол То есть Как Есть Так И говорим с Can He Says That Life Can Punish Him Переводить Переводить Транслейт Там Переводить Какой-то Текст Там Выражение Слова Транслейт Я Уже Перевел Этот Текст Я Уже Перевел Транслейт Этот Текст This Text Это Стало Настоящей Сенсацией В этом Году Видите В этом Году This Year Это указатель Именно Present Perfect Мы говорили It has It's become Настоящей Сенсации И по формуле Также Видите Артикль Перед Real Сохраняется A Real Сенсация Сенсация Это будет Sensation Sensation И В этом Году This Year It's Become A Real Sensation This Year It's Become A Real Sensation This Year It's Become A Real Sensation This Year Смотреть Там какой-то Фильм Видео Watch Watch Что ты Смотрел Когда он Вошел В комнату Видите Это вопрос То есть Что ты Смотрел Это длительное Действие Смотрел Смотрел И в какой-то Момент Действие Прорвалось Он Вошел В комнату То есть Смотрел Длительное Вошел Краткое То есть Что What Ты Смотрел Вопрос В past Continuous Ты Were You Смотрел Watching What Were You Watching Когда When Он Вошел Он He Вошел Используем Форму Enter When He Entered В Комнату Мы говорили Что Вы Не переводится С Enter Просто В комнату В комнату С артиклем Entered The Room Enter Форма Entered The Entered The Room What Were You Watching When He Entered The Room What Were Watching When He Entered The Room В принципе Еще Второй Вариант Вошел Еще Можно По-другому Сказать Можно Еще Сказать Вот Так Came Into The Room То есть Come Into Тоже Войти Came Into Тоже Как Вариант Came Into The Room Помощение Используем Enter Form Enter What Were You Watching When He Entered The Room What Were You Watching When He Entered The Room Become Became Become It's Become A Real Sensation This Year Watch What Were You Watching When He Entered The Room My Friends Thank You Very Much We Continue This Very Important Платист Друзья Привет Hi Привет Вас Продолжаем наш экспресс-курс английский язык за 50 уроков. И далее разбираем как раз глаголы, 300 глаголов в 7 основных временах. Ну давайте повторим последнюю порцию глаголов. Итак, hold, держать. Hold Held 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 Exist Существовать Exist Produce Производить Produce Delete Удалять Delete Check Проверять Check Watch Смотреть Watch Pay Платить Pay Pay Paid Paid Pay Paid Paid Becum Сновица Becum Becum Became Becum 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 Describe Описывать Describe Find Находить Find Found Found Find Found Found И также помним устойчивое выражение выяснить, это find out. Выяснить, обнаружить, find out. Отлично. Давайте еще раз только на английском для закрепления. Hold Held Held Exist Produce Delete Check Check Watch Pay Paid Paid Becum 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 Describe Find Found Found Слышать Hear Heard Heard Hear Heard 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 Punish Наказывать Punish Train Train Тренировать, тренироваться Train Train Translate Переводить Translate Argue Спорить Argue Argue Appreciate Ценить Appreciate Appreciate Believe Верить Believe Attack Атаковать Атака Attack Show Показывать Да, show это также show и show это глагол показывать Show Showed Shown Show Showed Shown Wish Желать Wish Hear Heard Heard Punish Train Translate Argue Appreciate Believe Attack Show Showed Shown Wish Он говорит Что Жизни Может Наказать Его Он Говорит Что He Says That Жизни Может Наказать Его Жизни That Life Может Наказать Can Punish Его Him He He Says That Life Can Punish Him Или Вопрос Что Ты Смотрел Когда Он Вошел В комнату Итак Что What Ты Смотрел What Were You Watching When Когда Он Вошел В комнату Используя форму Enter When He Entered В комнату The Room When He Entered The Room What Were You Watching When He Entered The Room He Says That Life Can Punish Him What Were You Watching When He Entered The Room Это Стало Настоящей Сенсацией В этом Году Настоящей A Real Сенсация Сенсейшн В этом году This Year It's Become A Real Sensation This Year It's Become A Real Сенсейшн В то время как Он Тренировался так интенсивно Они Ничего Не делали В то время как While Он Тренировался While He Was Training Так Интенсивно So Intensively While He Was Training So Intensively Они Ничего Не делали То есть они делали ничего Они делали They Were Doing Ничего Nothing They Were Doing Nothing While He Was Training So Intensively Такая Теория Действительно Существует Такая Теория Такая Such Теория Such A Theory Действительно Существует Действительно Really Существует Exists Such A Theory Really Exists Such A Theory Really Exists Они Напали На своего Врага Внезапно Они Напали They Attacked На Своего Врага До слова Их Врага Their Enemy Внезапно Suddenly Они В основном Производили Очень Дорогие Товары Они В основном They Mostly Они Производили Produced They Mostly Produced Очень дорогие Товары Очень Дорогие Very Expensive Товары Goods They Mostly Produced Very Expensive Goods Я Вспомнил Что Удалил Те файлы По ошибке Я вспомнил Что I Remembered That Удалил То есть Я удалил That I had Deleted Те файлы Those Files По Ошибке By Mistake I Remembered That I had deleted Those Files By Mistake I Remembered That I Had Deleted Those Files By Mistake They Mostly Produced Very Expensive Goods I Remembered That I Had Deleted Those Files Я Еще Не Нашел Решение Этой Проблемы То есть Я Не Нашел Решение Этой Проблемы Проблемы Еще Еще Я Я Уже Заплатил За это Я Я Уже I've Already Заплатил Paid За это For It I've Already Paid For It I've Already Paid For It I've Already Paid For Трудно Поверить Что Это Только что Произошло Трудно Поверить Трудно Используем Именно в этом контексте Слово Hard То есть трудно It's Hard Поверить It's Hard to Believe Что That It's Hard to Believe That Это только что Это только что It's Just Произошло Happened It's Hard To Believe That It's Hard To Believe That It's Happened Она сказала Что Он показал Отличный результат Она сказала Что She said Что That She said That Он показал He Had Shown Отличный результат Отличный Отличный An Excellent Resultat Result She said That He had shown An excellent result She said That He had shown An excellent result She said That He had shown An excellent result It's Hard to Believe That It just Happened She said That He had shown An excellent result Я уже Перевел Этот текст Я уже I've Already Перевел Перевел Translated Этот Текст This Text I've Already Translated This I've Already Translated This Text Я Постараюсь Описать Тебе Свои чувства Я Постараюсь I'll Try Описать To Describe Тебе You Свои чувства То есть мои чувства My feelings I'll Try To Describe My feelings I'll try To Describe My feelings I'll Try To Describe My feelings I've Already Translated This Text I'll Try To Describe My feelings Он Подержал Малыша На руках Он Подержал He Held Малыша The Baby На Руках Дословно В Своих Руках In his arms In his arms He held The baby In his arms He held The baby In his arms He held The baby In his arms Я хотел бы Пожелать тебе Удачи Крепкого здоровья И настоящего счастья Я хотел бы I'd like To Пожелать тебе I'd like to wish you 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 Удачи Good luck Good luck I'd like to wish you Good luck Крепкого здоровья Strong health Strong health И настоящего счастья And real happiness And real happiness And real happiness I'd like to wish you Good luck Strong health And real happiness I'd like to wish you Good luck Strong health And real happiness He held the baby In his arms Помощь Господин Appreciate Я очень ценю I really appreciate Вашу помощь Your help I really appreciate your help I really appreciate your help Я вижу, что они спорят о чем-то Я вижу, что I see that Они спорят о чем-то Да видите, здесь понятно, что именно в настоящий момент происходит То есть они спорят That they're arguing У чем-то About something I see that They're arguing about something I see that They're arguing about something I see that They're arguing about something I really appreciate your help I see that They're arguing about something Я слышал это время от времени Я слышал это Я слышал это I heard it Время от времени From time to time From time to time I heard it From time to time I heard it From time to time Я никогда не слышал такого потрясающего голоса Я никогда не I've never Слышал Слышал I've never heard Такого потрясающего голоса Так используем amazing Такого Such Потрясающего голоса Such An amazing Голоса Voice I've never heard Such An amazing Voice I've never heard Such An amazing Voice I heard It From time to time I've never heard Such An amazing Voice Я уже Все Проверил Я уже I've already Все Проверил То есть проверил все Проверил Checked Все Everything I've already Checked Everything I've already Checked Everything I've already Checked Everything Я показал Такой хороший результат Я показал I showed Такой хороший результат Такой Such Хороший результат Such Such A good Result I showed Such Such A good Result Я Обнаружил Что Что-то Был не так Так используем Жение Find out То есть я обнаружил Я выяснил Я обнаружил I Found out Что That Что-то Был не так Что-то That That Something Было Was Не так Wrong I Found out That Something Was Wrong I Found out That Something Was Wrong I've already Checked Everything I Showed Such A good Result I Found out That Something Was Wrong Трудно поверить Что это действительно возможно Трудно поверить Трудно It's hard Поверить To Believe It's hard to believe Что That Это действительно возможно Это That It's Действительно возможно That It's Really Possible It's hard To believe That It's Really Possible It's hard to believe That It's Really Possible Пока я тренировался Так интенсивно Они Вовсе Не делали Что-либо Пока я тренировался Пока While Я тренировался I Was Training Так Интенсивно So Intensely While I Was Training So Intensely Они вовсе не делали что-либо То есть Они не делали They Weren't Doing Что-либо Вовсе Что-либо Anything Вовсе At All While While I was training So Intensely They Weren't Doing Anything At All While I was training So Intensely They Weren't Doing Anything At All It's Hard It's To Believe That It's Really Possible While While I was training So Intensely They Weren't Doing Anything At All My friends Thank you very much We continue this Very important playlist Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам» Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков И следующий глагол «Расти», «Выращивать», «Гроу» «Гроу», «Гру», «Гроун» Но если мы говорим о людях Там человек где-то вырос То не просто «Гроу», а мы еще добавляем «ап» Получается «Гроу ап», «Гроу ап» А так до формы «Гроу», «Гру», «Гроун» Она выросла в Соединенных Штатах Ведь я человек, поэтому не просто «Гроу», а форма «Гроу ап» Она выросла «She grew up» в Соединенных Штатах В «in» И в Соединенных Штатах с артиклем «in the United States» «She grew up in the United States» «Изучать», «выучить», «learn» Да, данный глагол может быть как правильным, так и неправильным То есть, в принципе, грамматически возможно сказать «learned» Когда идея, но часто именно неправильная форма По-моему, чем ее используем «learn», «learned», 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 «learned» «Я еще не выучил все эти выражения» Эти «еще не указывают на present perfect» Поэтому «я не выучил» «I haven't learned все эти выражения» «Все эти» «All these» «Выражения» «Expressions» «Еще» «yet» «I haven't learned all these expressions yet» «I haven't learned all these expressions yet» «I haven't learned all these expressions yet» «Гроу», «гру», «гроун», «гроуап», «she grew up in the United States» «learn», «learned», 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 «I haven't learned all these expressions yet» «Пытаться», «стараться», «try» «Я изо всех сил старался закончить делать это к концу недели» «Да видите, предложение с некоторыми подводными камнями» «Видите, изо всех сил стараться» Эта фраза как раз «try» «Try to do my best» «Try to do my best» В принципе, также мы ее переводили как «стараться сделать все возможное» или «изо всех сил стараться» «То есть я изо всех сил старался» «Засловно, я старался» «I tried» «Зделать все возможное» «Засловно, получается, сделать мое лучшее» «I tried to do my best» «Закончить» «Закончить» — неправданая форма Поэтому «to» плюс глагол «to finish» «Делать» А мы разбирали, что «закончить делать что-то», «finish doing» То есть именно глагол с инкформой после «finish» «finish doing» — это «it» «К концу» «К» — это «by» «К концу» — это фраза «by the end» «Неделя» «Принадлежность» означает «of» И также с артиклем «неделя of the week» То есть фраза «к концу недели by the end of the week» То есть именно обязательно «the» обязательно И также там «к концу года» «by the end of the year» «К концу» имеется «by the end of the month» И так далее Вот такая именно конструкция «I tried to do my best to finish doing it by the end of the week» Видите, да, помолчание используем именно Ведь обычно в прошедшее время «pass simple» Но если мы хотим сделать именно акцент на длительность В принципе, возможно также сказать «I was trying to do my best» Тоже возможно именно «pass continuous» Если именно длительность подчеркнуть А как факт, просто как результат, как действие в прошлом Такое значение используем просто под символом, как здесь «I tried to do my best to finish doing it by the end of the week» «Звать», «звонить», «call» «Кто тебе звонит?» Видите, и ситуация понятна, что именно сейчас Поэтому «кто», «who» «тебе звонит?» Но грамматически в английском это «кто звонит тебе?» «Present continuous» «who» означает «he» или «she» Поэтому «is» Звонит «calling» «Who is calling?» «Тебе you» «Who is calling you?» «Who is calling you?» «Who is calling you?» «Call» «Who is calling you?» «Try» «Try to do my best» «I tried to do my best to finish doing it by the end of the week» «Call» «Who is calling you?» «Исчезать» «Исчезнуть» «Disappear» 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 Видите, «appear» «Появляться» «Disappear» «Исчезнуть» «К тому времени, как прибыла полиция, мужчины уже исчезли» «Вот в прошедшем времени, к тому времени, как» «Это указатель past perfect» «То есть к тому времени, как» «Это фраза by the time» «И здесь мы используем обычное прошедшее время past simple» «А что произошло раньше?» «Там уже past perfect» «То есть by the time и past simple» «By the time» «Прибыла полиция», но вначале подлежащие, потом уже сказуемые действия «Полиция», но мы говорили, что «полиция» с артиклем используется «The police», «the police» «Прибыла», «arrived» «By the time the police arrived» «Мужчины», видите, не вообще «мужчины во всем мире», а «конкретные», поэтому «the men», «the men» «Уже исчезли» «Это предпрошедшее», поэтому past perfect «Уже» «Посередине», то есть начали «had», «already» «И исчезли», «disappeared» «By the time the police arrived» «The men had already disappeared» «By the time the police arrived» «The men had already disappeared» «By the time the police arrived» «The men had already disappeared» «Дисипир» «By the time the police arrived» «The men had already disappeared» «Кормить» Я покормил своего кота два часа назад. Я покормил своего кота, то есть моего кота, my cat, два часа назад. Видите, во-первых, умолчание используем обычное прошедшее время, а во-вторых, видите, когда ago, это указывает на past simple. То есть два часа назад ago. Вопрос. Она уже покормила детей? Вот уже указывает на present perfect. Вначале вспомогает на глагол. Раз она, she, значит, has. То есть она, has she, далее уже, has she already, покормила. Третья форма, fed, fed детей. И обязательно нужно ставить артикль. Если просто children, то есть вообще дети в мире. А разумеется, конкретные дети, они дети в мире, поэтому fed the children. Проводить, также тратить, например, деньги. Это spend, 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 spend. Да, обычно используем в контексте, если тратить, тратить деньги, время. Она сказала, что потратила свои последние деньги. Она сказала, видите, а потратила раньше, чем сказала, потом, видите, здесь именно past perfect, это предпрошедшее время. Она сказала, что she said that потратила, но грамматически здесь нужно поставить подлежащее, то есть дословно она потратила, that she had spent свои, то есть ее, her, последние деньги. She said that she had spent her last money. She said that she had spent her last money. Spend, spent, spent. She said that she had spent her last money. Я осознаю, насколько это важно. Я осознаю, I realize, насколько, это словно как. How это важно. Это it, но видите, здесь нужно также поставить связку. Здесь нет глагола, поэтому не просто it, а здесь нужно именно ставить связку. Но здесь давайте еще немножко уточним кое-что по грамматике. Здесь еще вот применяется косвенный вопрос. Как спросить, насколько это важно? Если мы хотим спросить, насколько это важно, то здесь именно пара разных слов такой. То есть, как важно это. Получается, how, как важно, how important это, и со связкой, ведь в глаголе нету на связку, это, is it. То есть, грамматически, там, к примеру, как важно это. Там, насколько, там, серьезно это. Далее, там, серьезно это. Как дорого это. Там, будет how expensive. How expensive is it? Насколько это дорого. То есть, именно, насколько, то есть, формула, видите, how плюс прилагательное. Когда мы говорим вытверждение, именно такой же парады слов в начале, то есть, how, важно, how important, а вот далее, если вытверждение, то прямой парады слов, то есть, вначале подлежащее, it, потом уже как раз сказуемое. Important it is. То есть, смотрите, это еще называется косвенный вопрос. То есть, вопрос мы сами разобрали, как строится. Если вступительная фраза есть, то используется прямой парады слов. То есть, вначале подлежащее, it, а далее уже сказуемое, здесь, is. То есть, is, оно никуда не пропадает, оно остается. Получается, I realize how important it is. I realize how important it is. Конечно, можно сказать I understand, но мы же стремимся к более высокому уровню, поэтому стараемся заменять. Например, understand на realize. I realize how important it is. Я осознаю, насколько это серьезно. Я осознаю. I realize. Насколько это серьезно. То есть, по факту, насколько серьезно это. То есть, как серьезно. How serious. Серьезно. Это. Не просто it, а it is. It is. I realize how serious it is. То есть, вот формула. Там я осознаю. I realize how. Далее, какое-то пролагательное. К примеру. Рискованно. How risky. Там опасно. How dangerous. И это не просто it, а it is. I realize how risky it is. I realize how dangerous it is. Или как здесь important, serious. Вот такая модель. Итак, realize how important is it. How expensive is it. I realize how important it is. I realize how serious it is. I realize how risky it is. I realize how dangerous it is. Нравится лайк. Мне всегда нравилось это делать. Видите, мне всегда. Но мы говорили, если так же это верно по настоящее время, мы используем in a present perfect. Если отдаленное прошедшее по simple, там я всегда, к примеру, там делал что-то, там очень давно, если отдаленное, и сейчас уже не делал, то просто по simple. А так, если всегда нравилось, и сейчас так же нравится, то используем in a present perfect. Но видите, здесь конструкция I like именно как раз I, то есть личное местоимение. То есть получается I've always, I've always liked это делать. И вот делать что-то, мы с вами используем конструкцию like doing something по умолчанию. В принципе, так же грамматически возможно сказать like to do. Это допустимо. но обычное считается, что если действительно очень сильно нравится, то используем именно in форму. Мы тоже по умолчанию так делаем. I've always liked то есть делать не просто идти глагол, а с in формой. Liked. То есть получается doing. Дин. Здесь уже стоит. Получается liked doing. И это it. I've always liked doing it. I've always liked doing it. I've always liked doing it. Видите, как по-другому совершенно заиграл язык. Не просто I like, там I like it, да? То есть мы, во-первых, применили время present perfect, а во-вторых, не просто I like it, а правильно еще сказали как раз глагол. Liked doing it. I've always liked doing it. Мне очень нравится проводить время со своими друзьями. Видите, мне очень нравится. Но мы говорим, что в английском очень very перед глаголом не ставится. То есть эта функция выполняет really. То есть мне очень нравится, это будет в английском I really like. I really like проводить, опять же, глагол с инкформой. То есть не просто spend, а spending. Время. Spending time со своими, то есть с моими. Time with my и друзьями with my friends. I really like spending time with my friends. I really like spending time with my friends. Like. Like doing something. I've always liked doing it. I really like spending time with my friends. Чувствовать себя, чувствовать, feel. Feel, felt, felt. Feel, felt, felt. Я чувствовал, что что-то было не так. Я чувствовал, что... I felt that... что-то... that something... было не так. То есть было... something означает it, поэтому was... и не так дословно неправильно. I felt that something was run. Видите, один временной план, потом past simple. I felt that something was run. I felt that something was run. I felt that something was run. work. Work. Are you working today? Прикреплять. Attach. Например, какой-то файл к письму. Attach. Attach. Я забыл прикрепить этот документ к письму. Я забыл. I forgot. Прикрепить. Видите, неправильный форм, потом to плюс глагол. I forgot to attach этот документ this document к письму. Прикрепить к это attached to. Предлог to. То есть к, и письмо также именно с артиклем. То есть именно the to the letter. Не... как раз непонятно, к какому письму. Если просто to a letter, это будет звучать я прикрепил этот документ вообще к какому-то письму. А если именно к письму, то есть конкретной или конкретной ситуации, конечно, the. И по умолчанию так и используем. Получается I forgot to attach this document to the letter. I forgot to attach this document to the letter. Я прикрепил два файла к письму. Я прикрепил I attached два файла to files к письму. Опять же, к это то. Attached то, поэтому видите, то и письмо the letter. I attached two files to the letter. I attached two files to the letter. I attached two files to the letter. Attached to. I forgot to attach this document to the letter. I attached two files to the letter. Вот смотрите, есть глагол получать get и также получать это receive. Но receive звучит более формально. Действительно, там формальные переписки, в частности, имеют место быть. Receive получить. Receive получить. Так используем форму receive. Я получил это уведомление. Я получил I received это this уведомление this notification. I received this notification. I received this notification. I received this notification. Зависеть depend. Depend. И помню, что зависеть от depend on. Depend on. это все зависит от тебя сейчас. Видите, сейчас как бы указывает на present continuous, но depend в continuous не употребляется. Поэтому используем present simple, раз такое ограничение. Да, про эти глаголы также мы подробно разбирали в один список глаголов, которые как раз не употребляются. Это все зависит. Это все это фраза it all. It all. Там мы все we all. Они все they all. Это все it all. Да, видите, именно все, когда это все используем all. It all зависит depends от предлог именно on от тебя on you сейчас now. Ведь on now, но ничего страшного, потому что не употребляется, поэтому используем present simple. It all depends on you now. It all depends on you now. It all depends on you now. Receive. I received this notification. Depend on. It all depends on you now. Сохранить, save, и даже спасти, например, чью-то жизнь, save. Save. Я помню, что сохранил эти файлы. Я помню, что I remember that сохранил, то есть я сохранил. Да, видите, здесь именно настоящее время, потом, да, здесь обычное прошедшее. That I saved эти файлы these files. А если бы здесь было бы прошедшее, там, я вспомнил, что сохранил, то была бы сдвижка на время назад, и был бы had saved, а так просто прошедшее saved. I remember that I saved these files. Защищать defender. Defender. Они защищали свои права. Они защищали. Да, и по умолчанию используем просто, как факт в прошлом они защищали. They defended свои права, то есть их права. Their rights. They defended their rights. Но, опять же, если мы хотим прошедшую длительность действия, можно так сказать they were defending their rights. Можно, но здесь имеется только как просто как факт, как результат, как факт. Именно. Поэтому здесь не с целью пошедшую длительность, а просто как факт. Поэтому they defended their rights. They defended their rights. Опять же, результат есть, но связи с настоящим нет, поэтому просто, да, опять же, обычно прошедшее. They defended their rights. Save. I remember that I saved these files. Defend. They defended their rights. Покупать buy. 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 Bought. Bought. Buy. Bought. Bought. Я еще не купил это, потому что это стоит так дорого сейчас. Еще не yet указывает на present perfect. То есть, я не купил I haven't bought это it и еще в конце it yet. I haven't bought it yet. Потому что because это стоит так дорого сейчас. Ведь сейчас как бы указывает на present continuous, но стоит cost не употребляется. В continuous да, по умолчению используем cost, не употребляется, поэтому просто present simple. Because это стоит, because it costs так дорого, но грамматически в английском мы говорим так много. Costs so much сейчас now. Да, если, кажется, мы про это говорили, можно сказать but it is so expensive now. Можно и так сказать. for more to be expensive нормально. С cost именно much и little сочетается. И поэтому, как здесь, дословно как раз и говорим. I haven't bought it yet because it costs so much now. I haven't bought it yet because it costs so much now. Казаться sim все кажется таким странным сейчас. Опять, видите, sim казаться не употребляется в continuous, поэтому, хотя и сейчас, мы не употребляем в continuous, а просто present simple. И слово все само по себе everything. получается everything, everything, кажется, everything seems таким странным. So strange сейчас now. Everything seems so strange now. Everything seems so strange now. Buy, bought, bought. I haven't bought it yet because it costs so much now. Seem everything seems so strange now. Резать, порезать, cut. И три формы здесь совпадают. Cut, cut, cut. Какая форма? Уже понимаем уже грамматически или по смыслу. Cut, 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 cut. cut, cut, Пока она резала пирог, дети с нетерпением ждали это. Итак, пока или в то время while указывает на длительность действия. И да, видим, видите, резала и ждали. Длительность в обеих частях. То есть while она резала. While she was cutting пирог. Там резать. Пирог cut the pie. Резать торт cut the cake. Соответственно, while she was cutting пирог the pie. Дети, опять же, не дети в мире в целом, а для конкретной ситуации, поэтому the children, the children с нетерпением ждали это. Используем форму wait. То есть ждали это, ждали, а не they, потом were waiting. Это were waiting for it с нетерпением with impatience. With impatience. While she was cutting the pie, the children were waiting for it with impatience. While she was cutting the pie, the children were waiting for it with impatience. Cut, cut, cut. Cut the pie, cut the cake. While she was cutting the pie, the children were waiting for it with impatience. Сравнивать compare. Опереть не com, а compare. Я сравнивал это много раз. Видите, когда много раз, many times, или, к примеру, столько раз, так много раз, so many times, когда какое-то количество раз, это указывает на present perfect. Present perfect. Потом я сравнивал будет I've compared, I've compared это it много раз, many times. I've compared it many times. I've compared it many times. Я столько раз сравнивал эти две возможные альтернативы. Вот опять же, там many times, so many times, да столько раз переводится дословно так много раз, so many times. Это ставится в конце. указывает на present perfect. То есть, я сравнивал I've compared эти две these two возможные альтернативы, возможные possible и альтернативы так много раз. Давайте посмотрим как раз транскрипцию альтернативы, видите, alternatives, то есть, не а, а о, alternatives, alternatives, и столько раз, дословно так много раз, so many times, so many times. Alternatives, alternatives, alternatives. I've compared these two possible alternatives so many times. I've compared these two possible alternatives so many times. I've compared these two possible alternatives so many times. Compare. many times so many times. I've compared it many times. I've compared these two possible alternatives so many times. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist. Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале английский язык по плавистам. Мы продолжаем наш экспресс-курс английский язык за 50 уроков и переходим к практике. На самом деле данный уровень А2 очень важный, потому что мы сейчас в рамках данного уровня тонируем семь времен. До употребления сразу семи времен в английском языке. Это группа simple. Present simple, future simple, past simple. Также present continuous, то, что мы добавили в один. И в этом как раз уровне предполагается еще три времени. Present perfect, настоящее совершенное время, past continuous, это как раз прошедшее длительное и past perfect, предпрошедшее время. Сейчас тренируем все вместе, здесь очень много обильной практики, очень мощная практика. И заодно разбираем 300 глаголов. Как раз 90 неправильных и 210 правильных. И повторим как раз следующую порцию глаголов. Зависеть от это depend проводить, тратить spend, spent, spent, spend, spent, spent. Пытаться, стараться try, try. Кормить feed, feed, fed, fed, feed, fed, fed. Резать, порезать, cut, 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 покупать, buy, buy, bought, bought, buy, bought, bought. Работать, work, work. Выучить, учить, learn, learn, learned, learned, learn, learned, learned. Сравнивать, compare, compare. Прикреплять, например, к письму, attach. И предлог, помнишь, что т. Attach, т. К чему-то, attached, Attach, t. Так, только на английском. Depend on, spend, spent, spent. Try. Feed, fed, fed. Cut, cut, cut. Buy, bought, bought. Work. Learn, learned, learned. Compare, attach, t. сохранить, спасти, save, save. Получать, receive. В принципе, get, получать тоже, но receive более формально звучит. Receive, receive. Defend, защищать, defend. Call, звонить, звать, call. Расти, выращивать, grow, grow, grew, grown. Но помнишь, что если говорим о людях, то grow up. Часто как раз в разговорной практике речь используется grow up. Там, я вырос там-то. Это очень важный фразовый глагол. Grow up. Grow up. Grow, feel, felt, felt, feel, feel, felt. Realize. Осознавать, realize. В принципе, да, видите, если understand, это а-ноль, а вот, видите, мы заменяем, к примеру, realize, и уже, конечно, на два переходим. Realize, realize. Disappear, исчезать. Disappear, disappear. Save, receive, defend, call, grow up. То есть, grow, grew, grown. Like, seem, feel, felt, felt. Realize, disappear. Я забыл прикрепить этот документ к письму. Я забыл, I forgot, прикрепить, to attach, этот документ, this, document, к письму, к, to, письмо, to the letter, to the letter. I forgot to attach this document to the letter. I forgot to attach this document to the letter. Я осознаю, насколько это важно. Я осознаю, I realize I realize насколько how это важно. То есть, насколько важно это. Насколько важно how important это it is. I realize how important it is. I realize how important it is. I forgot to attach this document to the letter. I realize how important it is. Мне очень нравится проводить время со своими друзьями. Мне очень нравится I really like проводить время spending time по умолчанию используем конструкцию like doing like a глагол с сингформой like spending time I really like spending time so with своими друзьями. То есть, моими друзьями. With my friends. I really like spending time with my friends. I really like spending time with my friends. Кто тебе звонит? Имеется в виду сейчас кто who тебе звонит. то есть, звонит who is calling тебе you. Who is calling you? Who is calling you? Who is calling you? I really like spending time with my friends. Who is calling you? Пока она резала пирог, дети с нетерпением ждали это. Пока while она резала she was cutting пирог the pie while she was cutting the pie дети значит, помолчение с поиском слова children оно разумеется с артиклем дети the children используем форму wait то есть, ждали это с нетерпением ждали were waiting это for it с нетерпением with impatience the children were waiting for it with impatience while she was cutting the pie the children were waiting for it with impatience while she was cutting the pie the children were waiting for it with impatience я сравнивал это много раз опять же по умолчанию когда говорим столько-то раз это верно даже по настоящее время я сравнивал это я сравнивал I've compared это it I've compared it много раз many times I've compared it many times I've compared it many times while she was cutting the pie the children were waiting for it with impatience I've compared it many times я столько раз сравнивал эти две возможные альтернативы так столько раз в конце то есть я сравнивал I've compared alternatives so many times I've compared these two possible alternatives so many times I've compared these two possible alternatives so many times I've always liked это делать то есть делать это doing it I've always liked doing it I've always liked doing it я еще не купил это потому что это стоит так дорого сейчас я еще не купил это то есть я не купил I haven't bought это еще it yet I haven't bought it yet потому что because это стоит так дорого сейчас используем форму cost по умолчанию это стоит it costs так дорого условно так много so much сейчас now I haven't bought it yet because it costs so much now I haven't bought it yet because it costs so much now I have always liked doing it I haven't bought it yet because it costs so much now к тому времени как прибыла полиция мужчины уже исчезли к тому времени как by the time прибыла полиция то есть полиция прибыла полиция the police прибыла arrived by the time the police arrived the police arrived the man had already disappeared By the time the police arrived, the man had already disappeared. Я покормил своего кота два часа назад. Я покормил. I fed своего кота. My cat. Два часа назад. Два часа. Two hours. Назад. I fed my cat two hours ago. I fed my cat two hours ago. By the time the police arrived, the man had already disappeared. I fed my cat two hours ago. Она выросла в Седина Штатах. Она выросла. She grew up в Седина Штатах. In the United States. She grew up in the United States. She grew up in the United States. Я получил это уведомление. Используем форму receive. Я получил. I received это уведомление. Это this. Уведомление. Notification. I received this notification. I received this notification. She grew up in the United States. I received this notification. Я сознаю, насколько это серьёзно. Я сознаю. Я чувствовал, что что-то было не так. Я чувствовал, что... I felt that что-то было не так. Что-то. Something. Было. Was. Не так. Run. Они защищали свои права. Опять же, по умолчанию используем обычно прошедшее время. Они защищали... Они защищали... They defended... Свои права. То есть, их права. Their rights. They defended their rights. They defended their rights. Я ещё не выучил все эти выражения. То есть, я не выучил... Все эти выражения... Все эти... All these... Выражения... Expressions... Ещё... Yet. I haven't learned all these expressions yet. Я прикрепил два файла к письму. Я прикрепил... I attached... I attached... Два файла... Two files... К письму... К... Т... Письму... To... The letter. I attached... Two files to the letter. I attached... Two files... To the letter. They defended... Their rights. I haven't learned... All these expressions yet. I attached... Two files... Two letters. Я изо всех сил старался... Закончить... Делать это... К концу недели. То есть, я старался... I tried... Изо всех сил... То есть, сделал всё возможное... Или, дословно, сделать мое лучшее... I tried... To do my best... I tried... To do my best... Закончить... To finish... Делать это... Делать это... Doing it... I tried... To do my best... To finish... Doing it... К концу недели. К концу... By... The end... В неделе... Of... The week... I tried... To do my best... To finish... Doing it... By the end... Of the week... I tried... To do my best... To finish... Doing it... By the end... Of the week... Вопрос... Она уже покормила детей? То есть... Она... Has... She... Уже... Already... Покормила детей? Покормила... Fed... Детей... The... Children... Has... She... Already... Fed... The... Children... I... Tried... To do my best... To... Finish... Doing it... By the end... Of... The... Week... Has... She... Already... Fed... Она... Сказала... Что... Потратила... Свои... Последние... Деньги... Она сказала... Что... She... Said... That... Потратила... То есть... Она... Потратила... That... She... Had... Spended... Свои... То есть... Ее... Последние... Деньги... Last... Money... She... Said... That... She... Had... Spend... Her... Last... Money... Всё... Кажется... Таким... Странным... Сейчас... Всё... Кажется... Всё... Everything... Everything... Кажется... Seems... Таким... Странным... Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков. И следующий глагол «пребывать» – это глагол «arrive». Я только что прибыл навстречу. Только что. Just – временной указатель времени present perfect. Я только что. I've just – прибыл. Arrived – навстречу. Помню, что если небольшое место, то arrived at. И «пребывать навстречу» – arrived at the meeting. Arrived at the meeting. I've just arrived at the meeting. Лежать. Lie, lay, lane. Да, это именно неправильный глагол в значении «лежать». И также еще «lie» переводят как «врать», но это правильный глагол. Торируем именно неправильную форму. То есть «лежать». Lie, lay, lane. Но на самом деле часто управляют именно так же фразу «прилечь». Это «lie down». Он прилег в конце дня. Он прилег. То есть «he lay». И еще «down». «He lay down». «В конце». Вот в конце чего-то. Это «at the end of» и «дня» с артиклем «of the day». «At the end of the day». Это «в конце дня». Квайер в конце месяца. At the end of the month. At the end of the year. Именно «the». He lay down at the end of the day. He lay down at the end of the day. Arrive. I've just arrived at the meeting. Lie, lay, lane. He lay down at the end of the day. Следовать. Follow. Follow. Я решил не следовать этой рекомендации. Я решил. I decided. Не следовать. Вот «не что-то делать». То есть это «not to» плюс глагол. То есть «not to». Следовать. Follow. Not to follow. Это рекомендации. This recommendation. I decided not to follow this recommendation. I decided not to follow this recommendation. I decided not to follow this recommendation. Улыбаться. Smile. Smile. Почему он улыбается? Видите, из контекста понятно, что, скорее всего, это именно происходит сейчас. То есть почему он улыбается? То есть не вообще, а именно сейчас. Почему он улыбается? Потом здесь, по-моему, я использую present continuous. Почему? Why? Он улыбается. Он. Улыбается. Is he. Улыбается. Smiling. Why is he smiling? Why is he smiling? Why is he smiling? Follow. I decided not to follow this recommendation. Smile. Why is he smiling? Discover. Обнаружить. Открыть. Discover. Я обнаружил, что они мне дали неверную информацию. У нас с вами было выражение find out, но find out дословно как выяснил. Также в контексте обнаружил применяется. Дословно обнаружить. Также вот использует discover. Действуем discover. Я обнаружил. I discovered. Что? That. I discovered that. Они мне дали, а дали до этого, поэтому past perfect, предпрошедшее время. То есть они, they, мне дали, но дословно дали мне. Далее. They had given мне неверную информацию. То есть дословно неправильную информацию. Помните, правильное что-то – это the right. А неправильное, неверное – the wrong. The wrong. То есть именно the wrong. Далее что? The wrong information. The wrong information. I discovered that they had given me the wrong information. I discovered that they had given me the wrong information. Сидеть. Значит, находиться. Оставаться. Это stay. Stay. Я сидел дома весь день. Видите, здесь значение оставаться. Поэтому форму stay. Весь день. Говорим о прошедшем. All day. Это временной указатель past continuous. То есть о прошедшем. Я сидел, I was staying, то есть сидел в значении находился, I was staying, дома, at home, весь день. All day. I was staying at home all day. I was staying at home all day. Скажем по-другому. Я был дома весь день. Ведь опять же, all day вообще по идее указывает на past continuous. Но я был, это просто форма to be, и в общем случае она не используется в continuous, поэтому так и будет. Я был, I was, дома, I was at home, весь день. I was at home all day. I was at home all day. А здесь, да, витесы используются, поэтому мы говорим, раз, continue, здесь форму to be не используются, поэтому просто past simple. I was at home all day. Discover. I discovered that they had given me the wrong information. Stay. I was staying at home all day. I was at home all day. Воровать. Красть. Steal. Steal. Stole stolen. Steal. Stole stolen. Видите, логи звук и. Steal здесь эл. Stole stolen. Stole stolen. Он обнаружил, что кто-то украл его сумку. Опять же, обнаружил, по мочи не используем форму discover. Он обнаружил. He discovered. Что? That. He discovered that. А украл до этого, поэтому past perfect. Кто-то. That someone украл. That someone had stolen его сумку. His bag. He discovered that someone has stolen his bag. He discovered that someone has stolen his bag. He discovered that someone has stolen his bag. Мыть. Wash. Wash. Вопрос. Ты помыл посуду? Да, по мочи не используем обычное прошедшее время. Past simple. Ты помыл. Did you wash? И мыть посуду. Wash the dishes. Wash the dishes. Подробно мы это тренировали. Во ноль. Во один. Но здесь еще раз обращаю внимание. То есть, это уже материал, который был отработан. Did you wash the dishes? Did you wash the dishes? Still. Stole. Stolen. He discovered that someone has stolen his bag. Wash. Did you wash the dishes? Развивать. Develop. Develop. Видите, именно E. Звук E. D. Develop. Develop. Мне кажется, что E развивает наши аналитические способности. То есть, говорим в целом. То есть, вообще, оказаться sim не употребляется в continuous, поэтому в rather, мне кажется, что как раз используется в present simple. Мне кажется, что? Мне кажется. It seems to me. Что? That. It seems to me that. It развивает. It develops. Наши аналитические способности. Наши. Our. Аналитические способности. Аналитические. Analytical. It seems to me that it develops our analytical abilities. Analytical. Аналитические. Analytical. Способности. Abilities. Abilities. Analytical abilities. It seems to me that it develops our analytical abilities. It seems to me that it develops our analytical abilities. Поворачивать. Turn. Turn. Сновилось темнее, и мы решили повернуть назад домой. Сновилось темнее. То есть, видим здесь длительность действия, потом past continuous. Сновилось. Это безличная конструкция, дословно, это становилось темнее. И здесь используем форму get. Сравнительную степенью, прилагаетную. То есть, становилось. Слово это становилось. It was getting темнее. Темный. Dark. Темнее. Darker. Когда видите, прилагает новый в один слог с помощью er. It was getting darker. И мы решили. Это уже краткое действие. И мы решили. And we decided. Повернуть. Назад. Повернуть. To turn. Назад. Back. Домой. Home. Видите, повернуть, что делать. Непродная форма, потом to плюс глагол. It was getting darker, and we decided to turn back home. It was getting darker, and we decided to turn back home. Develop. It seems to me that it develops our analytical abilities. Turn. It was getting darker, and we decided to turn back home. Divide. Разделять. Делить. Учитель разделил нашу группу на несколько частей. Учитель. Видите, в начале предложения. То есть, какой-то конкретный учитель, поэтому the teacher. The teacher разделил. Divided. Нашу группу. Our group. На несколько частей. На. Вот. Делить на. Это divide into. Divide into. То есть, divided our group. На. Into. То есть, несколько частей. Несколько – это several. Into several parts. Into several parts. The teacher divided our group into several parts. The teacher divided our group into several parts. Я разделил. Я разделил эту сумму денег на три части. Я разделил. I divided. Эту сумму денег. Эту сумму. The sum денег. The sum денег. Принадлежность с помощью of. Of. Денег. Of money. The sum of money. На. Into. Divide into. Три части. Into three parts. Into three parts. Эту parts. Влагодаря parts. Влагодаря parts. I divided the sum of money into three parts. I divided the sum of money into three parts. Divide into. The teacher divided our group into several parts. I divided the sum of money into three parts. Test. Test – это тест. И test – это глагол тестировать. Я уже протестировал свои знания. Ведь уже already указывает на present perfect. Я уже. I've already протестировал. Tested. Свои знания. Свои, то есть мои. Мои. И знание будет knowledge. Да, видите, knowledge в английском, то есть неважно, там по-русски мы говорим знание, знание, но в английском это будет knowledge. То есть нет нужного числа. То есть только единственное число. My knowledge. Это знание и знание. И так и так. Приводят, опять же, в английском это только knowledge. Knowledge. My knowledge. I've already tested my knowledge. I've already tested my knowledge. I've already tested my knowledge. Далее. Оканчивать. Какое-то высшее заведение учебное. Это graduate. 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 Когда он окончил университет. Когда. When. Он окончил. When. Did he graduate. Университет. Но здесь, видите, окончить что-то именно предлог from. То есть не просто graduate, а graduate from. Graduate from. Университет. Университет. Открывается from. From. When did he graduate from university. When did he graduate from university. Если когда ты окончил. When did he graduate from university. Он. When did he graduate from university. Да, и вообще с when не может употребляться время present perfect. Не может, потому что when указывает на время, а когда есть указание времени, именно past simple. Тоже важная такая тонкость. И опять же, past simple по умолчанию просто даже грамматически с when present perfect не употребляется. When. Test. I've already tested my knowledge. Graduate from. When did he graduate from university. Готовиться. Но опять же, обычно готовиться к это prepare for. Предлог for. Prepare for. Prepare for. Я еще не подготовился к этому экзамену. Еще не указывает на present perfect. Да, yet это указали present perfect. То есть, я не подготовился. I haven't prepared к. For. Этому тесту. For. This test. Еще. Yet. I haven't prepared for this test yet. I haven't prepared for this test yet. Пока я готовился к этому тесту действительно усердно. Они не думали об этом действительно серьезно. То есть, видите, пока это while указывает на длительность. Past continuous. То есть, я готовился. Пока я готовился. Длительность. Past continuous. Они не думали. Тоже past continuous. Два длительных действия одновременно. То есть, пока. While. Я готовился. While. I was preparing. К. Это prepare for. Поэтому preparing for. Этому тесту. For this test. Действительно усердно. Really hard. Они не думали. Опять же длительность. Потом past continuous. Они не думали. They weren't thinking. Об этом. About it. Действительно серьезно. Really. Seriously. While. I was preparing. For this test. Really hard. They weren't. Thinking about it. Really. Seriously. While. I was preparing. For this test. Really hard. They weren't. Thinking about it. Really. Seriously. Prepare for. I haven't prepared. For this test. Yet. While. I was preparing. For this test. Really hard. They weren't. Thinking about it. Really. Seriously. Помнить. Вспомнить. Remember. Remember. Я помню. Как это произошло. Я помню. I remember. Как. How. Это произошло. Это. It. It. И произошло. Обычно. Прошедшее время. It happened. То есть. Видите. Здесь настоящее. И просто прошедшее. Это past simple. Если бы здесь было бы прошедшее. Там. Я вспомнил. Как это произошло. Был бы. I remembered. How. It had happened. Был бы здесь. Соответственно. Past simple. И past perfect. А так просто. Present simple. Обычно. Настоящее время. И past simple. Обычно. Прошедшее время. I remember how it happened. I remember how it happened. Не соглашаться. В одно слово. Disagree. Disagree. Я не согласен с этим утверждением сейчас. Сейчас. Но agree и disagree не употребляются в continuous. Потом просто используем present simple. Я не согласен. Не согласен в одно слово. Я не согласен с этим утверждением. Я не согласен с этим утверждением. Statement. With this statement. Сейчас. Now. I disagree with the statement now. I disagree with the statement now. Remember. I remember how it happened. Disagree. I disagree with the statement now. Разрушать. Destroy. Destroy. De. Destroy. Он сказал, что они разрушили здание полностью. Видите? Он сказал, что. Это обычное прошедшее время. А разрушили до этого. Предпрошедшее. Значит, past perfect. Он сказал, что. He said that. Они разрушили. Они. They. Разрушили. They had. Destroyed. Здание. The. Building. Обязательно артикль. Фраза destroyed the building. Полностью. Это слово completely. Да. В этом контексте полностью разрушать именно completely. Completely. He said that they had destroyed the building completely. He said that they had destroyed the building completely. Мотивировать. Motivate. Motivate. Звук O. Motivate. Такой пример действительно мотивирует меня. Ведь и такой дали существительное, значит, такое будет such. Such и пример с артиклем. Артикль никуда не исчезает. Он остается. Такой пример. Such. An example. Such an example. Нагласный звук поэтому N. Such an example. Действительно. Really. Мотивирует меня. Мотивирует. Мотивирует. Motivates. Меня. Me. Such an example. Really. Motivates me. Such an example. Motivates me. Such an example. Really. Motivates me. Destroy. He said that they had destroyed the building completely. Motivate. Such an example. Really. Motivates me. Тратить впустую – это waste. Waste. Я думаю, что мы тратим время впустую сейчас. Я думаю. Как раз think в значении думать, иметь мнение, не используется в continuous. То есть просто выражение я думаю будет I think that. Я думаю что? I think that. Мы тратим время впустую сейчас. А вот здесь сейчас указывают на continuous. Поэтому мы тратим we are wasting время, time. То есть мы тратим впустую время we are wasting time сейчас, now. И обмочение здесь дословно переводим now. Используем. I think we are wasting time now. I think that we are wasting time now. Да, опять же, можно говорить и без that. Это, конечно, грамматически допустимо, но дословно, конечно, будет что именно that. I think that we are wasting time now. Далее. Смотреть – это look. Посмотреть. Look. Посмотреть на – это look at. Look at. А вот искать – это look for. Look for. Когда я заметил его, он что-то искал. То есть он что-то искал. Вот искал, искал. И в какой-то момент я заметил. То есть когда я заметил краткое действие, pass simple. А я искал длительное, pass continuous. Когда я, when I, заметил его, заметил, noticed, его, him, when I noticed him, он что-то искал. То есть он искал, pass continuous, he was looking, но не просто looking, а looking for, потому что искать – look for. He was looking for. И что-то – это something. Именно такое первое слово, то есть что-то уже после. When I noticed him, he was looking for something. Опять же, видите, noticed – то же самое, как motivate. Там было, видите, то есть не о, а о, motivate. Noticed. When I noticed him, he was looking for something. Что ты ищешь? Вот когда задаем вопрос, что ты ищешь, это имеет в виду, что сейчас. Потом, да, используем present continuous. Что? What? Ты? Если present continuous are you, ищешь. А искать – это не просто look, а look for, for остается. What are you looking for? What are you looking for? Именно так. Потому что искать – именно look for. И for здесь остается. What are you looking for? What are you looking for? Waste. I think that we are wasting time now. Look. Look at. Look for. Look at – посмотреть на. Look for – искать. When I noticed him, he was looking for something. What are you looking for? My friends, thank you very much. We continue this. Very important, please. Друзья, привет. Hi. Приветствую вас на канале «Английский язык по полу-листам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков. И переходим к практике. Но давайте вначале повторим некоторые глаголы, последнюю порцию глаголов. Итак. Remember. Помнить. Remember. Лежать. Lie. Lay. Lane. Lie. Lay. Значит, помню, что формы lie в значении «лежать» именно такие. Если врать, то это правильный глагол. Lie – это правильный глагол именно в значении как раз «врать», а неправильное в значении «лежать». Lie. Lay. Lane. Развивать. Develop. Develop. Disagree. Не соглашаться. Disagree. Test. Тестировать. Да, тест – это тест, и тест – это глагол «тестировать». Divide. Разделять. Divide. Discover. Открывать. Discover. Prepare. Готовить. Там «готовиться». Но опять же, видите, предлоги «готовиться к» – это prepare for. Prepare for. Разделять на divide into. Divide into. Prepare for. И выражение «прилечь». Вспоминаем эта фраза «Lie down». Lie down. Stay. Оставаться. Находиться. Stay. Turn. Поворачивать. Turn. Remember. Lie. Lay. Develop. Disagree. Test. Divide into. Discover. Prepare for. Stay. Turn. Мыть. Wash. Wash. Waste. Тратить впустую. К примеру, там деньги, money или время, time. Waste. Waste. Следовать. Follow. Follow. Разрушать. Destroy. Destroy. Оканчивать. Высшее учебное заведение. Graduate. Graduate. Например, университет. Но предлог здесь опять же graduate from. Graduate from university. Там окончить университет. Graduate from university. Arrive. Пребывать. Arrive. Если небольшое место, то at. Arrive at the meeting, к примеру. Навстречу. Smile. Улыбаться. Smile. Look. А видите, look – это смотреть. И посмотреть на – это look at. А в значении искать – это будет look for. Look for. Look at. Look for. Motivate. Мотивировать. Motivate. Steal. Красть. Воровать. Steal. Steal. Stole. Steal. Stolen. Wash. Waste. Follow. Destroy. Graduate from. Arrive. Smile. Look. Look at. Look for. Motivate. Steal. Stole. Stolen. Мне кажется, что это развивает наши аналитические способности. Мне кажется, что… Мне кажется, it seems to me… Что? That. It seems to me that… Это развивает… It develops… Наши аналитические способности. Наши… Наши… Our… Аналитические… Our… Analytical… Способности… Abilities. It seems to me that… It develops… Our… Analytical abilities. It seems to me that… It develops… Our… Analytical abilities. Я сидел дома весь день. Я сидел… I was staying at home all day. I was staying at home all day. It seems to me that… It develops… Our… Analytical abilities. I was staying at home all day. Когда он окончил университет? Когда… When… When… Он окончил… Did he graduate… Университет… From university… When… Did he graduate from university… When… Did he graduate from university… Когда я заметил его, он что-то искал. Когда я… When… 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 Took my… When… When… I noticed him… Он… He… Что-то искал. То есть искал что-то. Искал… He was looking… For… Что-то… Something. When… I noticed him… He was looking for something. When I noticed him, he was looking for something. When did he graduate from university? When I noticed him, he was looking for something. Далее спозим форму disagree. Я не согласен с этим утверждением сейчас. Я не согласен. I disagree с этим утверждением. С этим with this утверждением statement, with the statement, сейчас now. I disagree with the statement now. Я разделил эту сумму денег на три части. Я разделил. I divided эту сумму денег, эту сумму, this sum денег of money. I divided this sum of money на три части. На, into, три части. Into three parts. I divided the sum of money into three parts. I divided the sum of money into three parts. Я был дома весь день. Я был... I was... Дома... At home... Весь день. All day. I was at home all day. I was at home all day. I disagree with this statement now. I divided the sum of money into three parts. I was at home all day. Я еще не подготовился к этому тесту. То есть, я не подготовился... I haven't prepared... К этому тесту. К... For... Этому тесту. For this test. Еще... Yet. I haven't prepared... For this test yet. I haven't prepared... For this test yet. Он прилег... В конце дня. Он прилег... He... Lay... Down... В конце дня. В конце... At the end... В дня... Of the day. He laid down... At the end of the day. He laid down... At the end of the day. Почему он улыбается? Имеется в виду сейчас. Почему... Why... Он улыбается? Он... Is... He... Улыбается... Смолен. Why is he smiling? Why is he smiling? Why is he smiling? I haven't prepared... For this test yet. He... Lay down... At the end of the day. Why is he smiling? Он обнаружил... Что кто-то... Украл... Его сумку. Он обнаружил... По умолчанию используем форму discover. Он обнаружил... He discovered... He discovered... Что... That... Кто-то... Someone... Украл его сумку. Украл... Had stolen... Его сумку. His... Bag. He discovered... That someone... Had stolen his bag. He discovered... That someone... Had stolen his bag. Учитель... Разделил... Нашу группу... На несколько частей. Учитель... The teacher... Разделил... Divided... Нашу группу... Our... Групп... На несколько частей. На... Into... Несколько частей. Into several parts. The teacher... Divided... Our group... Into several parts. The teacher... Divided... Our group... Into several parts. He discovered... That someone... Has stolen his bag. The teacher... Divided... Our group... Into several parts. Я... Решил... Не следовать... Этой рекомендации. Я решил... I... Decided... Не следовать... Не следовать... Not to follow... Этой рекомендации. This... Recommendation... I decided... Not to follow... This recommendation... I decided... Not to follow... This recommendation... Такой пример... Действительно... Мотивирует меня. Такой пример... Такой... Such... Such an example... Such an example... Действительно... Мотивирует... Really... Motivates... Меня... Me... Such an example... Really... Motivates me... Such an example... Really... Motivates me... I decided... Not to follow... This recommendation... Such an example... Really... Motivates me... Пока... Я готовился... К этому тесту... Действительно... Усердно... Они... Не думали об этом... Действительно... Серьезно... Пока... Я готовился... Пока... While... Я готовился... I was... Preparing... К этому тесту... К... For... Этому тесту... For... This... Тест... Действительно... Усердно... Really... Hard... Они... Не думали... Об этом... Действительно... Серьезно... Они... Не думали... They... Weren't... Thinking... Об этом... About... It... Действительно... Серьезно... Really... Seriously... While... I was... Preparing... For... This... Test... Really... Hard... They... Weren't... Thinking... Thinking... About... It... Really... Seriously... I... I... Только... Прибыл... Навстречу... Я... Только... I... Just... Прибыл... Arrived... Навстречу... At... The... Meeting... I... Just... Arrived... At... The... Meeting... I... While... I... Was... Preparing... For... This... Test... Really... Hard... They... Weren't... Thinking... About... It... Really... Seriously... I... Just... Arrived... At... The... I... Remember... Как... How... Это... Про... It... Happened... I... Remember... How... It... Kind... I... Ya... U... I... Ya... I... I... Already... Protestировал... Tested... I... Have... Already... Tested... Сво... ... Свои... ... Мои... Мои... Знания... Knowledge... I... Have... Already... Tested... My... Я думаю, что мы тратим время впустую сейчас. Я думаю, что мы тратим время впустую сейчас. Мы тратим время, время. Мы тратим время впустую. Мы тратим время впустую сейчас. Сейчас, now. I think that we are wasting time now. I think that we are wasting time now. I remember how it happened. I already tested my knowledge. I think that we are wasting time now. Вопрос. Ты помыл посуду? Ты помыл? Did you wash посуду the dishes? Did you wash the dishes? Did you wash the dishes? Что ты ищешь? Что? What ты ищешь? Я обнаружил, что они мне дали неверную информацию. Я обнаружил, что они мне дали неверную информацию. Он сказал, что они разрушили. Он сказал, что они разрушили. Они разрушили. Они разрушили здание полностью. Здание. The building. Полностью. Completely. He said that they had destroyed the building completely. He said that they had destroyed the building completely. Сновилось. Мы решили повернуть назад домой. Сновилось. Полностью используем форму get. Сновилось. It was getting темнее. Darker. It was getting darker. И мы решили повернуть назад домой. Повернуть. To turn. Назад. Back. Домой. Home. It was getting darker. And we decided to turn back home. He said that they had destroyed the building completely. It was getting darker. And we decided to turn back home. My friends, thank you very much. We can continue this very important playlist. Друзья, привет. Hi. Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков. И следующий глагол «общаться» – это глагол «communicate». Попробуем сказать. Что касается английского, то самая важная вещь – это уметь общаться с другими используя этот язык. Вот что касается этой конструкции «as for» – английского. «As for English». «To» – вот «to» здесь не переводится, то есть «самая важная вещь». Самая важная. «The most important thing». Да, видите, длинное прилагательное, три слога, видите, им-по-тент. «Important». Потом, видите, строительное с помощью «more», то есть «more important» – это важнее. «The most important» – самое важное. «The most important thing». «Это» – видите, в этой части предложения нет глагола, поэтому нужна связка. И как раз «это» выполняет роль связки. «Вещь» означает «it», поэтому «is». «Это» – то есть «это» здесь не нужно переводить, то есть «это» и «это» есть как раз связка. «Из» – уметь. Как будет «уметь»? Там «я уме», «I can», «мы умеем», «we can». А «уметь» – это неправильная форма. Это конструкция «to be able» – «to» плюс глагол. «To be able» – вот «уметь», «to be able», «уметь». «To be able», потом «is» – «уметь». Раз это неправильная форма, получается «is». «To be able» – «to» плюс глагол. Соответственно, «to» плюс глагол, то есть «общаться», «to communicate». То есть только так, неправильная форма – это именно «to be able to» плюс глагол. «Is» – «to be able to communicate» с другими. «С другими» – это «with others». «With others». То есть «другими людьми» – это «other people». Там другие страны. «Other countries». Если после «другие» не указано «что», то будет уже «others». «Let's ask» – «with others». А если указано «что именно», то просто «other». А если нет указания, то просто «others», как здесь. «With others». «Используя», вот «используя», «что делая» – это глагол плюс инкформа. То есть «используя», то есть «используя», «using». «Делать» – это «д», а «делая» – это «doing». То есть «используя», «using». То есть «что делая», то есть «инкформа», «using». «Этот язык», «using». «Using this language». «As for English», «the most important thing» «is to be able to communicate with others using this language». То есть «as for», «что касается», «as for English». «The most important thing» для связка «из» и «уметь» – это «to be able to» плюс глагол «to be able to communicate with others с другими». Если просто, видите, другие, не указано там другие именно что, «to others», «используя», «что делая» – это глагол плюс инкформа «using this language». «As for English», «the most important thing» «is to be able to communicate with others using this language». Если, к примеру, с другими людьми был бы «with other people», а если просто с другими – «with others». «Communicate», «to be able to» – «other people». «Using», «using», «de», «doing». «As for English», «the most important thing» «is to be able to communicate with others using this language». В принципе, также можно перейти «то самое важное» или «то самое главное», но дословно звучит именно так, «то самая важная вещь», как здесь. «As for English», «the most important thing» «is to be able to communicate with others using this language». В принципе, также можно перейти «ты когда-нибудь» или «ты когда-либо». Это «ever», а «ever» – указатель «present perfect». «То есть ты когда-либо» «have you ever рассматривал, considered эту возможность?» «This opportunity». «Have you ever considered this opportunity?» «Have you ever considered this opportunity?» Далее, «откровенно говоря, я никогда не рассматривал эту возможность». Помните как раз вот фразу «если быть честным» – это «to be honest», а «откровенно говоря» по аналогии «to be frank». «Frank» – это «откровенный». «To be frank», то есть «откровенно говоря» или «если быть откровенным», «to be frank», «я никогда не рассматривал» и «никогда не». «I've never», «не рассматривал», «I've never considered» – это «возможность». «This opportunity». «To be frank», «I've never considered this opportunity». «To be frank», «I've never considered this opportunity». «To be frank», «I've never considered this opportunity». «Consider», «have you ever considered this opportunity?» «to be frank», «to be frank», «I've never considered this opportunity». «Предлагать», «offer», «offer» – это также предложение, когда что-то предлагают, и «offer» – это «предлагать». «Она предложила мне чашку чая». «Она предложила», «she offered мне», «she offered me», «чашку», «a cup», «чая», «a cup of tea». «She offered me», «she offered me», «a cup of tea». «Жечь», «гореть», «burn». Данное глагол может быть как правильным, так же и неправильным. По-моему, используем именно неправильную форму. «Burned», «burnt», «burned», 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 «burned». «On жёг письмо», «on жёг». «He burnt» «письмо», «то означает, какое-то конкретное письмо». «He burnt the letter». «He burnt the letter». «Offer». She offered me a cup of tea. Burn, burnt, burnt. He burnt the letter. Обеспечивать, предоставлять, provide. Опять же, видите, не provide, а provide. Они предоставляют отличные условия. То есть вообще, present simple. Они предоставляют... They provide, отличные, excellent, условия, conditions. Вести себя, behave. Я посмотрел на них и увидел, что они вели себя очень странно. Видите, это краткое действие. Я посмотрел и увидел. А вот вели себя, это длительное действие. То есть, вот они вели себя очень странно, очень странно. И в какой-то момент я посмотрел на них. И также, видите, увидел. То есть, получается, посмотрел и увидел. Это прерывает длительное действие. Это краткое действие и длительное действие. То есть, я посмотрел на них. Я посмотрел. Я посмотрел. I looked на... Посмотреть на это look at. Потом I looked at... На них. At them. I looked at them и увидел. And saw... Что? That... Они вели себя, а далее past continuous. То есть, они вели себя... They were behaving... Or behaving very strangely. Возвращаться... Есть правильный глагол. Return. В принципе, можно использовать come back. Но return тоже используется, просто звучит поформальнее. Немножко более формальное. Return. Когда ты вернешься домой. Когда... When... Ты вернешься... Will you return... Домой home. When will you return home? When will you return home? Нажимать... Press. Press. Вот выражение нажать на кнопку. Это... Press the button. Press the button. Press the button. Нажми на кнопку. Если просто какое-то действие, как команда, то сам глагол без изменений. То есть, нажми вот press. И на кнопку. Так же как выражение здесь с артиклем. Press the button. Press the button. Нажми на кнопку. Press the button. Press the button. Тебе нужно нажать кнопку. Опять же, можно перейти нажать кнопку или нажать на кнопку, но по-английски press the button. Тебе нужно... You need... Нажать... Помню, need to плюс глагол, поэтому you need to press кнопку to press the button. You need to press the button. You need to press the button. When will you return home? Press the button. Press. Press the button. You need to press the button. Иметь в виду означать min. Min meant meant. Min meant meant. Что ты имеешь в виду? Видите, здесь неважно, сейчас или вообще, потому что mean не употребляется в continuous, потому что present simple. Что? What? Ты имеешь в виду? What do you mean? 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 Когда мы, наверное, что-то не поняли, вместо I don't understand, мы можем спросить, what do you mean? What do you mean? Sorry. Обратите. What do you mean? Снижь. Sorry, what do you mean? Sorry, what do you mean? Это значит, что нам нужно быть осторожнее. Это значит... Значит, it means, что, that, нам нужно, и помню, что need используется именно личное местоимение, поэтому нам нужно, дословно мы нуждаемся, that we need быть, значит, need to, плюс глагол, need to be, осторожнее, видите, careful – это осторожный, осторожнее, дословно более осторожный. To be more careful. О чем мы говорили, видите, длинное прилагательное – careful, careful. И здесь, видите, с помощью more, средней степени осторожнее или более осторожнее, по-где-с-кан-то more careful. We need to be more careful. It means that we need to be more careful. It means that we need to be more careful. Mean, meant, meant. What do you mean? It means that we need to be more careful. Ему нужно почистить машину. Ему нужно, значит, need, используя именно личное местоимение, поэтому he, нужно, he needs, почистить, значит, форма need to, плюс глагол, he needs to clean, и почистить машину, фразы clean the car. Clean the car. He needs to clean the car. He needs to clean the car. Давать. Давать. Я уже дал ему совет. Ведь уже already указывает на present perfect. Я уже, I've already дал, given, ему, him, совет. Как сказать совет? Вообще, совет – это advice. И по логике там совет, советы нужно ставить какой-то артикль. Но нет, грамматически это неверно. То есть, грамматически артикль перед advice поставить нельзя, это ошибка. И здесь говорят именно не просто advice, а some advice. То есть, дословно, некоторый совет. То есть, грамматически именно упоряется, то есть, так. То есть, именно, видите, some advice. Give him some advice. То есть, дать совет. То есть, вместо артикля ставится some. Это важная грамматическая тонкость. Артикль здесь поставить грамматически неверно. Вот именно в таком виде, как есть. То есть, просто перед advice. I've already given him some advice. Потом, видите, не просто advice, а some advice. Сам вместо артикля. I've already given him some advice. Clean. He needs to clean the car. Give. Gave. Given. I've already given him some advice. Приносить. Brin. Brin. Brought. Brought. Brin. Brought. Brought. Это принесло мне массу положительных эмоций. Это принесло. It brought. Мне. Me. Массу положительных эмоций. Дословно, получается, много положительных эмоций. А много, по умолчанию используем конструкцию lots of. То есть, в принципе, можно сказать a lot of или lots of. По умолчанию lots of. Это более неформально. Сейчас именно разговорная речь встречается lots of. Поэтому тоже мы используем lots of положительных. Positive. Emotions. Emotions. It brought me lots of positive emotions. It brought me lots of positive emotions. It brought me lots of positive emotions. Вдохновлять. Inspire. Inspire. Эта речь действительно вдохновила аудиторию. Эта речь. This speech. Действительная. Really. Вдохновила. Really inspired. Аудиторию. Видите, конкретную. Потом the. Здесь, видите, нагласный звук. Поэтому. Почется the. The audience. The audience. Audience. Это аудитория. This speech. Really. Inspired the audience. This speech. Really. Inspired the audience. This speech. Brought. Brought. It brought me lots of positive emotions. Inspire. This speech. Really. Inspired. The audience. Добавлять. Add. Add. Мне нужно добавить одну очень важную вещь. Мне нужная. I need. Добавить. Это need to плюс глагол. I need to add. Одну. One. Очень важная вещь. Very important thing. I need to add. One very important thing. I need to add. One very important thing. Убивать. Убить. Kill. Kill. Вопрос. Они действительно убили его? Они. Did they. Действительно. Really. Убили его. Kill him. Did they really kill him? Did they really kill him? Add. I need to add one very important thing. Kill. Did they really kill him? Читать. Read. 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 Она сказала, что прочитала эту книгу. Она сказала. She said. Что? That. Она прочитала. Дословно, она прочитала. То есть, она, she, прочитала. Я прочитал до этого, поэтому past perfect, предпрошедшее время. That she had read ту книгу. That book. She said that she had read that book. She said that she had read that book. She said that she had read that book. Ожидать. Expect. Expect. Я ожидаю, что в следующий раз это будет по-другому. Я ожидаю. I expect. Что? That. В следующий раз. That next time. Это будет по-другому. Это будет. It'll be. Видите, обязательно здесь нужно поставить be. Мы говорили, если другого нет, то форма быть. То есть be. It'll be. По-другому. Different. It'll be different. I expect that next time it'll be different. I expect that next time it'll be different. Read. 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 She said that she had read that book. Expect. I expect that next time it'll be different. Полагаться. Rely. Полагаться на. Rely on. Rely on. Я могу положиться на него. Я могу. I can. Положиться. Что-то can плюс глагол. Can. Плюс. Глагол. То есть говорим как есть. То есть я могу. Положиться. I can. I can. I can rely. На. Него. On. Him. I can rely on him. I can rely on him. Я всегда могу на него положиться. Я всегда могу. То есть я всегда. Ну видите, здесь такой пара слов. То есть I can always. То есть always после can. I can always. Далее положиться на него. То есть вначале глагол, потом что относится. Положиться. Rely. На. Него. On. Him. I can always rely on him. Видите, по-русски можно сказать по-разному. Я могу всегда положиться. Я всегда могу положиться. Или на него положиться. Положиться на него. Но по-английски только так. То есть I can. Далее always. I can always. Глагол rely. И что относится к rely. On him. I can always rely on him. I can always rely on him. Rely on. Can плюс глагол. I can rely on him. I can always rely on him. Knock. Стучать. И здесь акцент на длительность. Кто-то стучал в дверь. То есть не просто постучал, а кто-то стучал в дверь. Если мы хотим сделать акцент на длительность, то используем pause continuous. То есть кто-то. Someone. Стучал. Someone означает he или she, поэтому was. Стучал. Was knocking. В дверь. Стучать в – это knock at. Помолчение используем. Также, в принципе, возможно, knock on. Knocking at. В дверь. То есть фраза «стучать в дверь» – knock at the door. Knock at the door. Потом knocking at the door. Someone was knocking at the door. Если кто-то постучал, то someone knocked at the door. А стучал, если мы хотим и на прощенную длительность, то pause continuous. Someone was knocking at the door. Someone was knocking at the door. То есть, да, в принципе, мы можем использовать pass continuous, даже когда нет специальных временных указателей, но просто хотим и на прощенную длительность. То есть используем pass continuous. Someone was knocking at the door. Открывать. Open. Open. Когда он открыл дверь, он увидел незнакомца. Видите, то есть он открыл дверь, он увидел. Пассивность действий. Обычно в прошлое время pass simple. То есть когда он... When he открыл, when he opened дверь, the door, when he opened the door, он увидел. He saw незнакомца. Незнакомец – это stranger, но артикль... Представляете, например, он артикль. He saw a stranger. He saw a stranger. When he opened the door, he saw a stranger. Это значение какого-то незнакомца. Это значение какого-то незнакомца. He saw a stranger. When he opened the door, he saw a stranger. Knock. Knock at the door. Someone was knocking at the door. When he opened the door, he saw a stranger. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist. Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков и переходим к практике. Давайте повторим вначале последнюю порцию глаголов. Итак, «жечь», «гореть», «burn». По умолчанию используя неправильные формы. Burn, burnt, burnt. Burn, burnt, burnt. Добавить. Add. Add. Вдохновлять. Inspire. Inspire. Предлагать. И также предложение. Это слово offer. Offer. Убивать. Kill. Kill. Нажать, например, на кнопку. Press. Press. Означать. Иметь в виду. Mean. Mean. Ment. Mean. Ment. Ment. Постучать. Knock. Knock. Открыть. Open. Open. Вести себя. Behavior. Behavior. Save. Да. И помните, нажать на кнопку или нажать кнопку, мы используем выражение press the button. Press the button. Постучать в дверь. Knock at. Также, в принципе, используется и knock on, knock at. Часто knock at. Поэтому по отношению тоже используем knock at. Там постучать в дверь. Knock at the door. Knock at the door. Knock at the door. Burn. Burnt. Burnt. Add. Inspire. Offer. Kill. Press. Press the button. Mean. Ment. Ment. Knock. Knock at the door. Open. Behavior. Обеспечивать. Предоставлять. Provide. Provide. Возвращаться в одно слово return. Return. Давать. Give. Gave. Give. Gave. Ожидать. Expect. Expect. Читать. Read. 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 Считать. Рассматривать. Consider. Consider. Полагаться. Relay. Relay. Полагаться на. Relay. On. Relay on. Чистить. Clean. Clean. Да, clean – это чистый, clean – глагол чистить. Clean. Проносить. Brin. Brin. Brought. 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 Видите, долгота. Brought. Проносить как с покупатом. Buy, bought, bought. Brin. Brought. Brought. Communicate. Общаться. Communicate. Provide. Return. Give. Gave. Expect. Read. 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 Consider. Rely on. Clean. Brin. Brought. Brought. Communicate. Вопрос. Ты когда-нибудь рассматривал эту возможность? Ты когда-нибудь... Have you ever... Рассматривал... Considered... Эту возможность? This opportunity. Have you ever considered this opportunity? Have you ever considered this opportunity? Он сжёг письмо. Помощи, используем неправильную форму. Он сжёг. He burnt. Письмо. The letter. He burnt the letter. He burnt the letter. Тебе нужно нажать на кнопку. Тебе нужно... You need... Нажать... To press... На кнопку... The button. You need... To press the button. You need... To press the button. Have you ever considered... This opportunity? He burnt the letter. You need... To press the button. Я могу положиться на него. Я могу... I can... Положиться... Релай... На него... On him. I can rely on him. I can rely on him. Мне нужно добавить... Одну очень важную вещь. Мне нужно... I need... Добавить... To add... Одну очень важную вещь. Одну... One... Очень важную... Very... Important... Вещь... Thing. I need to add... One... Very important thing. I need to add... One... Very important thing. Нажми... На кнопку. Нажми... Press... На кнопку... The button. Press the button. Press the button. I can rely on him. I need to add... One... Very important thing. Press the button. Самая важная вещь... Это уметь общаться... С другими людьми... Используя английский. Самая важная вещь. Самая важная... The most important... Вещь... Thing. The most important thing... Это... То... Is... Уметь общаться... Уметь... Is... To be able... Is to be able... Общаться... To... Communicate... Is to be able to communicate... С другими людьми... С другими... Людьми... With other people... With other people... Используя... Using... Английский... English... The most important thing... Is to be able... To communicate... With other people... Using English... The most important thing... Is to be able... To communicate... With other people... Using English... Когда он... Открыл дверь... Он увидел незнакомца... Когда он... When he... Открыл дверь... Открыл... Opened... Дверь... The door... When he opened the door... Он увидел... He saw... Незнакомца... A stranger... A stranger... He saw... A stranger... When he opened the door... He saw... A stranger... When he opened the door... He saw... A stranger... The most important thing... Is to be able... To communicate... With other people... Using English... When he opened the door... He saw... A stranger... Откровенно говоря... Я никогда... Не рассматривал... Эту возможность... Откровенно говоря... To be... Frank... To be Frank... Я никогда... Не рассматривал... Я никогда... I've never... Не рассматривал... I've never considered... Эту возможность... This... This... Opportunity... To be Frank... I've never considered... This... Opportunity... To be Frank... I've never considered... This... Opportunity... Это значит... Что... Нам... Нужно... Быть... Осторожнее... Это значит... It means... Что... That... It means... That... Нам... Нужно... That... We... Need... To be... Осторожнее... То есть... Дословно... Более... Осторожными... To be... More... Careful... It means... That... We... Need... To be... More... Careful... It means... That... We... Need... To be... Frank... I've never considered... This... Opportunity... It means... That... We... Need... To be... More... Careful... Она... Предложила... Мне... Она... Предложила... She offered... Мне... Me... She offered me... Чашку... Чая... Чашку... То... Самая... Важная вещь... Это... Уметь... Общаться... С другими... Используя этот язык... Что касается английского... Что касается... As for... Английского... English... As for English... As for English... As for English... То... Самая важная вещь... Самая важная... The most important... Вещь... Thing... The most important thing... Это... Is... Уметь общаться... Уметь... Is... To be able... Общаться... To communicate... Is... To be able... To communicate... С другими... With... Others... With... Others... Использует язык... Использует... Using... Этот язык... This... Language... Using this language... As for English... The most important thing... Is... To be able... To communicate... With others... Using this language... As for English... The most important thing... Is... To be able... To communicate... With others... Using this language... She offered me... A cup of tea... As for English... The most important thing... Is... To be able... To communicate... With others... Using this language... To be able... 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 Next time это будет, it'll be по-другому, different. I expect that next time it'll be different. I expect that next time it'll be different. I expect that next time it'll be different. I've already given him some advice. I expect that next time it'll be different. Ему нужно почистить машину. Ему нужно... He needs... ...почистить... ...to clean... ...машину... ...the car. He needs... ...to clean the car. He needs... ...to clean the car. Далее акцент на длительность. Кто-то стучал в дверь. Кто-то... ...someone... ...стучал... ...was... ...knocking... ...в дверь. ...at the door. Someone was knocking at the door. Someone was knocking at the door. Someone was knocking at the door. He needs... ...to clean the car. Someone was knocking at the door. Я посмотрел на них и увидел, что они вели себя очень странно. Я посмотрел на них. Я посмотрел... ...I looked... ...на них... ...at them... ...I looked at them... ...и увидел... ...and saw... ...I looked at them and saw... ...что они... ...that they... ...вели себя очень странно. ...сказала... ...что прочитала ту книгу. Она сказала... ...she said... ...что... ...that... ...she said that... ...прочитала... ...то есть она прочитала... ...that she had read... ...ту книгу... ...that book... ...she said... ...that she had read... ...that book... ...she said... ...that she had read... ...that book. ...I looked at them and saw... ...that they were behaving... ...very strangely. She said that she had read that book. Я всегда могу на него положиться. Я всегда могу. I can always на него положиться. То есть положиться на него. Положиться. Rely. На него. On him. I can always rely on him. I can always rely on him. Что ты имеешь в виду? Что? What? Ты имеешь в виду? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Далее используем форму return. Когда ты вернешься домой? Когда? When? Ты вернешься? Will you return? Домой. Home. When? When will you return home? When? Will you return home? I can always rely on him. What do you mean? When? Will you return home? Это речь действительно вдохновила аудиторию. Это речь. This speech действительно вдохновила. Really inspired аудиторию. The audience. This speech really inspired the audience. This speech really inspired the audience. Вопрос. Они действительно убили его? Они действительно убили его? Kill him. Did they really kill him? Did they really kill him? This speech really inspired the audience. Did they really kill him? Они предоставляют отличные условия? Они предоставляют. They provide отличные условия. Отличные. Excellent. Условия. Conditions. They provide excellent conditions. They provide excellent conditions. Это принесло мне массу положительных эмоций. Это принесло мне... It brought me... It brought me... Массу... Дословно много... Положительных эмоций. Много. И по умолчанию используем конструкцию lots of... Lots of... Положительных... Lots of positive... Эмоций... Emotions. Lots of positive emotions. It brought me... Lots of positive emotions. It brought me... Lots of positive emotions. They provide... Excellent conditions. It brought me... Lots of positive emotions. My friends. Thank you very much. We continue this... Very important... Playlist. Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале... Английский язык по плейлистам. Мы продолжаем наш экспресс-курс... Английский язык за 50 уроков. И далее разбираем 300 глаголов в 7 основных временах. Следующий глагол... Рекомендовать. Recommend. Recommend. Он порекомендовал мне это видео. Да, видите, кажется, все просто. Обычное прошедшее время. Он порекомендовал... Но грамматически здесь немножко по-другому. Помните, когда мы говорили о глаголе explain, там была фраза такого рода... Он объяснил мне это. Он объяснил... Но по-английски нужно говорить именно так. То есть, это... А потом уже мне. Но предварительно поставив to. То есть, объяснять именно что-то кому-то с помощью to. Хотя по-русски мы говорим, он объяснил мне это. Здесь ситуация аналогичная. He recommended. Начали это видео. This video. И потом уже мне. Опять же с помощью to. To me. He recommended this video to me. He recommended this video to me. He recommended this video to me. Вот такая грамматическая особенность. Он сказал мне, что она порекомендовала ему эту программу. Сказал. Это обычное прошедшее время. Порекомендовала раньше. Значит, предпрошедшее. Past perfect. Он сказал мне. He told me. Что? That. He told me that. Она порекомендовала. Она. She. Порекомендовала до этого. Значит, past perfect. She had recommended. Ему эту программу. То есть, эту программу ему. Эту программу. This. Program. Ему. С помощью to. To him. He told me that she had recommended this program to him. He told me that she had recommended this program to him. Recommend. He explained it to me. He recommended this video to me. He told me that she had recommended this program to him. Считать. Count. Count. Считать. Но вот часто используемое выражение в разговорном английском – это рассчитывать. Там рассчитывать на… это count on. Count on. Ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Ты можешь. You can. Рассчитывать. Значит, помним, что can плюс глагол. То есть, говорим как есть. You can. Рассчитывать count. You can count. На. On. You can count on. Моя поддержку. My support. You can count on my support. You can count on my support. Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Ты всегда можешь. Но видите, у нас с вами уже встречалось. Вот именно всегда ставится после можешь. То есть, за словом, ты можешь всегда. Ты можешь. You can. Всегда. Да, you can always рассчитывать, count, на мою поддержку. На. On. Мою поддержку. On my support. You can always count on my support. Да, именно такого пары слов. You can always count on my support. You can always count on my support. Count on. You can count on my support. You can always count on my support. Мечтать. Dream. Dream. Drammed. Drammed. Да, dream – это мечта. И dream также глагол «мечтать». Данный глагол может быть как правильным и неправильным. По умолчанию используем неправильные формы. Dream. Drammed. Drammed. Я никогда не мечтал об этом. Вот и никогда не. I've never не мечтал. I've never dreamt об этом. Да, по умолчанию переводим дословно. То есть, мечтать там о, об, dream about. В принципе, также возможно dream about или dream of. И так и так. Возможно, по умолчанию используем dream about. I've never dreamt об этом, about it. I've never dreamt about it. I've never dreamt about it. I've never dreamt about it. Но, видите, это именно «я никогда не», если верно, по настоящее время. Но, может быть, и другая ситуация. К примеру, я никогда не мечтал об этом, когда был ребенком. Видите, это отдаленное прошедшее, не связанное с настоящим. И в этой ситуации «никогда», когда «никогда» мы говорим просто по «simple». То есть, я никогда, I never, не мечтал, I never dreamt об этом, about it. Когда, when, был, нужно поставить подлежащее. Это словно «я был», when I was ребенком, a child. When I was a child. I never dreamt about it, when I was a child. I never dreamt about it, when I was a child. Видите, то есть, когда отдаленное прошедшее, здесь показывает это «when», как раз. А когда «when», с «when» уже не употребляется «present perfect». И потом, видите, просто «past simple». А если по настоящее время, то есть, я никогда не мечтал, и это также верно, то как раз «present perfect». Показали как раз разницу. Видите, «present perfect» и «past simple» с «never». Dream, dreamt, dreamt. I've never dreamt about it. I never dreamt about it when I was a child. Обмениваться, обменивать, exchange, exchange. Да, change – это менять, а вот exchange – обменивать, обмениваться. Мы часто обменивались своими идеями. Мы часто, we often, обменивались, exchanged, we often exchanged, своими идеями. Своими, то есть, нашими, our – идеями, ideas. We often exchanged our ideas. Выражать, например, мнение, точку зрения, express. Express. Он сказал, что выразил свою личную точку зрения. Я сказал, это «past simple», а выразил до этого, поэтому «past perfect». Он сказал, что «he said that», выразил, но грамматически здесь нужно поставить еще раз подвижащее, то есть, он выразил, that he had expressed свою, то есть, его, his, личную, his personal, точку зрения. Point of view. He said that he had expressed his personal point of view. Exchange. We often exchanged our ideas. Express. He said that he had expressed his personal point of view. «Достигать», например, какого-то места или уровня, reach, reach. Я полагаю, что достигну следующего уровня довольно скоро. Итак, «полагать» или предполагатель от слова «suppose». Я полагаю. I suppose. Что? I suppose that. «Достигну», но видите, в английском здесь грамматически нужно поставить еще раз подвижащее, то есть, я достигну. «I'll reach» следующего уровня. У следующего что-то это «the next». Но опять исключение, когда там месяц, там next, month, неделя, next, соответственно, week, next year, а так следующий что-то, там следующий урок, the next lesson, следующий видео, the next video. Так, в обычном контексте, именно the next, плюс, что относится, the next уровня, the next level, довольно скоро, quite soon. I suppose that I'll reach the next level quite soon. Да, в этом контексте именно чаще встречается глагол reach с level. С уровнем по тоже мы как раз так и говорим. I suppose that I'll reach the next level quite soon. Да, конечно, можно было бы сказать I think, но мы усложняем, разные конструкции применяем, и это звучит, конечно, уже на уровень, или на несколько уровней, на два уровня, по крайней мере, выше, чем просто I think. I suppose that... Видите, не просто I suppose, а I suppose... Видите, сэ, сэпоузы, сэпоузы. I suppose that I'll reach the next level quite soon. И опять же, не просто, видите, soon, а quite soon, тоже произведена фраза довольно скоро, quite soon. Жить, live, live. Я всегда хотел здесь жить. Опять же, в контексте не просто удаленное прошедшее, а верно, по настоящее время. Потом present, perfect. Я всегда... I've always... Хотел... Wanted... Здесь жить. Но грамматическое, то есть жить здесь. Жить. Значит, форма want to плюс глагол. Wanted to live. Здесь, here. I've always wanted to live here. I've always wanted to live here. I've always wanted to live here. Reach. I suppose that I'll reach the next level quite soon. Live. I've always wanted to live here. Есть еще такой глагол, как reply. То есть reply – это отвечать, ответить. И reply – также ответ. Да, есть слово answer, но просто reply более формально звучит. Также answer – это отвечать и ответ. И reply – тоже отвечать и ответ. Просто звучит более формально. Но вот отвечать на – это reply to. Reply to. Если отвечать на с answer – просто answer. Прилога нет. А здесь и на to. Reply to. Он еще не ответил на мое сообщение. Вот еще не. Yet указывает как раз... Это еще yet указывает на present perfect. То есть он не ответил. He hasn't replied на... Реплай to, поэтому replied to... Мое сообщение. To my message. Еще yet. He hasn't replied to my message yet. He hasn't replied to my message yet. Приходить – come. Come, came, come. Come, came, come. Я только что пришел домой. Я только что... Just указывает на present perfect. I've just... Пришел домой. Come, home. I've just come home. I've just come home. I've just come home. Reply to. He hasn't replied to my message yet. Come, came, come. I've just come home. Обожать. Также переводят как получать удовольствие от, наслаждаться. Но опять же мое мнение и, кстати, мнение авторитетных источников, что именно наиболее близкое значение как раз обожать. Enjoy. Enjoy. Но опять же, это у нас почему так сложилось, что вот именно переводчики русскоязычные по-другому это слово переводят. Но опять же, если реально посмотреть на контекст, на употребление, то именно как значение обожать. Используется. Это реальное значение этого слова. Enjoy. Он говорит, что он всегда обожал путешествовать. Говорить что-то – это say. То есть он говорит, что he says that – он всегда обожал путешествовать. Видите, помолчение – это верно по настоящее время. Потом present perfect. То есть он всегда – he's always – обожал, enjoyed, enjoyed doing – потом обожал путешествовать. Опять же, видите, грамматически понятно, что это не is, а he has. Сокращение одинаково. Грамматически – he is или he has. Но понятно уже, во-первых, грамматически из контекста та же, что здесь именно has. He says that – he's always enjoyed traveling. Советовать – advise. Ведь advise не оглушаем, потому что advise – это совет. А advise – это совет. А advise – это именно советовать. Что вы мне посоветуете сделать в такой ситуации? Еще раз. Что? What? Вы мне посоветуете. То есть вы посоветуете. Will you advise? Мне. Me. Сделать. Видите, сделать – неправильная форма, потом to плюс глагол. Me to do. Вот в этой ситуации – in this situation. А здесь мы усложнили – в такой ситуации. Если далее идет существительное, то именно such, то есть in such, и артикль сохраняется. In such a situation. In such a situation. What will you advise me to do in such a situation? What will you advise me to do in such a situation? What will you advise me to do in such a situation? Enjoy. He says that he's always enjoyed traveling. Advise. What will you advise me to do in such a situation? Продавать. Sell. Sell. Sold. Sell. Sold. Он сказал, что продал свою машину. Он сказал, что... He said that... Продал... Дословно, он продал, а продал раньше, поэтому past perfect. That he had sold свою машину. Свою, то есть его, his, машину, car. He said that he had sold his car. He said that he had sold his car. Далее неправильный глагол начинать. Begin. 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 Видите, именно be, то есть не be, а be. Begin. 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 Урок уже начался. Урок в начале, поэтому the lesson уже already указывает на present perfect. Значит, has already начался. Третья форма. Begin. Begin. The lesson has already begun. The lesson has already begun. Да, также можно использовать форму start. The lesson has already started. Просто begin звучит более формально. Begin. Sell. Sold. Sold. He said that he had sold his car. Begin. 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 The lesson has already begun. Ударить, также бить, это hit. Hit, hit, hit. Три формы одинаковые. Hit, hit, hit. Послушай, кто-то бьет в дверь. Вот бить там в дверь. Или ударить в дверь это hit the door. Hit the door. То есть, в не переводится, просто hit the door. Hit the door. Hit the door. Послушай. Listen. Listen указывает на то, что действие происходит именно сейчас. Значит, используем present continuous. То есть, кто-то, someone, бьет в дверь. Someone is hitting дверь. В дверь. The door. Listen. Someone is hitting the door. Listen. Someone is hitting the door. Кто-то ударил дверь очень сильно. Кто-то, someone, ударил. Так, по умолчанию используем обычное прошедшее время. Someone ударил. Hit. Hit. В дверь hit the door. Очень сильно. Very. И сильно в этом контексте используем слово badly. Badly. Someone hit the door very badly. Someone hit the door very badly. Someone hit the door very badly. Hit. 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 Hit the door. Listen. Someone is hitting the door. Someone hit the door very badly. А вот ударить ногой, пнуть это kick. Kick. Ударить именно ногой. Пнуть. Kick. Мальчик ударил ногой по мячу. Выражение ударить ногой по мячу. Kick the ball. Что именно видите ногой. Kick. Kick. Kick the ball. Далее акцент на длительность. Они строили дом очень медленно. Видите, если они построили, это pass simple. А если они строили, мы хотим по мячу длительность, то можем использовать, да, pass continuous. Они строили. They were building. Дом. То есть вообще выражение built a house. То есть какой это дом. They were building. A house. Очень медленно. Very slowly. They were building a house. Very slowly. They were building a house. Very slowly. Kick. Kick the ball. The boy kicked the ball. Build. Built. They were building a house. Very slowly. Решить что-то. Там решить что-то сделать. Это decide. Decide. Да, вот решить что-то сделать. Это оборот фразы. Decide to do something. Decide to do something. Решить что-то сделать. Decide to do something. Он решил стать профессиональным музыкантом. Он решил. He decided стать. Видите, неправильный форму. Потом to, без глагол. To become. Профессиональным музыкантом. И по формуле здесь артикль сохраняется. Неправильный артикль. Профессиональным. A professional. A professional. Музыкантом. Музыщен. Видите, professional. То есть, не про, а про. Professional. Professional musician. Решить что-то. Музыкант. A professional musician. He decided to become a professional musician. He decided to become a professional musician. He decided to become a professional musician. Знать. No. New. Known. No. New. Known. Я не знаю, что делать сейчас. Видите, сейчас вообще-то указали как раз именно Present Continuous. Но знать no не употребляется. Соответственно, используем просто Present Simple. Я не знаю. I don't know. Что делать? Мы говорили, что есть инфинитив, неправильная форма, то что будет именно what. То есть, что делать? What to do? What to do? Сейчас. Now. I don't know what to do now. I don't know what to do now. I don't know what to do now. Decided to do something. He decided to become a professional musician. No. New. Known. I don't know what to do now. Говорить на каком-то языке. Speak. Speak. Spoke. Spoken. Speak. Spoke. Spoken. Oh. Spoke. Spoken. Я только что говорил по-английски. Только что just указывает на Present Perfect. Я только что... I've just... Говорил по-английски. Говорил spoken. По-английски English. I've just spoken English. I've just spoken English. I've just spoken English. Рисовать. Дро. Видите, просто долгое О. Дро. Дру. Дрон. Дро. Дру. Дрон. Девушка так красиво рисует. Видите, в начале предложения, когда ты конкретный, поэтому... The girl так красиво рисует. Но в начале глагол действия, а потом уже что относится, то есть рисует так красиво. Рисует означает she, поэтому draws. Дроз. Вообще имеется в виду, то есть draws. Так, красиво. So beautifully. Вот ли – суффикс многих наречий. So beautifully. The girl draws so beautifully. The girl draws so beautifully. Видите, то есть, просто draws. Просто видите, долгое О. И Z draws. Draws so beautifully. Speak. Spoke. Spoken. I've just spoken English. Draw. Drew. Dron. The girl draws so beautifully. My friends. Thank you very much. We continue this very important list. Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плавистам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков. И переходим к практике. Итак, проверим последнюю порцию глаголов. Enjoy. Обожать. Enjoy. Decide. Решить. Decide. Speak. Говорить. Speak. Spoke. Spoken. Speak. Spoken. Dream. Мечтать. Да, dream – это мечта. И даже это глагол. Dream. Мечтать. Dream. И по умолчанию используем неправильные формы. Dream. Drammed. Drammed. Dream. Drammed. Drammed. Live. Жить. Live. Советовать. Advise. Advisor. Reply. Отвечать. Reply. Build. Строить. Build. 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 Recommend. Рекомендовать. Recommend. Know. Знать. Know. New. Known. Know. New. Known. Enjoy. Рисовать. Рисовать. Дро. Рисовать. Sell. Sell. Sold. 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 Come. Приходить. Come. Came. Come. 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 Reach. Достигать. Reach. Обменивать. Exchange. Kick. Ударить. Ногой. Пнуть. Kick. Express. Выражать. Express. Каунт. Считать. И будем, что каунт он рассчитывает на. Каунт. Begin. Начинать. Begin. Began. Begun. Begin. Begun. Begun. Hit. Ударить. Hit. 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 Draw. Drew. Drawn. Sell. Sold. Sold. Come. Came. Come. Reach. Exchange. Kick. Express. Count. Begin. Begun. Begun. Hit. 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 Что вы мне посоветуете делать в такой ситуации? Что? What? Вы мне посоветуете? What? Will you? Посоветуете? Advise. Мне. Me. What will you advise me? Делать. To do. В такой ситуации? В. In. Такой ситуации? Такой. In such. Ситуация. A situation. What will you advise me to do? In such a situation. What will you advise me to do? In such a situation. Девушка так красиво рисует, то есть рисует, draws так красиво, so beautifully. Мальчик ударил ногой по мечу, мальчик, the boy ударил ногой, kicked, по мечу, the ball, the boy kicked the ball, я не знаю, что делать сейчас, я не знаю, I don't know, что делать, что, what, делать, what, to do, сейчас, now, I don't know what to do now, I don't know what to do now. Далее акцент на длительность. Они строили дом очень медленно. Они строили... They were building дом, a house, очень медленно. Very slowly. They were building a house very slowly. They were building a house very slowly. The boy kicked the ball. I don't know what to do now. They were building a house very slowly. Кто-то ударил в дверь очень сильно. Кто-то... Someone ударил... Hit... В дверь... Hit the door... Очень сильно. Very badly. Someone hit the door very badly. Someone hit the door very badly. Я никогда не мечтал об этом. Я никогда не... I've never... Не мечтал... I've never dreamt... Об этом... About it. I've never dreamt about it. I've never dreamt about it. Он сказал, что продал свою машину. Он сказал что? He said that... Продал... То есть, он продал... That he had sold... Свою машину. То есть, его машину. His car. He said that he had sold his car. He said that he had sold his car. Someone hit the door very badly. I've never dreamt about it. He said that he had sold his car. Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Ты всегда можешь... Ты всегда можешь... То есть, ты можешь всегда... You can always... Рассчитывать на... Count on... Моя поддержку... Моя поддержка... Моя поддержка... Моя поддержка... Моя поддержка... You can always count on my support. Я полагаю... Что достигну... Следующего уровня... Довольно скоро. Так, я полагаю... Используем форму suppose. По умолчанию. Я полагаю... I suppose... Что... That... Достигну... Вот, достигать уровня используем по умолчанию слова reach. То есть, что достигну... That... I'll reach... Следующего уровня... Следующего уровня... The next level... Довольно скоро. Quite... Soon. I suppose... That... I'll reach... The next level... Quite... Soon. I suppose... That... I'll reach... The next level... Quite... Soon. You can always count on my support. I suppose... That... I'll reach... The next level... Quite... Soon. Я всегда... Хотел здесь жить. Опять же, по умолчанию здесь имеется в виду, что это верно по настоящее время. Я всегда хотел... I've always wanted... I've always wanted... Здесь жить. То есть, жить здесь. Жить... To live... Здесь... Here... I've always wanted to live here. I've always wanted to live here. Я никогда не мечтал об этом, когда был ребенком. Я никогда... I never... Не мечтал... I never dreamt... Об этом... About it... I never dreamt about it... Когда... When... Был... I always wanted... To live here... I never... I never dreamt about it... When... I was a child... Он еще не ответил... На мое сообщение. Используем форму reply. То есть, он не ответил... He hasn't replied... No... To... To... Мое сообщение... To... My message... Еще... Yet... He hasn't replied... To... 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 Я говорил по-английски... Я только что... I've just... Говорил по-английски... Spoken English... I've just spoken English... I've just spoken English... Что... Он... Всегда... Обожал... Путешествовать... Он... Говорит... Что... He says... That... Он... Всегда... Обожал... Он... Всегда... That... He's always... Обожал... Enjoyed... Путешествовать... Travelling... He says... That... He's always... Enjoyed... Travelling... He says... That... He's always... Enjoyed... Travelling... Он... Сказал мне... Что... Она... Порекомендовал ему... Эту программу... Он... Сказал мне... He... Told me... Что... That... He told me... That... Она... Порекомендовала... She... Had... Recommended... She had... Recommended... Ему... Эту... То есть... Эту... Программу... This... Программу... Ему... To... Him... He told me... That... She had... Recommended... This... Program... To... He told me... That... She had... Recommended... This... He says... That... He's always... Enjoyed... Travelling... He told me... That... She had... Recommended... This... To... Him... Он... Решил... Стать... To... He decided... To... He decided... To... Become... He decided... To... Become... Профессиональным музыкантом... Профессиональным... A... Professional... Музыкантом... Musician... He decided... To... Become... A... Professional... Musician... Я только что пришел домой... Я только что... I've just... Пришел домой... I've just... Come home... I've just... Come home... Урок... Уже... Начался... Используем форму begin... Урок... The lesson... Уже... Начался... Уже... Has... Already... Начался... Begun... The lesson... Has... Already... Begun... The lesson... Has... Already... Begun... He... Decided... To... Become... A... Professional... Musician... I've just... Come... Home... The lesson... Has... Already... Begun... Послушай... Кто-то... Бьет... В дверь... Listen... Кто-то... Someone... Бьет... В дверь... Бьет... Is... Hitting... В дверь... The... Door... Listen... Someone... Is hitting the door... Listen... Someone... Is hitting the door... Он порекомендовал мне это видео... Он порекомендовал... He... Recommended... This video... This video... Мне... To me... He... Recommended... This video... To me... He... Recommended... This video... To me... Listen... Someone... Is hitting the door... He... Recommended... This video... To me... Он сказал... Что... Выразил... Свою личную точку зрения... Он сказал... Что... He... Said... That... Выразил... То есть... Он выразил... That... He... Had... Expressed... Свою... То есть... Его... His... Личную точку зрения... Личную... His... Personal... Точку зрения... Point... Of... View... His... Personal... Point... View... He... Said... That... He... Said... That... He... Had... Expressed... His... Personal... Point... View... Мы часто обменивались... Своими идеями... Мы часто... We often... Обменивались... Exchanged... Своими идеями... Своими... То есть... Нашими... Our... Идеями... Ideas... We often exchanged... Our ideas... We often exchanged... Our ideas... He said... That... He had... Expressed... His... Personal... Point... Of... We often exchanged... Our ideas... My friends... Thank you very much... We continued... This... Very important... Playlist... Привет... Hi... Приветствую вас на канале... Английский язык по плейлистам... Мы продолжаем наш экспресс-курс... Английский язык... За 50 уроков... И далее переходим к следующему глаголу... Это глагол... Бить... Побить... Бит... 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 Биттен... Видите, первая и вторая форма совпадает... Уже какая именная форма... Понимаем грамматически, также из контекста... Бит... Бит... Биттен... Кто-то побил его очень сильно... Кто-то... Someone... Someone... Побил его... Биттим... Очень сильно... И сильно... В этом контексте используем слово... Badly... Очень сильно... Very... Badly... Someone... Биттим... Very... Badly... Видите, грамматически здесь никак... Не можно как раз это перейти в настоящее время... Потому что... Someone... Биттим... 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 Далее такая ситуация... Ее сердце билось так быстро... Она очень нервничала... Видите, здесь акцент на длительность... Ее сердце... Her heart... Билось... Past continuous... Акцент на длительность... Heart означает it... Поэтому was... Was... Биттим... Так быстро... So fast... Да обычно в этом контексте используются fast... Тоже по-моему, как раз используем fast... Биттим... Она очень нервничала... То есть, дословно, она была очень нервной... Она была... She was... Очень нервной... She was... Very nervous... She was... Very nervous... Бит... Бит... Биттим... Биттим... Someone... Биттим... Very badly... Her heart... Was beating... So fast... She was... Very... Nervous... Контролировать... Control... Control... Да, control... Это контроль... И также глагол контролировать... Control... Кто контролирует это сейчас? Сейчас указывает на present continuous... То есть, кто... Who... Контролирует... Who значит... He, she... Потом is... Who is... Контролирует... Who is controlling... Who is controlling... Это... It... Сейчас... Now... Who is controlling it now? Who is controlling it now? Who is controlling it now? Готовить... Cook... Cook... Пока он смотрел то видео... Она что-то готовила... Видите, пока... While... Там пока в то время как переводит while... Указывает на длительность... Видите, здесь два длительных действия одновременно... Поэтому используется past continuous... Пока он смотрел... While... He... Was... Watching... То видео... That... Video... While... He... Was... Watching... Она что-то готовила... То есть, она готовила... She... Was... Cooking... Что-то... Something... She... Was... Cooking... Something... While... He... Was... Watching... That... Video... She... Was... Cooking... Control... Who... Is... Controlling... Now... While... He... Was... Cooking... Something... Пересечь... Перейти... Например... Улицу... Это слово... Cross... Cross... Вам нужно... Перейти улицу... И затем... Вы увидите... Это слева... Вам нужно... You... Need... Перейти... Это... Need to... Плюс глагол... Need to cross... You need to cross... Улицу... Фраза... Перейти улицу... Cross... The street... Cross... The street... You need... To cross... The street... И затем... And... Then... Вы увидите... You'll... See... Это... You'll... See... И слева... Это фраза... On the left... On the left... К примеру... Справа... Было бы... On the right... То есть слева... То есть слева... То есть слева... Справа... On the right... You need... To cross... The street... And then... You'll... See it... On the left... You need... To cross... The street... And then... You'll... See it... On the left... Делиться... Share... Share... Так глагол... Share... Делиться... Я... Уже... Поделился... Этим... Видео... Со своими... Друзьями... Видите... Уже... Already... Указывает... На... Present... Perfect... Я уже... I've... Already... Поделился... I've... Already... Shared... Этим... Видео... Со... Своими... Своими... Друзьями... With... My... Friends... I've... Already... Shared... This... Video... With... My... Friends... Cross... You need... To cross... The street... And then... You'll... See it... On the left... Share... I've... Already... Shared... This... With... My... Friends... Объяснять... Explain... Explain... Я... Постараюсь... Объяснить... Тебе... Это... Я... Постараюсь... I'll try... Объяснить... Значит... Помимо форму... Try... To... То есть... Тебе... Это... Но грамматически... Вначале... Что... Потом... Кому... То есть... Мы говорим... Объяснить... Это... To explain it... Тебе... Ну, с помощью... To... Это... Передаем... To... To you... Опять же... Видите... По-русски... Здесь можно сказать по-разному... Но по-английски... Верно... Только так... Грамматически... То есть... Кому же... Ставится... После... Только так... Верно... I'll try... To explain it... Да... Это очень часто... Как раз... Ошибка... На самом деле... Поэтому... Как раз... Учимся говорить... Сразу... Правильно... I'll try... To explain it to you... Предполагать... Полагать... Suppose... Suppose... Я предполагаю... Что... Это случится... Однажды... Я предполагаю... I... Suppose... Что... That... Опять же... Конечно... Можно сказать... Я думаю... Что... А... I think... That... Но мы усложняем... Стремимся к более высокому уровню... Поэтому... Да... Используем более сложные конструкции слова... Что... Это... That... Это случится... That... It'll happen... И... Однажды... Это фраза... One day... Видите... Дословно... Один день... One day... Но переводится фраза как... Однажды... One day... One day... I suppose... That... It'll happen... One day... I suppose... That... It'll happen... One day... Explain... I'll try... To explain it to you... Suppose... I suppose... That... It'll happen... One day... Сказать что-то... Говорить что-то... Say... Say... Said... Send... Say... Said... Said... Я никогда... Не говорил... Таких вещей... Я никогда... I've never... Не говорил... Таких вещей... I've never said... Таких вещей... Видите... После таких есть существительное... Поэтому используется such... Such... Вещей... Things... I've never said... Such things... I've never said such things... Бегать... Бежать... Рано... 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 Когда приехала полиция... Они убегали... Видите... То есть... Одно действие длительное... Они убегали... Убегали... И в какой-то момент... Приехала полиция... То есть... Когда приехала полиция... Обычное прошедшее время... Past simple... Они убегали... Длительное прошедшее... Past continuous... Когда... When... Приехала полиция... Но грамматически... Нужно вначале поставить... Подлежащее... Потом... Сказуемое... То есть... Действие... То есть... Полиция... И опять же... Полиция использует артиклен... The... When... The police... When the police... Приехала... When the police came... Или прибыла... К примеру... When the police arrived... Они убегали... А здесь... Длительное действие... Они убегали... Видите... Они бежали... Это... They were running... А убегать... Run away... Потом... Away остается в конце... They were running away... When the police came... They were running away... When the police came... They were running away... Say... Said... Said... I've never said... Such things... Run... 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 When the police came... They were running away... Уважать... Respect... Да, respect... Это уважение... Respect... Да, как говорят... И respect... Это уважать глагол... Я всегда уважал... Такого рода взгляды... Я всегда уважал... Я всегда... I've always... Уважал... Respected... I've always respected... Такого рода... Это фраза... This kind of... И взгляды... Views... The view... Это вид... И view... Также взгляд... Views... Взгляды... I've always respected... This kind of views... I've always respected... This kind of views... Сказать... Кому-то... Рассказать... Tell... Tell... Told... Told... Видите, здесь... Told... Told... Tell... Told... Told... He told me... Что... That... He told me that... Они проиграли... А проиграли... До этого... Потом... Past perfect... Они проиграли... That... They had lost... Игру... И если видите... Выиграть игру... Это фраза... Win the game... Win the game... Проиграть игру... Lose the game... Lose the game... Видите, здесь как раз идет... По аналогии... Win the game... Lose the game... И им ставится... The... Получается... That... They had lost... Игру... The... Game... He told me... That... They had lost... The game... He told me... That... They had lost... The game... Respect... I've always respected... These kind of years... Tell... Told... Told... Win the game... Lose the game... He told me... That... They had lost... The game... Решить... Какую-то проблему... Задачу... Solve... Solve... Я пытаюсь... Решить эту проблему сейчас... Ведь сейчас указывает на present continuous... Я пытаюсь... I'm trying... Решить... Видите... Но форма try... To... Плюс глагол... Неправильная форма... Что делать... Это to... Плюс глагол... Поэтому... I'm trying to solve... Эту проблему... This... Problem... Сейчас... Now... I'm trying... To solve... This... Problem... Now... I'm trying... To solve... This... Problem... Now... Сконцентрироваться... Concentrate... Concentrate... Так же я перевод как... Сконцентрироваться... Средоточиться... Я пытался... Средоточиться... Когда услышал... Странный шум... Я пытался... Средоточиться... Видите... То есть... Одно действие длительное... Вот... Я пытался... Пытался... И в какой-то момент... Я услышал... Это уже краткое... То есть... Я пытался... Длительное действие... I was trying... Средоточиться... Или так же можно перейти... Сконцентрироваться... Средоточиться... To... Concentrate... Когда... When... Услышал... Но видите... Здесь нужно... Опять же... Чтобы было грамматически правильно... Поставить еще раз подлежащее... То есть... Я услышал... When I heard... Странный шум... A strange noise... Значит... Мы ранее говорили... Что в этой фразе... Нужно здесь ставить артикль... Например... A strange noise... A strange noise... I was trying to concentrate... When I heard... A strange noise... I was trying to concentrate... When I heard... A strange noise... Solve... I'm trying... To solve... This problem now... Concentrate... I was trying to concentrate... When I heard... A strange noise... Заказывать... Ода... Ода... Заказ... И Ода... Заказывать... Я в основном... Заказывал это... Online... В основном... Используем слово... Mostly... Я в основном... I mostly... Заказывал это... Ordered it... Online... Online... I mostly ordered it... Online... I mostly ordered it... Online... Прощать... Forgive... Видите... То есть не forgive... Да... А forgive... 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 Forgiven... Forgive... Forgive... Forgiven... Она еще... Не простила его... Еще не... Видите... Еще... Yet... Указывает на... Present Perfect... То есть она не простила... She hasn't... Forgiven... Его... Him... Еще... Yet... She hasn't... Forgiven him yet... She hasn't... Forgiven him yet... Он сказал... Что... Простил ее... Ведь он сказал... Это... Прошедшее время... А простил раньше... Прошедшее... Past Perfect... Он сказал... Что... He said... That... Простил... That... He... Had... Forgiven... You... Her... He said... That... He... Had... Forgiven her... He... Said... That... He... Forgiven... Going... To... Or... To... Forgiven... Forgiven... She hasn't... Forgiven... Him yet... He... Said... That... He... Had... Forgiven... By... By... Was... Were... Been... Be... Was... Were... Been... в один. Вот такой пример. Мне кажется, что он прав сейчас. Видите? Сейчас как бы указывает на present continuous. Но мне кажется, казаться sim не употребляется и форма to be в общем случае тоже не употребляется. Поэтому просто present simple. Мне кажется, it seems to me что it seems to me that он прав сейчас. Он прав. He's right. Сейчас. Now. It seems to me that he's right now. It seems to me that he's right now. Получать get, got, got. Get, got, got. Я получил очень странное сообщение. Я получил I got очень странное сообщение. И по формуле здесь также ставится неправильный артикль. То есть очень странное a very strange сообщение message. I got a very strange message. I got a very strange message. Be, was, were, been. It seems to me that he's right now. got got, got, got. I got a very strange message. Создавать create, create. Он создал этот канал несколько лет назад. Видите? Во-первых, по умолчанию используем обычное прошедшее время. Во-вторых, ago, там и last. Это все указатели именно past simple. Он создал he created этот канал this channel he created this channel несколько лет назад. Несколько лет several years назад ago. He created this channel several years ago. He created this channel several years ago. Create. He created this channel several years ago. перебивать, прерывать, interrupt. Interrupt. Он прервал ее, когда она начала говорить о политике. В такого рода предложениях используется как раз схема past simple. Past simple. Он прервал he interrupted ее, her, he interrupted her, когда, when, она начала, она, she, начала по умолчанию используем форму start, she started говорить, и опять же допустимо start doing или start to do. часто именно start doing используем как раз инкформу после разглагола started говорить talking о политике, about politics. То есть возможно сказать здесь и she started talking и she started to talk. Часто именно инкформа используется носителем, поможем ее используем. He interrupted her when she started talking about politics. Да, можно сказать и she began, но begin звучит более формально, поэтому мы вставляем start. He interrupted her when she started talking about politics. Не перебивай меня, пожалуйста. вот не что-то делай это don't плюс глагол. То есть don't don't перебивай don't interrupt меня me пожалуйста please don't interrupt me please don't interrupt me please don't interrupt me please или можно сказать по-другому пожалуйста сказать вначале пожалуйста не перебивай меня пожалуйста please не не перебивай меня не перебивай don't interrupt меня me please don't interrupt me please don't interrupt me interrupt he interrupted her when she started talking about politics don't interrupt me please please don't interrupt me вообразить представить imagine imagine действительно трудно представить эту вещь видите действительно трудно здесь нет глагола видите представить это не в родной форме поэтому это как бы не считается раз так то здесь нужна связка и здесь необходимо примить безличную конструкцию то есть it's it's дали действительно трудно действительно it's really и в этом консекте по умолчению использовав hard it's really hard представить это неправда форма to плюс глагол to imagine эту вещь this thing it's really hard to imagine this thing видите hard встречается чаще чем difficult поэтому вначале используем hard в этой конструкции hard to imagine помните было hard to believe и здесь безличная конструкция то есть просто так без связки сказать грамматически неверно потом имен it's it's really hard to imagine this thing it's really hard to imagine this thing что касается меня я не могу представить свою жизнь без этого что касается меня as for me я не могу I can't представить то есть can't плюс глагол I can't imagine свою жизнь то есть мою жизнь my life без этого without it I can't imagine my life without it и в помощи неспользуем произношение can't can't as for me I can't imagine my life without it as for me I can't imagine my life without it imagine it's really hard to imagine this thing as for me I can't imagine my life without it my friends thank you very much we continued this very important playlist друзья привет hi привет вас на канале английский язык по плавистам мы продолжаем наш экспресс курс английский язык за 50 уроков и переходим к практике давайте повторим последнюю порцию глаголов итак share делиться share run бежать run 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 получать get get got got get got got would заказывать would be быть be was were been be was were been respect уважать respect это уважение respect и также respect глагол уважать respect cross пересекать переходить cross bit бить bit bit bitten bit bit bitten сконцентрироваться средоточиться concentrate concentrate cook готовить cook share run 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 get got got order be was were been respect cross bit bit bitten concentrate cook перебивать прерывать interrupt interrupt solve решить какую-то проблему задачу solve сказать что-то say say said said say said said imagine воображать представлять imagine explain объяснять explain сказать кому-то рассказать tell tell told told tell told told create создавать create forgive прощать forgive forgive forgiven forgive forgiven control контролировать да control это контроль это же глагол контролировать control control suppose предполагать полагать suppose suppose interrupt она еще не простила его то есть она не простила she hasn't forgiven его him еще yet she hasn't forgiven him yet she hasn't forgiven him yet кто-то побил его очень сильно кто-то someone побил его someone beat him очень сильно very badly someone beat him very badly someone beat him very badly вам нужно перейти улицу и затем вы увидите это слева вам нужно you need перейти to cross улицу to cross the street и затем and then вы увидите and then you'll see это это слева on the left you need to cross the street and then you'll see it on the left он прервал ее когда она начала говорить о политике он прервал he interrupted ее her he interrupted her когда when она начала используем форму start она начала when she started говорить по умолчанию используем start doing то есть глагол с информой when she started говорить when she started talking о политике about politics he interrupted her when she started talking about politics he interrupted her when she started talking about politics мне кажется что он прав сейчас мне кажется it seems it seems to me что that он прав that опять же полные формы видите he is right но можем и сократить по-моему использовать краткую форму то это получается that that he is right сейчас now that he is right now it seems to me that he is right now it seems to me that he is right now he interrupted her when she started talking about politics it seems to me that he is right now он сказал мне что они проиграли игру он сказал мне he told me что that они проиграли that they had lost игру their game he told me that they had lost the game he told me that they had lost the game я пытаюсь решить эту проблему сейчас я пытаюсь I'm trying решить to solve эту проблему this problem сейчас now I'm trying to solve this problem now I'm trying to solve this problem now я постараюсь объяснить тебе это я постараюсь I'll try объяснить to explain тебе это то есть это тебе это it to explain it тебе to you I'll try to explain it to you I'll try to explain it to you he told me that they had lost the game I'm trying to solve this problem now I'll try to explain it to you он сказал что простил ее он сказал he said что that he said that простил ее простил that he had forgiven ее her he said that he had forgiven her he said that he had forgiven her he said that he had forgiven her я предполагаю что это случится однажды я предполагаю I suppose что that это случится that it will happen однажды one day I suppose that it will happen one day I suppose that it will happen one day he said that he had forgiven her I suppose that it will happen one day пока он смотрел то видео она что-то готовила пока while он смотрел то видео он смотрел he was watching то видео that видео while he was watching that видео она что-то готовила то есть она готовила что-то something she was cooking something while he was watching that video she was cooking something while he was watching that video she was cooking something кто контролирует это сейчас кто who контролирует это сейчас контролирует что касается меня я не могу представить свою жизнь без этого что касается меня as for me as for me я не могу i can't представить i can't imagine свою жизнь то есть мою жизнь my life без этого without it as for me i can't imagine my life without it ее сердце билось так быстро она очень нервничала да вот такая описательная ситуация в прошлом ее сердце her heart билось was bitten так быстро помолчение используем fast так быстро so fast да в этом контенте используем fast по умолчанию her heart was bitten so fast она очень нервничала пословно она была очень нервной она была she was очень нервной very nervous she she was very nervous her heart was beating so fast she was very nervous her heart was beating so fast she was very nervous as for me i can't imagine my life without it her heart was beating so fast she was very nervous не перебивай меня пожалуйста не перебивай don't interrupt меня me пожалуйста please don't interrupt me please don't interrupt me please don't interrupt me please когда приехала полиция они убегали когда when приехала полиция то есть полиция приехала полиция when the police приехала came when the police came они убегали они they убегали they were running away they were running away when the police came they were running away when the police came they were running away don't interrupt me please when the police came they were running away я пытался сосредоточиться когда услышал странный шум я пытался i was trying сосредоточиться или сконцентрироваться дословно to concentrate когда when услышал when i heard странный шум a strange noise i was trying to concentrate when i heard a strange noise i i was trying to concentrate when i heard a strange noise я в основном заказывал это онлайн я в основном i mostly заказывал ordered it online it online i mostly ordered it online i mostly ordered it online i mostly ordered it online i was trying to concentrate when i heard a strange noise i mostly ordered it online он создал этот канал несколько лет назад он создал he created этот канал this channel несколько лет назад несколько лет several years назад ago he created this channel several years ago he created this channel several years ago я всегда уважал такого рода взгляды я всегда уважал я всегда i've always уважал respected i've always respected такого рода this kind of взгляды views i've always respected this kind of views i've always respected this kind of views i've always respected this kind of views я никогда не говорил таких вещей не говорил i've never said таких вещей such things i've never said such things i've never said such things he created this channel several years ago i've always respected this kind of views i've never said such things действительно трудно представить эту вещь действительно трудно действительно it's really трудно по умолчанию используем слово hard it's really hard it's really hard представить to imagine эту вещь this thing it's really hard to imagine this thing it's really hard to imagine this thing it's really hard to imagine this thing я уже поделился этим видео со своими друзьями я уже i've already поделился shared i've already shared этим видео this video со своими друзьями со with своими друзьями то есть моими друзьями with my friends i've already shared this video with my friends i've already shared this video with my friends i've already shared this video with my friends it's really hard to imagine this thing. I've already shared this video with my friends. Я получил очень странное сообщение. Я получил... I got... очень странное сообщение. Очень странное... a very strange... сообщение... I got... a very strange message. Пожалуйста, не перебивай меня. Пожалуйста, please, не перебивай меня. Не перебивай. Don't interrupt меня. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. I got a very strange message. Please don't interrupt me. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.